Александр Зорич. Беглый огонь. Посвящаю эту книгу экономическому кризису и писателю Василию Орехову. Пролог. Пятеро военных сталкеров пересекали реку Припять в ботинках-макроступах. Час был ранний. Лица у всех пятерых были бледными и припухшими от недавнего сна. Командир отряда Константин Уткин в кругах вольных сталкеров, более известный как Тополь, вел свой отряд на юг, к Серой Лощине, откуда еще ночью был получен сигнал бедствия от трех румынских разведчиков и состава АОНовских сил. Кто и зачем занес румынских вояк вглубь зоны, Тополь понятия не имел. Идти в макроступах было тяжело. Эти экспериментальные ботинки, чье действие обеспечивалось редкими артефактами зоны, требовали напряжения почти всех мышц человеческого тела. Но ботинки макроступа были в том выходе совершенно незаменимы. На пути военносталкеров поджидали еще несколько водных преград, да и сама Серая Лощина в последние месяцы была окаймлена болотами и топями. Тополь остановился первым. Вытер под солба тыльной стороной ладони, перенес вес тела с левой ноги на правую и набрал полные легкие воздуха. Выдохнул, выругался. Они только вышли, а он уже чувствовал себя уставшим. Проклятый речной кордон. Кто бы мог подумать, что служба военного сталкера хуже каторги. Рейды, засады, пикеты. Спасательные выходы чуть не по три в неделю. Вслед за командиром остановились и его бойцы. Не сговариваясь, все пятера обернулись в сторону левого берега, откуда они начали свой путь. Низкие грозовые тучи нависали над укреплениями речного кордона, форпоста сил порядка и справедливости в Чернобыльской зоне отчуждения. — А казармы-то совсем игрушечными кажутся, — сказал один боец. — Вроде там не люди, а кролики живут. — Как по мне, наши французы не слишком далеко от кроликов ушли. Жрут все время и о случках мечтают, — критически заметил другой. — А отставят национальную рознь, — скомандовал тополь. Хотя в глубине души был согласен. Служба в интернациональном гарнизоне давалась ему нелегко. — А новый дот отсюда очень даже смотрится, — с удобрением протянул третий боец, прихлебывая воду из фляги. Недаром строители пять месяцев мордовались. — Даром или недаром время покажет, — проворчал широкоплечий военносталкер с пулеметом печенек. — В зоне ни в чем уверенным быть нельзя. Сегодня дот есть и для использования пригоден, а завтра в нем свора каких-нибудь полтергейстов заведется, и никто из нас туда уже не сунется ни за какие деньги. Рокот двух вертолетов ударил из-за верхушек деревьев внезапно, как бывает только в зоне, из-за ее блуждающих акустических стен. Тополь задрал голову, ожидая увидеть пару Скайфоксов, которые мог выслать главный штаб периметра на подмогу незадачливым румынам, дублируя выход их военносталкерской группы. Но вместо узкобедрых красавцев Скайфоксов над ними неспешно проползли разъевшиеся на сытых еврохарчах многоцелевые ЕН-101 — кармаран. — Это кто к нам пожаловал, интересно? — Почему к нам-то? — Не к нам. Это не иначе, как на янтарь полетели. В лаборатории. — На янтарь европейцы таким пузанам не полетели бы. — Европейцы на янтарь вообще не полетели бы. Нечего им там делать, — веско сказал Тополь. — Я не я буду. Это на объект 2106. — А что это за объект, товарищ командир? — спросил тот из бойцов, кто был самым младшим. Будь он обычным вольным сталкером, ходить бы ему по малоопытности в отмычках. — Говорят, тоже лаборатория, но с виду больше на ракетную базу похоже. Охраняется покруче Пентагона. — Шутите? Что-то я на карте этого вашего объекта не видел. — Какие тут шутки? На официальных картах его и нет. Я один раз в километре от их периметра костер развел. Замерз сильно. Так через минуту на огонек дрон прилетел и начал, как попугай, на десяти языках требовать, чтобы я убирался. А вы бы в него из автомата шмальнули? — Так я и шмальнул. — И что? — Ну, сбил, — сказал Тополь с легким смущением. — Но приятного мало все равно в такой атмосфере. — Ладно, нашли тоже место разговора говорить. А если водянка-сварщик выскочит или рак-гороскоп, видали таких? — Не видали. Вот лучше бы и дальше вам в счастливом неведении оставаться. Константин Тополь-Уткин не соврал. На большинстве карт зоны объекта 2106 действительно не было. Не было его и во всеобъемлющем ООНовском реестре научных учреждений мира. Однако его хозяина, доктора Севарена, это нисколько не смущало. Гостей доктор Севарен не любил, да и сам в гости не ходил. Неприступности объекта 2106 позавидовал бы и Форт-Нокс. Он был окружен бетонированным рвом, который при необходимости заполнялся напалмом. Перед рвом тянулась цепочка глубоко-вакуумных фугасов, каждый из которых был способен отправить в небытие танковый взвод. Между рвом и проволочным забором объекта была проложена дорога, по которой с двухминутным интервалом двигались патрульные джипы и пешие дозоры. Обслуживал все это великолепие интернациональный коллектив из ста человек. Были здесь и русские, и поляки, и марокканцы, и даже уроженцы далекой Новой Зеландии. Доктор Севарен был уверен, чем пестрее коллектив, тем труднее врагу будет найти с ним общий язык. О врагах доктор Севарен последние 30 лет думал часто, благо их у него, простого канадского миллиардера, хватало. Когда-то доктор Севарен был подающим надежды ученым, двуногим лабораторным хомячком в очках с толстыми линзами, обладателем шикарной научной библиотеки и чемпионом Квебека по эротическому Тетрису. Во время всемирного финансового кризиса 2008 года беднягу выгнали из отдела биологической защиты Европейского Центра Ядерных Исследований, того самого центра, который, как известно, позднее довел-таки Андронный коллайдер до закукливания в карманную черную дыру. Два месяца Севарен с горя резался в Тетрис, чуть не помер от нервного истощения, но инстинкт самосохранения взял верх, и тогда он решил основать собственную фирму. Занял у мачехи Фиона Морган, наследницы одного из крупнейших состояний Канады, несколько миллионов и взялся за дело. Севарен создал фирму Фиона Креотех. Фирма специализировалась на покойниках, точнее, на почти покойниках, а именно, на длительной заморозке неизлечимо больных. Конечно, больных морозили и до Севарена. Но лишь пронырливому доктору удалось привлечь гигантские инвестиции со стороны производителей жидкого гелия, сделать эту услугу доступной среднему классу золотого миллиарда и даже включить заморозку в базовый пакет социального страхования. Со временем имя Фиона из названия как-то незаметно исчезло. «Креотех. В будущее на ледяной машине времени!» — обещал рекламный слоган компании. Севарен был сказочно богат. Его имя не покидало горячей сотни журнала Forbes. Но честолюбие Севарена оставалось таким же неудовлетворенным, как и в молодости. Он верил в одну лишь науку. И единственная слава, которую он жаждал, была славой ученого. На доктора Севарена уже работали сотни светлых голов. Но Нобелевская премия каждый раз ускользала из его холодных рук. Когда научные издания мира наполнились статьями о новообращенных чудесах зоны, доктор Севарен понял — его место там. Заработанные «Креотехам» миллиарды пришлись как нельзя кстати. Одних взяток на уровне правительств Украины, России и Евросоюза пришлось раздать под четыре десятка миллионов. Не говоря уже о стоимости работ посреди зоны, чтобы построить подземный комплекс лаборатории, стройматериалы пришлось доставлять в зону вертолетами. А чтобы заманить в эти лаборатории перспективных сотрудников, их прежние зарплаты приходилось утроить, а то и упетерять. Но Севарен легко переносил все эти сногсшибательные траты. Его вел азарт. Он чуял — перед ним простирается небывалая собственной персоной. Еще немного — и ему будут устраивать стоячие овации на всемирных научных конгрессах. Его именем назовут престижные гимназии для детей-олигархов, а сам он напишет первый в мире учебник по пси-физике. Шли годы. Персонал объекта 2106, или «Наутилуса», как его называл сам Севарен, проедал свою зарплату. Открытия и патенты сыпались, как из рога изобилия. Случались среди них и первоклассные. Но Нобелевская премия была по-прежнему недосягаема, как любимая наложница Саудовского короля. — Так что там с этими проходимцами из свободы, Фишер? — спросил доктор Севарен у своего секретаря. — Они требуют поднять оплату вдвое. — Вдвое? Вот так наглость. Библейского масштаба. — Я того же мнения, господин доктор. — Вот что, под ними на четверти пусть убираются к дьяволу. — Будет исполнено, господин доктор. Фишер сделал пометку в своем электронном блокноте. — Следующий вопрос. — К вам обратился с официальной просьбой здравствующий князь Лихтенштейнский Бертран Адам Третий. Красивое такое письмо прислал на гербовой бумаге. — Я безмерно тронут, — проворчал Севарен, взгромождая на свой письменный стол ноги в стоптанных кроссовках за 9 евро 99 евроцентов. И что ему надобно, этому венциносному вырожденцу? — Хочет, чтобы вы проконсультировали его дочь. Пишет, что слышал ваш доклад на Всемирном конгрессе физиологов в Оттаве, где вы утверждаете, что облучение установкой цирцея приводит к устойчивой ремиссии болезни Милна. — А что его дочь болеет Милном? — спросил Севарен равнодушно. — Да. — Скажи этому князю, чтобы катился. Переводить на очередную аристократическую вырожденку черепаший панцирь — это чересчур. Все королевские дома Европы не стоят этого редчайшего артефакта. Мужчина, который хочет здоровых детей, должен жениться на официантке, а не на своей двоюродной сестре-герцогине, как это у них, у европейских монархов, водится. Но, доктор, он пишет, она очень сильно страдает физически. Да мало ли кто что пишет, вспылил доктор. Следующий вопрос. Капитан охрана господин Деврия сообщает, что, по его данным, деятельность враждебного нам ордена в последние месяцы резко активизировалась, в связи с чем господин Деврия просит вас сдать на хранение по стандартной процедуре наш камень, говорит, что нельзя быть уверенным в его безопасности, когда он лежит в ящике вашего письменного стола. — Что значит «нельзя быть уверенным в его безопасности», — взвелся доктор Северен. — Я плачу этому отставному дуболому парашютисту, убийце сербских сирот, за то, чтобы он обеспечивал неприкосновенность каждого спичечного коробка на каждом квадратном метре моего Наутилуса. Вне зависимости от того, активизировался этот чертов орден или провалился в ад. — Так ему и передать? — Так и передайте. Кстати, эти аномалисты из Китая уже прибыли? — Пока нет. Самолет задержался на промежуточной посадке в Мумбаи из-за погодных условий. Жаль. Я рассчитывал, Люи Гун наконец поможет нам настроить установку Хром так, чтобы она предсказывала появление каменного неба с точностью до четверти часа. Кстати, с нашим Хромом не стыдно и в Нобелевский комитет подаваться. Подавайся, не подавайся, а пока существует это проклятое лобби Старого Света. Лицо секретаря было исполнено скепсиса. Уверен, без протекции венциносных особ Швеции наше предприятие и на этот раз обречено. В этот миг доктор осенило. — Как ты сказал? — Без протекции? — Венциносных особ? — спросил он. Его глаза хищной птицы озарились желтым огнем. — Да, я так сказал. — А до этого ты о каком таком князе говорил? Дочка у него письмо. — О князе Лихтенштейнском. — А проверь-ка, не является ли князь Лихтенштейнский родственником короля Швеции? Секретарь Шустер набрал в своем электронном блокноте поисковый запрос и через несколько секунд, сияя, сообщил. — Является. — Бертран Адам Третий, двоюродный брат короля по материнской линии. Чудесно! Лучше и быть не может. Сейчас же напиши этому князю, что я беру его дочку на лечение. Но за это он должен пообещать мне свою помощь в установлении кое-каких плодотворных контактов. — Улавливаешь, к чему я клоню, Фишер? — Разумеется. С иезуитской улыбкой отозвался секретарь. — Пожалуй, самое время заказывать в Лондоне смокинг для Нобелевской церемонии. Они там, на Олдбрик-Роуд, всегда чертовски медлительны, когда речь заходит о смокингах. Глава первая. Мисс восемьдесят шесть. Ребята зовут меня Комбатом, хотя по паспорту я Владимир. Вова. Меня называли так в честь деда, летчика ВТА, военно-транспортной авиации. Он пилотировал самолеты Ан-12 и Ан-22, Ан-Тей, и, говорят, был самым отчаянным картежником во всем авиаотряде. Дедушку назвали Владимиром в честь рождения мирового пролетариата Владимира Ленина, его родители — заядлые коммунисты. Не могу сказать, чтобы мне не нравилось мое имя. Нормальное вполне, хотя и намекает на обременительную необходимость овладеть миром на какой-то комплекс завоевателя Наполеона. Я не люблю завоевывать. Если уж быть откровенным, считаю, что лучшее место для Наполеона — на новогоднем столе среди оливье и бутербродов с икрой. Но если не на столе, то в сумасшедшем доме в палате для тех, кто страдает манией величия. Я не велик, нет. Я хожу по зоне, добываю артефакты и коплю денежки на собственную яхту. В общем, я сталкер по имени Володя, но лучше бы вам называть меня комбатом. Я давно заметил, когда кто-нибудь в зоне или по дороге к ней зовет меня Вовой, Вованом, Вовиком, случаются очень странные вещи. Так было и в этот раз. — Вовик? — я вздрогнул. — Вовичек? — прокричала мне в спину официантка Мариши, когда я уже стоял на пороге бара «Лейка». — Что, родная? С девушками я обычно ласков и терпелив. У меня в комнате электрочайник сломался, пухлые губки Мариши, вызывающие блестели розовой помады. — Посмотришь потом? Ну, когда вернешься? — Посмотрю, милая. А то как же мне это без чая? — Без чая приличной девушки жизни нету, — согласился я. Мариша послала мне уже четвертый за то пасмурное утро воздушный поцелуй и, виляя бедрами, удалилась на кухню под устрашающим взглядом злого по утрам Хуариса. Хозяин Лейки, скупщик Хабара по кличке Хуарис, держал своих дамочек в черном теле. Сексуальные связи с постоянными клиентами еще дозволялись, а вот щелканья клювом во время рабочего дня никак нет. У нас с Маришей, что называется, было. Причем уже четыре раза. Уже четыре раза, возвращаясь в Лейку с отменной добычей, я предпочитал новенькую Маришу ее товарку, таким же, как она, бездумным прожигательницам молодости. Я даже удостоился намеренной чести ночевать в Маришиной комнате, имея между тем невдалеке от Лейки собственное бунгало, купленное у того же Хуариса. Эта самая комната поразила меня до самых глубин моей сталкерской души. Она была под потолок набита вазочками, розочками, статуэтками, плюшевыми медведиками и куколками, постерами со слащавыми рожами поп-певцов, подушечками с розовыми рюшами и прочим девчачьим хламом. Все это Мариша привезла с собой в двух чемоданах из родного Луцка, когда приняла решение перейти из категории школьницы в категорию шлюхи. По крутому крыльцу Лейки я сошел бодрой походкой человека, которому дозволено дергать за бороду хозяев зоны. Однако на душе у меня скребли кошки. Подумать только. Она употребила табуированную среди сталкеров форму «Когда вернешься». Врезать бы ей по розовой попе. Электрочайник у нее сломался. «Мне бы ваши проблемы, Марья Ивановна». «То есть Мариша Батьковна», — злился я. В шутку я размышлял о том, не подарить ли дурочке на замену сломавшегося электрочайника клюковку — малоценный артефакт в виде налитой красным цветом бусины. Каждая такая бусина, будучи помещена в стакан с водой, ровно через две секунды вызывает закипание, а где-то через минуту — полное испарение содержимого. Жаль только воду из стакана, где побывала клюковка, пить нельзя категорически. Мы как-то для смеху одной псине, что к тополю приблудилась, такой воды дали. Псина вначале облезла, догола, потом всю ночь бесновалась, выла жутко, а к утру, когда мы уже пристрелить ее решили, врезала дуба. Мы нашли ее оскаленную, тощую, голую, возле миски с сухим кормом. Тополь, сентиментальный черт, даже заплакал. Все приговаривал. Джек, Джек, извини меня. Ясное дело, извини. Это его идея была Джеку той воды клюквенной дать. Дарить клюковку Мариши я, конечно, не собирался. Девушка она была глупая, своей корыстная и бесстыдная, но не вредная. И красивая. С тонкой талией, наливным задом и мягкой белой грудью. За последние два качества многое можно простить. Наш брат-сталкер любит хвалиться. Я, мол, равнодушен к бабам. Мол, без них легко проживу. Я тоже без них проживу, но вот только про равнодушие заливать не стану. Я люблю женщин. Даже слишком. И в тот раз, между прочим, все началось с женщины, Мариши. И продолжилась тоже женщиной. Эту другую я назвал Мисс 86. Я пересек периметр в районе Лишайников. Так сталкеры называли березняк, деревья в котором обильно поросли диковинами серебристо-серыми наростами. Это было мое место. Мое и моих старинных друзей, приятелей Кабула, Ватсона, Богомола и, конечно, Тополя. Больше никто из сталкеров эти места не жаловал и этим входом в зону не пользовался. Опасно. Но главное, от всего важного, интересного, далековато. Скептики были по-своему правы. И далеко, и опасно. Но к здешним опасностям я лично приноровился. Завел даже специальный маск-халат под цвет лишайных берез и кочек, который делал меня, когда я залегал под деревьями, практически невидимым. Однажды в считанных метрах от меня прошло звено военсталкеров, изучавших периметр на предмет свежих порывов. И ни один в мою сторону не поглядел. А расстояние до важного и интересного меня никогда не пугали. Даром, что ли, я когда-то был чемпионом универа, побегу на сверхдлинные дистанции. Сразу за березовым лесом начинались места, которые на старой топографической карте звались Касьяновыми топями. Кто такой этот Касьян и почему топи в его честь назвали, мне, конечно, было неизвестно. Но я представлял себе этого Касьяна чем-то вроде черного сталкера, этаким развоплощенным, но могущественным сильным чувачком, одетым в черную кожу со стальными заклепками и расположенным лично ко мне. Чем-то вроде Деда Мороза для взрослых. И когда случалась в топях какая-нибудь херня, я всегда поминал этого самого Касьяна, чтобы помог. Я уже говорил вам, что суеверен? Нет? Тогда говорю. А вот мой дружок Тополь, у него была страсть всегда все переименовывать и желательно как-нибудь это глумливо, со снижением, называл Касьяновой топи канализации из-за специфического сероводородного запаха, который исходил от тамошней воды. Через топи мы, сталкеры, проложили тропу. Нет, мы не делали насечек на стволах хилых сосенок и не обвешивали кусты красными тряпочками. Но специалисту вроде меня всегда было ясно. Ступать сначала сюда, а потом туда, а вон туда. Туда не ступать. Там разбросан пяток раскрошенных шишек. Это значит, рядом птичья карусель. А вон там вообще можно отдать Богу душу. Там гравиконцентрат, о чем свидетельствует скрученная буквой С молодая осинка. В отличие от большинства сталкеров, которые те места презирали, я обычно покидал лишайники и вступал на зыбкие почвы Касьяновых топи с чувством глубокого морального удовлетворения. Я знал, военсталкеров с периметра более бояться незачем. Ни один, даже самый ретивый, армейский, сюда не сунется. Что же до гниленькой сероводородной вони, так против нее у меня имелся новомодный противогаз Циклон-10, который, по единодушному признанию всех моих друзей, служил также и лучшей защитой от жгучего пуха, ядовитой пыли и радона тяжелого, очень радиоактивного, инертного газа. Радон, этот паскудный то и дело на Касьяновых топях выделялся, прямо струями бил, хорошо различными в сумерках и ночью из-за природной флюоресценции. А противогаз этот, Циклон-10, я месяца три назад снял с пояса мертвого сержанта. Да-да, хочешь быть сталкером, забудь об резгливости. Снял, хорошенько прокрутил в стиральной машине, посушил и включил состав своей экипировки. Что же добру пропадать? Одутловатый сержантский труп лежал на опушке березовой рощи. В левой, остывшей уже руке, сипло, надрывалась рация. Я бегло осмотрел тело, я не обнаружил ни ран, ни ожогов, ни следов зубов, вообще ничего. Может, тот сержант от инфаркта умер? Или от прободения язвы желудка? Вот это номер, сканать от такого в зоне. Я бодро шагал через топи, опираясь на длинный, вырезанный из дуба посох. Обычно я, выходя из зоны, оставлял его в тайнике между двух сросшихся берез. Утро было пригожим, где-то там, вдалеке, в дымке, вставало неохотно, вызолачивая серые вершины деревьев, солнце. Нечастый гость в небе над зоной. Роса искрилась на мху, которым обильно поросли кочки. Чу! Вдруг я услышал птичью трель. Пичушка! Сидя на ветке молодой осина, радостно запела, запрокидывая свою неумную головку. Как видно, залетела сюда из-за периметра по ошибке и теперь будет жестоко за это наказана. А грибов-то? Вдруг приметил я. Мне даже начало казаться, что я в обычном лесу возле дачи моих родителей под Витебском, среди милого белорусского захолустья. Над ухом моим зудел комарик, которого почему-то не отпугнул запах репеллента. Я втер его в щеки и затылок еще с той стороны периметра. Шелестела пожухлая листва. Я уже говорил, что в зоне всегда осень, каким бы ни было время года вокруг нее. Вот справа от моей ноги, обутый в высокий шнурованный армейский ботинок, чванец выводок под березовиков с толстыми, как бы штрихованными ножками. А здесь маслята. Один другого крепче. Вот их бы на сковородочку, да с лучком! Если бы в зоне допускалось подобное поведение, я бы, ей-богу, начал насвистывать что-нибудь жизнеутверждающее из репертуара старого доброго Рамштайна. На всякий случай, чтобы не терять бдительность, я сверился со своим наручным ПДА. До поляны оставалось минут десять. На поляне у меня был намечен привал с кофейком с баранками. На часах было ровно восемь тридцать, когда я заметил девушку. Да-да, девушку. Она сидела на нашей с тополем поляне, так мы называли твердый, по счастью, лишенный аномалий участок, в форме подвыпившего круга в самом центре Касьяновых тополей. Девушку в белом халатике до колена. Таких, если верить старым фильмам, ходят не только медсестры, но и лаборантки, что помогают гениальным ученым проводить их смертоносные эксперименты на благо человечества. Девушка сидела в самом центре поляны, на поваленной сосне, которую мы с тополем использовали в качестве лавки. В правой руке она держала бутерброд, от которого то и дело с аппетитом откусывала. Затем откушенная этак по кошачьей сжиманством пережевывала, глотала и откусывала вновь. А на широком дубовом пне, что возвышался в центре поляна, обычно он служил нам с тополем столом, лежала коричневого цвета кожаная сумочка с блестящей хромированной пряжкой и еще один бутерброд с вареной колбасой. Колбасу я, конечно, разглядел уже потом. Рядом с бутербродом желтела худосочная яблочко. Ветка под моим ботинком предательски хрустнула. Но девушка и ухом не повела. Она меня попросту не замечала, жевала свой бутерброд с безмятежностью совершенно никак необъяснимой. По моему хребту поползли мурашки. Что за наваждение? Жимая за пазухой рукоять Стечкина, я подошел поближе. Зябко поводя плечом, девушка продолжала уничтожать съестное. Страх вдруг нахлынул на меня, как холодное, все сносящее на своем пути цунами. Несколько секунд я стоял остолбенелый. Наконец, первая волна ужаса откатилась назад. Я обрел обычно присущую мне способность размышлять здраво. Зомби? Не похоже. Где сморщенная кожа, оголенные десны? Аномалия? Определенно. Но что за странная аномалия в виде мирно жующей девушки? А когда страх ушел совсем, в мой мозг неохотно поперли конструктивные мысли. Первой мыслью было идти своей дорогой, как будто ничего не произошло. Вот просто идти — и все. Увы, проблема была в том, что я, ваш комбат, ваш рыцарь без страха и в буквальном смысле не мог сделать ни шагу. Я словно окаменел. Мне стало совершенно ясно. Я не смогу продолжать путь, если буду знать, что оставил за спиной нечто настолько непонятное и оттого настолько пугающее. Второй мыслью, то есть идеей, было, ну да, прошить девушку из АК-47. Да-да, из архаичного тяжелого страшного автомата калибра 7,62. Вот эту худенькую с прической, напоминающей прически средневековых пажей, деваху. Врюнеточку. С тонкими, обутыми в летние туфельки-балетки, без каблуков, ножками 36-го размера. Обладательницу коралловых губок и загнутых обольстительной дугой черных ресниц. Ну или прошить из стечкина. Из архаичного, тяжелого, страшного автоматического пистолета калибра 9 мм. То же дело. Потому что она хоть и не зомби, но и не девушка тоже. Не может этот девушкообразный объект быть девушкой. Не может. Что неясно. Впрочем, не может. Несовременная постановка вопроса. Ведь все возможности и невозможности в мире можно рассматривать под углом статистических вероятностей. Поэтому третья мысль была, как сказал бы Сталкер Ватсон, мой шибкоголовастый друг, гуманистической. Есть вероятность, что девушка — обычная девушка. Есть. Она большая? Нет, маленькая. Но все же есть такая вероятность? Есть. Ведь залетела же в этот проклятый лес случайная печуга. Тогда надо что? Правильно. Подойти к ней. Спросить, что случилось? Разобраться. Может быть, помочь? Или сказать, что помочь не можешь. А потом уже идти по своим делам. В общем, я выбрал этот последний вариант. Наверное, потому что бабник. Держи автомат на готове, я выступил из кустов бересклета навстречу прекрасной незнакомке. Противогаз я снял еще в кустах. — Здравия желаю, — зачем-то сказал я. — Ой, здравствуйте. Девушка вся вспыхнула радостью и вскочила со своего бревна, приветственно распахнув руки. — Как я рада, что вас встретила. Вы милиционер? — Что? — Вы милиционер? Лицо девушки, узкое, худенькое, встревоженное, прямо-таки лучилось любопытством. Похоже, она и в самом деле была рада. Я сделал три шага ей навстречу. Надо сказать, вблизи она выглядела все так же красоткой, фигуристой, с претензией, одетой этак в стиле ретро, часики как бы допотопные, какой-то странный песочного цвета свитер с горлом. Припоминаю, такие во времена моего детства назывались почему-то водолазками, будто водолазы и впрямь такие носят. В ушах какие-то крупные, дурацкие, пластмассовые серьги. — Я не милиционер, — ответил я. — А кто просто военный, лесник? — Я местный. А вот вы, вы кто? — Меня зовут Лида Ротова. Я из лаборатории средств оперативной диагностики имени академика Качалина, проспект Ленина, 86. Бодро отрапортовала девушка. Я, между прочим, лаборантка, научный руководитель нашей исследовательской группы, профессор Гурария Евгений Евгеньевич. — А город? — Какой город? — едва ворочая пересохшим языком, спросил я. — Припять, — отвечала назвавшаяся Лидой. — Так вы все-таки милиционер? — Нет же, не милиционер я. Костлявая рука страха уже почти отпустила мои нежные сталкерские внутренности. Девушка оказалась обычной. Ну, почти обычной. Насколько это возможно для девушки из Припяти? — И что? Там где-то все еще есть лаборатории? Нормальные лаборатории? — Ну, допустим. Теперь бы еще узнать, как ее сюда занесло. — Ну, а здесь-то вы как оказались? Припять ведь далековато. И почему вы одна? — Тут вот какая история. Девушка сделала два шага навстречу мне, но я жестом остановил ее. Ни к чему все эти сближения. — Я расскажу, если вы опустите свой пулемет. Меня он пугает. — Это не пулемет. Автомат Калашникова. Сдержать улыбку я, признаться, не сумел. — Ну, автомат. Какая разница? — девушка сердито наморщила лобик. — Тут вот какая история. Вчера, то есть 25-го числа, у нашего завотдела Алеши Матвеева был день рождения. Мы с ребятами Салочкой Поповой, Валерой Зиновьевым и Бобой Гусятиным решили именинника поздравить. Накрыли стол прямо в лаборатории. С неведомственной охраной договорились. Наш Пал Палыч за бутылку посольской обещал нас хоть до утра терпеть. Ну, посидели, выпили, поздравили Алешу. Уже расходиться пора было, когда Алла вдруг сказала. — А давайте в лес съездим. Такая погода хорошая. Воздухом подышим, на звезды посмотрим. А мы ей ночь на дворе. Ты с ума сошла? Лучше уже после первомайской демонстрации в лес вранем. Как и собирались. Она говорит, что на первое мае народу всегда в лесу полно. Сесть негде. Все шашлыки делают, на гитарах бренчат, дети орут. Никакой романтики. А я ей, ты с ума сошла? Что делать в лесу ночью? Но всем, кроме меня, идея понравилась. Народ заорал, в лес, в лес. Я так думаю. Им, наверное, шампанское в голову ударило. Я-то не пью. Мне врачи не разрешают. Из-за антибиотиков. Что они все пьяные, я поняла еще, когда они чуть не подрались. Спори справедливо ли, что Каунский Жальгерис повторно стал чемпионом. Но я же не думала, что они до такой степени пьяные. В общем, я зачем-то согласилась с ними ехать. Тем более, что Валера Зиновьев обещал на отцовской Волге всех свозить. Он тоже не пьющий по здоровью. Вот я и подумала. С Валерой не страшно. Если что, он защитит. В общем, приехали мы сюда, машину оставили. Алла достала из пакета бутылку Арарата. Мы ее начали пить. Мужчины развели костер. Было так тепло. Говорили про всякое. Алла начала всякую чушь нести про то, что хочет выйти замуж за гениального шахматиста вроде Каспарова. Боба Гусятин принялся всех наших коллег по очереди изображать. Он вообще пародист прирожденный. Хоть вокруг смеха выступай. В общем, было симпатично. Но тут уже почти час ночи было. Мне захотелось в туалет. Я пошла. Старалась подальше уйти. Стеснялась, что меня от костра увидят. А потом, когда решила вернуться... Тут широко посаженные кари и глаза девушки наполнились неподдельными слезами. Я поняла, что заблудилась. На часах было как раз один час ночи, двадцать минут. Пока Лидочка Ротова тарахтела свою бесконечную тарахтелку, мне все больше делалось не по себе. Первым, что меня насторожило, была первомайская демонстрация. Сколько лет мы не празднуем первое мая? Правильно, тридцать с чем-то. Вторым был Жальгерис, баскетбольная или хоккейная, команда времен молодости моих родителей. Наконец, третий звоночек раздался в районе гениального шахматиста вроде Каспарова. А когда Лидочка добралась до одного часа двадцати минут, я... В общем, я совершенно потерял контроль над своим страхом и разрядил в любительницу ночных прогулок по лесу полный магазин. Тридцать патронов. При этом я кричал что-то вроде «вот тебе, сука!» А может, и не кричал. Это же дело такое. Однако вместо того, чтобы, будучи прошитой десятком хищных пуль, завалиться в смертельных корчах на спину, вместо того, чтобы орать благим матом, во все стороны фонтанируя кровью или хотя бы что-нибудь еще в таком же духе изобразить, Лидочка лишь заслонилась рукой, словно мои пули были чем-то вроде ветерка, несущего пыль ей в глаза. И я таким визгливо обиженным тоном стервы-самоучки спросила, «Что вы делаете, мужчина?» И вот тут я по-настоящему испугался. И по-настоящему охренел. Потому что ни одна пуля не достигла цели. Я тридцать раз промахнулся в идеальной ситуации, в которой промахнуться было невозможно, словно бы Лидочку окружало неведомое защитное поле мощности неописуемой. Чтобы полностью оценить мое охренение, надо понимать, что среди нашего брата-сталкера циркулируют сотни легенд и быличек об опасных тварях зоны, о тварях-имитаторах. Эти мутанты прикидываются ранеными людьми, умело подражают звукам человеческой речи, а некоторые не просто подражают, но и обладают достаточным интеллектом, чтобы вести подобие связного общения. Есть, например, легенда об изломе. Излом — это редкий мутант с длиннющей хватательной рукой, который имеет несколько лишних суставов, как лапа паука. И вот он, пряча до времени эту свою руку в складках одежды, превосходно притворяется неопытным сталкером и просит помощи. А потом вжик и в один взмах своей боевой конечности отрывает тебе голову. Или вспомнить наводящие жуть рассказы о контролерах, которые, забавляясь, внушают встречному обманные зрительные образы. Ну, к примеру, что перед ним стоит его горячо любимая девушка или не менее горячо любимая мама. Или вот был один сталкер по прозвищу Шашлык. Очень мясо любил, всякие там кебабы. Так ему контролер внушил, что перед ним чебуречные. И отправился Шашлык примюхонько в жарку, которая на месте чебуречной расположилась. Точнее, отправился бы, не будь с ним, опытного Ватсона. В общем, если кто не понял, объясняю. Так называемая Лидочка Ротова, якобы лаборантка, представляющая собой ходячий советский журнал, середина 80-х годов прошлого века, больше всего смахивала на неизвестного разумного мутанта, который этим самым журналом обчитался. А что, с радарой или из подвала в самой ЧАЭС мои знакомые несколько раз всякие там огоньки и здоровье приносили. Однако любого мутанта 30 пулей с Калаша поразили бы. Пусть не насмерть. Но стервозненького прошать, что вы делаете, мужчина, он бы, мутант паскудный, уже не стал. Орал бы он благим матом. Ага. Лидочка же Ротова была жива и невредима. Феномен. Тут я понял, что в любом случае надо что-то решать. Пусть передо мной не мутант, а, скажем так, аномалия, но стоять столбом и смотреть на это я уже не мог. Какое, вы думаете, сегодня число? Поинтересовался я, убирая с лба мокрые от пота волосы. Двадцать пятое... Нет, двадцать шестое апреля. А что? На моем календаре... Пятнадцатое сентября, Лида. Отчетливо проговаривая каждый слог, отчеканил я. Я очень старался, чтобы мой голос не дрожал. Едва я успел успокоиться, как меня вновь пробило на псих. И я высадил в нее еще один магазин. На этот раз я никаких гнусностей не кричал. Подошел к процессу со всем сталкерским хладнокрови. Глава вторая Вдвоем через Касьяновой топе Умноженный эхом грохот стих. Да-да, эхом. Там, оказывается, было сочное, смачное эхо-зона. Она такая, брат. Позади девушки с противным скрипом рухнула наземь подкошенная пулями тощая сосенка. Из дубовой колоды нашего импровизированного стола пули вырвали огромный кусок трухлявой древесины. Можно сказать, отломали ножку. А вот девушка в песочного цвета водолазки была по-прежнему невредима. И испуганной совершенно не выглядела. Сказать по правде, она и бровью не повела. Точнее, только бровью она и повела. Этак обижена, будто я ее снова сукой назвал. Она прикусила губку и, широко раздувая ноздри, уселась на лавку, снова скрестив руки на груди. Отвернулась. Я опустил ствол. Это были шах и мат. В смысле, ваш комбат, то есть я, понятия не имел, что делать дальше. Патроны на дороге не валяются. За них, между прочим, деньги платить надо. Патронов на ледочку Ротова ушло много. Толку — ноль. Не то чтобы я скупердяй, но... В какой-то момент мне показалось, что лучшее решение проблемы по имени лаборантка Ротова — граната объемного взрыва Вайпер. Но потом бережливость все же взяла вверх. Точнее, даже не бережливость, а добрые чувства к нашей поляне. Ведь я понимал, если на вождение не берут пули, скорее всего, не возьмет его и эта мощная граната. А вот нашему излюбленному привальному месту в центре Касьяновых топи можно будет сказать «Ауфидерзейн». «Ну а год?» «Какой, по-вашему, сейчас год?» спросил я, опуская свой калаш. «Тысяча девятьсот восемьдесят шестой», — язвительно провозгласила девушка, глядя на меня, как на конченого идиота. И тут на меня снизошло озарение. Клиническая картина, наконец, прояснилась. «Скажите, Лидочка, а что вы сделали, когда поняли, что в лесу заблудились, что потеряли костер своих товарищей?» спросил я, как ни в чем не бывало. «Ничего себе светский разговорчик! После двух магазинов из Калашникова!» ухмыльнулся я про себя. «Мысленно я уже пересказывал всю эту пьесу, бармену, любомиру и прочим завсегдатой млейке». Лидочка тем временем отвечала. Тогда я начала искать выход из леса, кричала, звала. Пыталась дорогу назад отыскать. Слава богу, хоть туфли у меня на низком каблуке. Девушка взглядом указала мне на свои балетки. Не то бы ноги себе переломала. А ведь вчера с утра думала по случаю дня рождения Алешеньки на высоком каблуке надеть. Мне мама из Югославии красивые такие шпильки привезла. Ее туда от Союза журналистов посылали. Она мне, кстати, еще и джинсы подарила. Монтана. Алка, когда их увидела, чуть в обморок не упала. Только и пробормотала. Отпад! У нее все время этот отпад. Дело не в дело. В общем, дура она эта Алка. Неглубокая. Потом я устала. Да и светать потихонечку начала. И мне спать захотелось. Я села вот на это бревно. В халат закуталась. Мы даже халаты снять забыли. Дурачье. Положила руки. И голову на этот столик и сразу заснула. А когда проснулась, было уже утро. Я еще походила тут немного по полянке. Поудивлялась. Я думала, в лесу уже весна, цветы. А тут никаких цветов, как будто осень. Деревья голые стоят. Но на этой поляне еще ничего. Видно, тут люди часто бывают. Ухаживают. Мусор не валяется. Короче, пока я природой любовалась, вспомнила, что у меня же в сумочке бутерброд со вчерашнего обеда остался. И яблоко. Повезло, так повезло. Вот и решила их съесть. А тут вы из кустов, как медведь, вышли. Испугались? Не успела. Потом у вас на груди этот противогаз. Разве плохой человек станет носить противогаз? Аргумент был неотразимый. Я кивнул. Сомнений больше не было никаких. Я, Владимир Сергеевич Пушкарев, открыл еще один феномен зоны. Женщину из прошлого. Я назвал этот феномен Мисс 86. Фактов, которые я почерпнул из ее довольно бессвязного, но все же в чем-то трогательного и занимательного рассказа, вполне хватало, чтобы реконструировать происшедшее. Девушка заблудилась, то есть потеряла из виду костер, возле которого, как двенадцать месяцев из сказки, пили портвейн ее и до портвейна пьяные товарищи. 26 апреля 1986 года. В один час двадцать минут. Я знал, со школы знал, что это время, час двадцать три, время первой катастрофы. Как видно, девушка всплыла у нас из своих идиотских восьмидесятых в каком-то защитном коконе. Этот кокон имеет неизвестную природу и предохраняет ее от местных физических воздействий. Иначе объяснить ее неуязвимость никак невозможно. Кстати, как и морозостойкость. Было, однако, совершенно неясно, является ли этот кокон непроницаемым всецело, или он непроницаем только лишь для опасных воздействий вроде пуль и низкой температуры. А для неопасных проницаем? Вот взять, например, меня. Могу я, комбат, пожать ей руку, а поцеловать ее? Поцеловать могу? Но главное, оставалось неясным, опасен ли для меня этот новообрещенный феномен. А если опасен, то чем? Пьет ли лаборантка Ротова человеческую кровь? Или может высасывать жизненную силу? А что, если она радиоактивна? Или вдруг она что-то вроде индикатора, указывающего на близость другой, невиданной подлости аномалии? Если так, то, Краул, пора делать ноги. Переваривая все это, мой незатейливый сталкерский мозг разогрелся до критических температур. С одной стороны, мне было безумно интересно, хотелось кое о чем Лидочку расспросить, подойти к ней поближе. Но с другой стороны, было совершенно ясно, что в холодном высшем смысле я напрасно теряю время, которого у меня, кстати, сказать не так уж много. В общем, не говоря барышне ни слова, я развернулся на девяносто градусов и пошел своей дорогой. Похоже, обычного привала на поляне с кофейком и с термоса и свежими баранками у меня в этот раз не будет. — Постойте! Вы куда? — обескураженно воскликнула Лидочка. Я не оборачивался. За спиной зашуршала промасленная с каким-то архаичным чертежом на обороте бумага, в нее был завернут бутерброд. Девушка сложила недоеденный бутерброд в сумочку, накинула ее на плечо и опрометью бросилась за мной. Я ускорил шаг. Однако она тоже не отставала, бодро перепрыгивая с кочки на кочку, где надо хватаясь за деревца, а где надо отважно опускаясь на четвереньки. Странное это было зрелище. Одетая в стильную старинную камуфляжку «Сталкер Комбат» с автоматом наперевес, а за ним на четвереньках призрачно реальная девчонка из шизанутых восьмидесятых в белом халатике, из-под которого торчит бедная клетчатая юбка. Первое время Лидочка Ротова шла за мной молча, но потом молчать ей надоело, и она защебетала. — Вот так вот. Ну надо же. Заблудилась. Со мной, знаете, часто такие истории случаются. Вот, например, в прошлом году, когда происходили похороны Черненко, у нас в лаборатории был траурный митинг. Назначили его в актовом зале. Он у нас такой небольшой, с узкой сценой. А мне было поручено, как самой фигуристой, возложить цветы от имени трудового коллектива лаборатории. И вот решили, что когда прозвучат слова про то, что товарищ Черненко всегда в наших сердцах, а значит, он вечно живой, я должна буду вынести букет и положить его возле большого портрета генсека. Короче, я караулила технической коморки за сценой. Стояла у стены, оперевшись рукой в стену с каким-то щитком. Дожидалась, так сказать, условленного знака. Слов «вечно живой» долго не было. А когда они вдруг прозвучали, я так рванулась вперед, что случайно зацепила плечом рубильник. Коморка-то была узкая, и свет во всем зале сразу же погас. На словах «наши мертвые всегда с нами», и товарищ Черненко «вечно живой» в зале стало темно и тихо. Кто-то крикнул, а вот и конец света, предсказанный классиками марксизм-ленинизм. Некоторые начали смеяться. Кто-то вообще от страха завизжал. А меня потом чуть из комсомола не выгнали. И выгнали бы, если бы не дядя. Он у меня ответственную должность занимает. Он справку предоставил, что я обращалась в неврологию с каким-то отклонением. В общем, выговором отделалась. Но наша парторг, если бы вы слышали, как она орала, говорила, что таких, как я, заклеймил недавно съезд КПСС, называла меня вертихвосткой и даже пособницей буржуазных спецслужб. Но если с вертихвосткой я согласна, то уж с пособницей никогда. Я даже за границей никогда не была. Как я могу быть пособницей? Я шел молча, вслушиваясь в диковинную речь лаборантки Ротовой. И вроде бы говорила она на том же самом русском языке, что и я. И вроде бы одета была, ну, почти так же, как одеваются современные мне женщины. Но ее речь была речью пришелицы из другой галактики. Кто такой, например, парторг? По звучанию кажется, какой-то монстр-мутант, сильный, но не опасный. Что за зверь-комсомол? Кажется, тоже что-то зоологическое, вроде моллюска, патологически крупного. А что такое генсек Черненко? И зачем во время его похорон устраивать траурный митинг? И главное, кого именно съест КПСС? Лидочка Ротова говорила без умолку. За тот час, что она пробиралась за мной между кочек, утыканных голыми кустиками багульника, я, казалось, узнал все о ее молодой и бестолковой жизни. О том, что один из ее кавалеров, Петюня, вернулся из Афгана. Что ее любимый актер Янковский. Что ее отец один из инженеров газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. И что это он устроил ее на работу в лабораторию. Что живет она в новом панельном доме с лифтом возле магазина радиотехника на втором этаже. И что ее старший брат Гена слушает Высоцкого и коллекционирует кассеты с его записями, которые он покупает у моряков, привозящих эти кассеты из-за рубежа. Причем покупает за какие-то чеки. И что она знает наизусть все песни Юрия Антонова, мне показалось, я смутно припоминаю такого певца, и по субботам ходит на дискотеку в дом офицеров. В доме офицеров хорошая дискотека, там всегда интересные мужчины. А у них в лаборатории мужчины так себе. Либо женатики, либо хлюпики. — Ну, а вас, кстати, как зовут? — вдруг спросила меня Лидочка Ротова. Кажется, это был первый вопрос, обращенный ко мне лично. — Комбат, без выражения, — сказал я. — Комбат — это имя или фамилия? — фамилия. — А вот есть такое животное, кажется, в Африке — вамбат. Это в честь него вас назвали? Я улыбнулся. Лидочка была глупая, но милая. Мой любимый тип. Она стояла в десяти метрах от меня, халат белый, чистый, никакой болотной жижи и не забрызган. Только личико блестит. Вспотело, что ли? Теперь, когда солнце поднялось повыше, я почти видел ее, так сказать, защитный кокон. Тот самый, что не дал моим пулям отведать ее нежной лаборантской плоти. Кокон по-особому преломлял свет, из-за чего казалось, что фигура Лидочки влита в некий кристалл. Кристалл прозрачнейший, чистейший и все же вносящий некоторую неуверенность в очертании предметов, которые находились внутри него или за ним. — А вообще вы не обижайтесь на меня. Комбат — хорошее имя, — извинительно пролепетал Лидочка. — Я в школе с одним парнем дружила, так его вообще калистратом звали, по паспорту. Он мне еще пластинку подарил, оркестр Поля Мореа. Дружить хотел. Я прохлопал момент, когда именно совсем перестал слушать ее рассказы. Как говорится, необязательно есть всю кучу говна, чтобы понять, что она однородна. Теперь мне было не до ухажеров, лаборант Керотовой. Мало по малому мы подошли к краю Касьяновых топий. Значит, относительно спокойной жизни. Знай себе, держись, тропы, да надейся на милости выдуманного деда Касьяна. Можно было сказать «до свидания». Теперь понадобится вся моя бдительность. Я слишком хорошо помнил, сколько человек погибло на так называемых огородах, которые отделяли Касьяновы топи от окрестностей армейских складов. Я, лично я, своими мозолистыми руками похоронил нахального барбитурата и шутника по кличке Шизик. Шизику оторвало башку трамплином, сначала подбросило, потом оторвало. А вот барбитурата, корешка моего скупщика Хуариса, закрутила роковым вихрем птичьей карусели. Мы с тополем были свидетелями того, как он летел, что твой йокарный орел у самых вершин деревьев, а затем со страшным, вынимающим кишки воплем рухнул на землю, уже безногий и безрукий. Огородами мы прозвали эту местность за... да, это не оригинально, за ее сходство со вскопанным, всецело готовым к посадке картофеля огородом. Коричневые ломтик глинозема, бурые комья земли, местами что-то вроде борозд. Кто копал этот безжизненный огородик и зачем, я, конечно, не знал. И узнать не особенно стремился. Меньше знаешь — крепче спишь. Но росли на огородах не фасоли-помидоры, а развесистые аномалии. А между прочим, благодаря этому калистрату, замечательному такому человеку, я как-то выиграла в лото. Раз гуляем с ним по парку, кушаем мороженое, как вдруг глядим киоск, там лотерейные билеты продаются. А он и говорит, давай я куплю тебе билетик. А я ему и говорю, давай. Купил он, значит, а билетик-то и выиграл. Сто рублей. Я на них себе пальто пошила с рукавом реглан, на хорошем импортном ватине. И тут меня словно за краешек души кто-то ногтем потрогал. Раньше я пугался, думал, безносое. А теперь знаю, таковы явления моей интуиции. Я остановился. Медленно выдохнул, вдохнул, огляделся. Ничего и никого. Разве что солнце за тучей спряталось, не желая, видимо, устраивать нам тут бабье лето. Я снял с пояса и включил детектор аномалий. И увидел впереди... Ну да, все правильно. Как и неделю назад, как и месяц тому, впереди, между двух приметных глиняных отвалов, затаилась мясорубка, чреватая смертоносным электрическим разрядом. Я обернулся и посмотрел на Лидочку хитрым глазком. Я-то мясорубку обойду. А вот с ней что будет? Лидочка тем временем в очередной раз призналась в любви певцу Юрию Антонову и, подкрепляя свои слова, запела «Море, море, мир бездонный, Пенный шелест, волн прибрежных, Над тобой встают, как зори, Над тобой встают, как зори, Наши юности, надежды». Надо сказать, голос у Лидочки был неплохим, высоким, чистым и, кажется, что тренированным. Такие голоса, если я ничего не путаю, специалисты зовут Сопрано. Пела она так искусно, что ваш комбат, которому еще в детстве медведь наступил на ухо, невольно заслушался и отпрыгнул в сторону от мясорубки на несколько секунд позже, чем приличествует опытному сталкеру. Заскучавшая мясорубка, как видно, давно никто не хаживал мимо, а жила. Из-за неимениям лучшего впилась в оказавшуюся совсем близко лидочку раскаленными шнурами сразу десятка голубых молний. Десятка! А ведь и одной хватит, чтобы насмерть изжарить средней упитанности носорога. Молнии, как щупальцы, окружили, обвели кокон мисс 86. Щедро засыпали его искрами и, покорячившись в диковинном танце с полминуты, с шипением иссякли, не причинив лидочке видимого вреда. Кокон, противостоящий этому смертельно опасному безобразию, мерцал перемежающимися рубиновыми и синими вспышками, так что со стороны казалось, будто включилась мигалка милицейской машины. Что за нафиг? Вывалив от удивления челюсть, я наблюдал за этим странным физическим процессом из удаленной на десяток метров и, к счастью, вполне безопасной глубокой борозды. Наконец мясорубка разрядилась, и местность вновь приобрела более-менее безопасный среднерусский вид. Кокон прекратил мерцать, а его счастливая обладательница стала похожей на заблудившуюся девчонку, на красную шапочку, которая десять лет спустя после истории с бабушкой и волком решила сходить в тот самый лес. Она посмотрела на меня озорно, и даже, я бы сказал, игриво, и прокричала, «Девчонка-комсомолка не боится волка?» «Не боится?» «Вот и славненько». «Ну, а вы чего спрятались, комбат?» спросила Лидочка с недоуменным выражением лица. «Идите сюда, без вас скучно». «Все в порядке. Я сейчас», — выдавил я, из пересохшей гортани. И мы, как ни в чем не бывало, пошли дальше. Время от времени я метал в Лидочку подозрительные, естествоиспытательские взгляды. Мне показалось, после мясорубки лаборантка Ротова стала меньше ростом. Ненамного меньше. Сантиметров на десять. Но, конечно, дать руку на отсечение, что так и было, я не могу. Линейку-то я к ней не прикладывал. А вот в том, что тембр голоса у нее изменился, я готов поклясться. Когда она дошла до припева своей милой сентиментальной песни, я понял, что теперь ее голос никакой не сопрано, а вовсе даже альт, или как там его зовут музыканты. «Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не та, но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта». Сепловато горланила Лидочка Ротова, размахивая своей на маникюренной ручкой Влад музыкальным фразам. «А эту песню кто поет?» спросил я, минут через пятнадцать, чтобы не молчать. «А вы что, действительно не знаете?» неподдельно удивилась Лидочка. «Откуда мне?» «У нас даже радио нет». «Так вы все-таки из милиции?» Лидочка обрадованно всплеснула руками. А минут через десять я своими глазами наблюдал, как Лидочка совершенно беспроблемно миновала жарку. Жарку! И даром, что температура в фокусе горения жарки тысяча пятьсот по кельвину. Моей мисс восемьдесят шесть, все эти кельвины были до фени. На этот раз на тембре ее голоса все это нисколечко не сказалось. Даже прическу не повредило. Разве что кокон приобрел неустранимые изумрудные свечения. Еще по нему время от времени пробегали малиновые искры и какие-то резвые, похожие на ожившую спираль лампы накаливания, ослепительно желтые червячки. Когда я уже мысленно смирился с тем, что эта музыка будет вечной, в смысле, что Лидочка будет идти за мной, до самого стеклянного дуба, оглашая угрюмые леса с обеих сторон окружающие огороды хитами певца Антонова, Лидочка угодила в воронку. Я, спасибо моему продвинутому датчику аномалий ядринической цены, обнаружил ее метров за семьдесят. Приблизившись, заметил я также ошметки кабанчика, а через пару шагов и само темное пятно, которое всегда выдает центр этой гнусной аномалии. К этому времени датчик аномалий выдал еще три воронки, которые располагались левее первой. Как говорится, видно там у них гнездо. Гаечки я решил не бросать. Дескать, суду все ясно. Вы, Лидочка, идите вперед, а мне надо... Отстать, сказал я, внезапно сворачивая. А зачем с какой-то странной печалью во взгляде поинтересовалась Лидочка? Надо связаться по рации с начальством, передать секретную информацию. Да вы идите, идите вперед. Не бойтесь, я догоню. Я и впрямь был уверен, что догоню. Я уже привык, что из всех передряг моя мисс восемьдесят шесть выходит невредимый и вроде как даже посвежевший. Откуда мне было знать, что стоит Лидочкиной ножки ступить на край воронки, как... В общем, почуяв Лидочку, воронка словно взбесилась. Втянула в воздух с такой силой, что я был готов поклясться. К ней подались вершины самых дальних осин. И представьте себе, мощь, которая легко ломает даже самые толстые человеческие кости и спрессовывает человеческие тела в этакие окровавленные болванки, сумела сладить и со странным кросс-темпоральным сгустком, который являла собой моя новая знакомая. По крайней мере, Лидочкин кокон скукожился и, помедлив секунду, точно пытался оказать сопротивление, провалился под землю. Все это было бы похоже на то, как труба пылесоса засасывает облачко дыма, если бы не крик. Да, из-под земли послышался девичий крик, от которого кровь стыла в жилах. И в какой-то миг мне даже стало совестно, как я мог, почему не предупредил, и все такое. Затем случилось неожиданное. Воронка вдруг выплюнула кокон с Лидочкой, как малыш выплевывает невкусную кашу. Но отнюдь не та воронка, в которую Лидочка угодила, а соседняя, вторая по счету. Несколько секунд мисс восемьдесят шесть парила над эпицентром соседней воронки, глядя на меня своими карями, исполненными доисторического ужаса глазами. — Комбат, там внутри, жуть какая-то, непонятные вихри, — кричала растрепанная Лидочка, промакивая платочком щеки и лоб. Она отбивалась от какого-то невидимого врага при помощи своей коричневой сумочки на длинном ремешке, и, по-видимому, вспотела. Еще мгновение, и теперь уже эта вторая воронка повторила свое засасывающее усилие, которое на научном языке именуется взрывным гравитационным коллапсом. Раздалось громкое шипение, и соблазнительная большегрудая фигурка лаборантки Ротовой вновь провалилась под землю. Стало тихо. Еще минут пять я стоял недвижимый в надежде, что Лидочка вот-вот вернется. Небось, из третьей воронки вылетит, ракетой. Черный сталкер милостив. А вдруг он помогает не только людям, но и блуждающим, человекоподобным аномалиям. Но Лидочки не было. Пожалуй, я даже расстроился. Если бы мне сказали, что каких-то полтора часа назад в сердце Касьяновых топий я разрядил в эту же самую девушку два магазина Калашникова, я бы не поверил. Вот что делают с мужчинами печальные женские песни. Глава третья. Стеклянный дуб. Огороды остались позади. Теперь я шел к стеклянному дубу, где планировал добыть артефакт «Ведьмина коса». Каковой артефакт являлся главной целью моего путешествия. Было около четырех часов дня. Из-за Лидочки я сильно выбился из графика. Я брел кое-как, переставляя свинцовой от усталости ноги, и размышлял вот о чем. А что, если я встретил своеобразную небиологическую копию, снятую природой с некоего вполне биологического оригинала, так сказать, призрак Лидочки, дублирующий Лидочку обычную? А что, если оригинал жив и по сей день? Жив и прозывается, например, Лидией Федоровной. Да, она теперь старенькая. Да, бабушка уже. У нее внук или, допустим, внучка с двумя крысиными косичками. Да, ее красивое узкое лицо уже не такое красивое, а кожа покрыта морщинами и старческими пятнами. Но ведь может же быть, что она настоящая Лидочка жива? Почему бы тогда не отыскать ее? Выпили бы с бабулькой кофе, поболтали, рассказал бы ей про эту странную встречу в сердце Касьяновых топий, а может, лучше и не рассказывать, к чему это еще, а просто разузнать, чем там кончился тот дивный день рождения Алеши Матвеева с ночным костром посреди леса, усыпанного первоцветами. Успели ты их вместе с лабораторией какой-то там диагностики эвакуировать, когда реактор в первый раз рванул. А в тот день, 25 апреля, чем все кончилось? Ведь наверняка допили Портвейн и благополучненько вернулись из лесу в свою Припять на Волге Валера Зиновьева все вместе. А вдруг не вернулись? Или не все вместе? А что, если мисс 86 с той ночи больше никто не видел? А вдруг это и был истинный конец пропавшей тогда, в 1986 году, миловидной девушке с прической Паш, чьей-то невесты, чьей-то дочери и сестры, чьей-то несостоявшейся матери. Но потом думать об этом мне надоело. И я выбросил воспоминания о прелестных ножках и загнутых ресницах мисс 86, как выбрасывают надоевший и потерявший вкус катышек жевательной резинки. Впереди серела поросшая мхом обрушенная кирпичная кладка. Это значило совсем близко моя цель стеклянный дуб, где ждет меня ведьмина коса, ценою в киль от яхты моей мечты. Стеклянный дуб — это достопримечательность, которую наш брат-сталкер водит особенно богатых туристов. Посмотреть тут и впрямь есть на что. Посреди пустоши, покрытой мягкой белой субстанцией, на ощупь напоминающей горячий асфальт, стоит могучий и раскидистый дуб, точнее, объект, который раньше был дубом, древесиной и листья которого превратилось в нечто вроде стекла. Не стекла, конечно, но чего-то столь же прозрачного и хрупкого. Дуб из нормального превратился в стеклянный уже на моей памяти лет пять назад. Одна из ноябрьских ночей выдалась особенно бурной. С вечерних сумерек и до самого утра над зоной сверкали зеленые молнии, сталкивались черные тучи и земля ходила ходуном. Разумеется, вся сетка аномалии поползла, где-то стало безопасно, а где-то наоборот. Натоптанные тропы покрылись мясорубками и зыбьями. Ночевавшие на армейских складах сталкеры видели, как над одиноко стоящим дубом прошел диковинный светящийся снег. Наутро они обнаружили, что дуб стал стеклянным. Трое из четверых обнаруживших, к слову, там же и умерли. Под дубом. Понятное дело, подобная антиреклама надолго отвадила от стеклянного дуба всех благоразумных сталкеров. Но потом народ в то недоброе место постепенно повадился. Артефакты там порой заводились знатные. Несчастного штекера я увидел сразу же. Он лежал у самых корней, широко раскинув руки. На нем был защитный костюм Берел. Хороший костюм. Надежный, крепкий, не особо тяжелый. И, кстати, великолепно защищает от стрелкового оружия. Вот от аномальных воздействий посредственно. Рядом со штекером валялась английская штурмовая винтовка Л-85. Я лично ничего не понимаю, какой смысл вооружаться таким дорогим импортным оружием. Сам я прекрасно обхожусь Калашниковым. Но штекер был новичком в самостоятельном хождении по зоне и, я думаю, хотел производить неизгладимое впечатление. В первую голову, как обычно, на самого себя, а во вторую, я думаю, на бандитов и мародеров. Рюкзака штекера я с такого расстояния разглядеть не мог, но был уверен, что штекер лежит на нем. Этот-то рюкзак и был мне нужен. Точнее, не сам рюкзак, а контейнер для артефактов, который находился в нем. Когда я сказал, что иду добывать ведьмину косу, я немножечко слукавил. Добывать это значит находить и собирать артефакты в зоне. А я собирался лишь забрать ведьмину косу из контейнера погибшего сталкера. Это другим словом называется не знаю точно каким. Может, экспроприация, а может, мародерство. Не спрашивайте, собирался ли я хранить погибшего штекера, потому что не собирался. За этой ведьминой косой я пришел не просто так, а потому что меня попросил Хуарес, авторитетный человек в тусовке, владелец бара Лейка, скупщик Хабара, а заодно и мой приятель. Недалее, как вчера, он поставил мне бокал отменного мексиканского Йорша, и, дождавшись, пока я вылыкаю его весь и приду в веселое расположение духа, нашептал мне в ухо такую вот историю. Тут комбат дела секретное есть. Касается штекера, помнишь такого? Хорошо, что помнишь. Ему приятно будет. Грабанулся он сегодня под стеклянным дубом. Откуда знаю? Не спрашивай, не твоего ума дело. А почему грабанулся, я сам без понятия. Знаю только, что при нем ведьмина коса, отменная, витков на сто двадцать, а то и все сто пятьдесят. Ого, вот именно что, ого. И штекер, видать, думал, что, ого, от радости совсем бдительность потерял. В общем, лежит теперь штекер возле стеклянного дуба. В контейнере у него коса, и было бы жутко мило с твоей стороны, если бы ты мне эту цацу принес. Сколько, сколько? Да ты охренел, комбат, охренел. Режешь без ножа. Ну да ладно. Хорошо, что согласен. Пусть будет по-твоему. Только отправляйся завтра же, время дорого, а то сожрет штекера какая-нибудь загульная плоть вместе со всем хабаром. И я отправился. Меня не смутило, что я так и не дознался у Хуареса, откуда он спустя всего несколько часов узнал о смерти штекера. Я подумал, что кто-то из шедших мимо снял со штекера ПДА и отнес Хуаресу, а тот уже, расшифровав последние логи и видеозаписи, понял, что за счет покойничка можно неплохо поживиться. Однако оставалось неясным, отчего этот кто-то поленился осмотреть контейнер для артефактов. Может, был о штекере такого низкого мнения, что и представить себе не мог, что в контейнере у того может лежать нечто ценное? Ступая по мягкой белесой массе, окружавшей стеклянный дуб, я приблизился к трупу шагов на 60. Я готовился сократить расстояние до 59 шагов и уже занес ногу, как из-за необхватного стола дуба появился припять кабан, наглое и опасное животное килограммов 800 весом. Мазнув по мне тяжелым равнодушным взглядом нелюбимого сына природы, припять кабан деловито направился к телу штекера и даже не дав себе труда обнюхать его, отхватил сразу несколько пальцев с правой руки трупа прямо вместе с перчаткой. Такое поведение мутанта шокировало даже видавшего вида комбата. Совсем стыд потеряли. Скоро от голода пули в полете хватать начнут. Пошел вон, гаркнул я и притопнул ногой. Не смейтесь, зачастую этого хватает. Животина тоже не дура или, скажем, не всегда дура. Иногда бывает и прислушается к голосу разума. А у меня патроны тоже не казенные, на всякую мелочь я их тратить не люблю. Кабан и ухом не повел. Быстро проглотив пальцы вместе с перчаткой, кабан подобрался к голове павшего сталкера. Он широко раззявил свою бородавчатую пасть с желтыми клыками и вцепился в лицо покойного. Это было последней каплей. Хоронить штекера я, конечно, не собирался, но надругаться над телом коллеги в моем присутствии это уже слишком. Я снял калашников с предохранителя и полоснул очередью по нижнему стеклянного дуба. Почему я не выстрелил в кабана? Очень просто. Если его ранить, пути назад уже точно не будет. Придется воевать с подранком до победного. А припять кабаны феноменально живучи и чем тяжелее нанесенная им рана, тем яростнее они атакуют обидчика. Во все стороны со звоном брызнуло стеклянное крошево. На спину кабана упали несколько острых осколков, похожих на сосульки. Голову даю на отсечение девять из десяти мутантов испугались бы и дали дёру. Но этот бродяга, как видно, был серьезно настроен поесть. Вместо того, чтобы ускакать в кусты, он энергично перемахнул через труп и на рысях направился ко мне. «Ах ты, сучка!» в сердцах воскликнул я. Проявив легкомысленную самоуверенность, я выстрелил в него от бедра, не целясь. Отчего-то я был уверен, что теперь-то он точно испугается. «Куда там?» За несколько секунд монстру удалось сократить расстояние между нами до тридцати шагов. Прицелившись уже как следует, я нажал на спусковой крючок. Я был уверен, что хлесткая очередь положит конец этому затянувшемуся эпизоду, достойному комедийного сериала «Идиоты на охоте». Но мой автомат дернулся лишь дважды и умолк. «Что за напасть?» Наработанным за годы движением отделив магазин, я наградил его недоуменным взглядом. Магазин был пуст. «Трахте, бедох!» Здорово же заморочило мне башку это мисс восемьдесят шесть. Кабан тем временем приблизился на расстояние броска. Я уже видел себя разорванным от паха до сонной артерии мощными серпами смертоносных клыков тваря, когда моя левая рука, гюрзой метнувшись под мышку, выхватила пистолет «Хай Пауэр» — отменное оружие с мощнейшим боевым припасом, полностью отвечающим названию ствола. «Хай Пауэр» я ношу с собой на самый крайний случай, в повседневности обходясь старым добрым Стечкиным и бессменным Калашниковым нормального калибра семь шестьдесят два. Однако же вот он самый крайний случай. Кабан уже со свистом рассекал воздух, вытянув перед собой свои покрытые радиоактивной грязью мохнатые ноги, и злобно сузив глаза, когда из «Хай Пауэра» одна за одной выпорхнули девять самодельных разрывных пуль. Восемь из них встретились с целью, снеся мутанту половину черепа. Белая асфальтоподобная масса под стеклянным дубом окрасилась бурым и алом. Да и сам я стал похож на ходячую рекламу кетчупа «Синьор Помидор». Практически обезглавленная туша плюхнулась на земь лишь в метре от моих ног, но сердце мутанта продолжало биться, выталкивая из шейной артерии последние литры дурной крови, и лишь когда этот адский фонтан заглох, у меня на душе полегчало. «Ну вот, штекер, теперь можешь лежать спокойно», сказал я в пространство. Любопытство меня когда-нибудь погубит. На попытке установить причину смерти бедняги штекера я потратил добрых десять минут. Огнестрельных или колотых ранений на сталкере не было. Следов зубов и когтей, не считая свежих кабаньях, тоже. Совсем не похоже было, чтобы его хотя бы зацепила какая-нибудь птичья карусель, которая любит сползаться к стеклянному дубу. Да и гравиоконцентрат тут был явно ни при чем. Поражение внутренних органов жгучим пухом, большой дозы радона или радиоактивной пыли, химическое отравление. Чтобы доискаться до истины, я даже не побрезговал раздеть штекера до пояса. Тут мне очень пригодился мой верный противогаз циклон-10. Без него возиться с двухдневным трупом то еще удовольствие. И не зря. На спине штекера вдоль позвоночника шли синие пятна. Что мне это дало? Откровенно говоря, ничего. Что за аномалия оставляет синие пятна, я не знал. Меж тем, когда я раздевал труп, из нагрудного кармана выпал ПДА бедолаги. Вот это был натуральный сюрприз, потому что я, как уже говорилось, был уверен, что о ведьминой косе, добытой штекером, Хуарес узнал, расшифровав записи ПДА погибшего. А ПДА этот ему принес некто, обнаруживший труп, тот самый некто, который поленился посмотреть в контейнер для Хабара, проявив тем самым чудеса нелогичности. Ну, а так, с оставшимся на теле штекера ПДА эта нелогичность снималась, конечно, зато появлялась другая. Откуда Хуарес знал? Кругом одни загадки, понимаешь, но думать мне о них пока было не досуг, потому что меня кровно интересовал Хабар покойного. Хабар лежал в контейнере, а крышка контейнера так плотно притерлась, что ни в какую не хотела открываться. Наконец, я ее нагрел и открыл. О, да, ведьмина коса, вожделенная цель моего путешествия была на месте, причем штекер запеленал ее по всем правилам сталкерского искусства в два слоя изоляции и поместил в фарфоровый стакан, чтобы она не начала разряжаться раньше времени. Я видел в своей жизни немало артефактов данного класса, и удивить меня было трудно, но эта ведьмина коса была в своем роде выдающейся, витков на сто восемьдесят не меньше, и каждая ее проволочка источала свое собственное золотистое сияньице. Я переложил косу к себе и с интересом поглядел в контейнер штекера. Что ж, последний день несчастного был, похоже, урожайным. Помимо косы, бедолага добыл два каменных цветка, золотую рыбку и даже бенгальский огонь. Все это я тоже беззастенчиво присвоил. Пора было уносить от стеклянного дуба ноги, что-то уж больно долго я топтался на этой аморфной белой лепешке. Ступая в свои собственные следы, я думал вот о чем. А вдруг ПДА штекера сам стучал на своего хозяина. Вдруг кто-то подсадил ему такого червя. И ПДА в фоновом режиме потихоньку сообщал внешнему абоненту о перемещениях штекера и о его хабаре. А что если этот кто-то мой приятель Хуарес? И главное, а что если в моем собственном ПДА сидит такой же точно червь? Поразмыслив, кого бы привлечь в качестве независимого эксперта, я остановился на лодочнике. Это был сумасшедший сукин сын, промышлявший особо дерзкими и, само собой, совершенно противозаконными пересечениями периметра. Я лично его услугами пользовался редко, душила жаба, но по научно-технической части всегда ходил к нему советоваться. Головастый он, страсть. Отойдя от дуба на полсотни шагов, я обернулся. Тело штекера резко выделялось на фоне ровной белой поверхности. Дальше, метрах в трехстах, я заметил движение. Присмотревшись, увидел стаю слепых собак, которая направлялась к стеклянному дубу. Они явно подчуяли сталкерский труп, а может, и это скорее, свежую кровь кабана, что, впрочем, не отменяло того факта, что съеден будет не только кабан, но и штекер. Ну вот, только с кабаном разобрался, как теперь эти собаки. Впрочем, что тут поделаешь? Такая в зоне жизнь. Или смерть. Хрен разберешь. Глава четвертая Утро Сталкера Вертолеты я услышал в 4.35 утра. Подбитые кевларом стены моего схрона исказили характерный рокот вертушек, и в первую секунду мне почудилось, что я слышу бормотание блуждающей псевдоплоти. Я вскинулся, сжимая влажную сталь своего верного калаша. Нет, не псевдоплоти, точно. Два борта, судя по звуку, не меньше двух, шли где-то к северо-западу от моего схрона сквозь ночь. Высота? Высота, я бы сказал, не больше пятисот метров, то есть, согласно нормативам, минимально допустимая. Тип машины? Тут, возможно, варианты, но, скорее всего, боевые вертолеты аллигаторы или скайфоксы. Конечно, похожий звук могла издавать и снявшаяся с места особо крупная птичья карусель, и, возможно, при выполнении ряда условий даже дрейфующая воронка. Но вот, чтобы именно особо крупная птичья карусель, да и воронка, если верить вчерашнему прогнозу аномалии, разосланному на ПДА синоптиком, они должны были спокойно сидеть на своих местах, а не гастролировать по зоне с мюзиклом «Припятские аллигаторы». Странно, подумал я, и более чем странно. Ночью, над зоной, вертолеты. Это кто тут у нас такой смелый? Какой-то армейский или научный шишки не спалось до такой степени, что на ночь глядя были подняты две машины и как минимум пятерка военных сталкеров для эскорта. Это же как надо себя не любить. Как верить в карты зоны, в детекторы аномалий, в свою счастливую звезду, в конце концов. Ну, предположим, хорошо, вам не страшно, и что? Куда вы направляетесь? В шестую лабораторию? В Т-лагерь? А днем проделать то же самое уже никак? Впрочем, меня так вымотала мисс 86, что силы настроения по-настоящему удивляться у меня не было. Я проверил детектор движения, вроде все чистое. Ни Припять кабан не шатался поблизости, ни кровосос меня не учуял. Ну, а если бы учуял? Ничего, нашлись бы у меня для него аргументы, ой, нашлись. Проверил, перевернулся на другой бок, устроил поудобнее под головой рюкзак и сразу же отключился. Что мне до вертолетов? Лишь бы им не было дело до меня. Сталкер, он как крестьянин. Если не встал за полчаса до восхода солнца, то день, считай, пропал. Да и в земле подчас нашему брату поковыряться приходится мама, не горюй. В каждом схроне у меня по саперной лопатке хранится. Есть такой артефакт, достаточно ценный, бесов корень, так он только под землей и встречается. Вот и тем утром в 5.15 я был уже на ногах. Первым делом быстрый взгляд на автомат и на детектор движения. Вторым делом проверка ПДА. А под чтение электронной почты что? Правильно, кофеек хорошо идет. Вообще-то горелку я из рюкзака никогда не выкладываю, как и баллончик к ней, само собой. Но приготовление пищи на горелке имеет свои минусы. Например, давно подмечено, что даже крошечный огонек привлекает крыс. Здешних крыс, мутантов, разумеется. Те это крысы, которые за периметром в нормальном, пока, мире открытым пламенем не интересуются. Но подобранная вчера за огородами пригоршня вертячик обещала мне приготовление кофе без всякой горелки. То есть крысы что? Крысы отдыхают. Вплоть до особых, как говорится, распоряжений. Вертячки это почти те же клюковки, только безопасные. Воду после них пить можно. Иногда она даже вкуснее делается. Я достал стальную кружку с трафаретным логотипом клана «Долг». Никакого отношения к долгу я не имею, просто сувенир друзья подарили. Положил в нее три ложки молотого кофе, три ложки сахара. Из фляжки налил воды до середины, поставил кружку у ног. Потом полез карман-брюк достал пластмассовый цилиндрик из-под аспирина, вытащил пробку, заглянул внутрь, там, как и следовало ожидать, перекатывались синие кристаллики вертячек. Многие сталкеры, и я в том числе, используют флакончики из-под лекарств для безопасного и малоценного хабара. Вертячки, несомненно, были и малоценны, и безопасны. Как сказал бы Тополь, потому и малоценно, что безопасны. Зависимость тут простая. Чем артефакты зловредней и смертоносней, тем с большей легкостью агенты оружейных корпораций готовы платить за них шестизначные суммы. Я подцепил одну вертячку ногтем, вытащил ее из цилиндрика. Полюбовался идеальной осевой симметрии темно-синего блестящего восьмигранника размером с пшеничное зернышко и отпустил артефакту щелбан. С первого раза инициировать вертячку не удалось. Пришлось щелкнуть по ней еще пару раз. Наконец раздалось тихое шипение и по поверхности кристаллического артефакта побежали красные и белые полосы. Поэтому, кстати, сказать, второе название вертячек «Триколор» в честь российского флага. Я бросил вертячку в кружку с логотипом «Долго». Артефакт сразу же ушел на дно, затем стремительно всплыл и принялся носиться по поверхности воды, как угорелый. Не дать не взять блестящий жучок вертячка. Спустя несколько секунд вода в кружке закипела. За полминуты мой кофе был готов. Оставалось выловить и выбросить отработавшую вертячку. Подобным расточительством я наказал себя на пять единиц, но ни капли не жалел об этом. Зоны не любят жматов. Хозяева зоны не любят жматов. А уж я как их не люблю. Итак, кофе, электронная почта на ПДА, баночка завтрака туриста, ежевичный джем. А вы что думали? У хорошего сталкера только так. Это плохой сталкер встречает утро, вцепившись обеими руками в штурмовой карабин М4 с расстрелянным магазином, лежа на брюхе посреди вонючей жижи, обложенной со всех сторон мясорубками, прихваченной за штанину жадинкой, трижды обделавшейся от страха, выслеженной слепыми псами и бандюками из клана слизни. А хороший сталкер, он всегда в комфорте, потому что головой думает и в такие передряги не попадает. Пока позволяют условия, конечно. Допивая остатки кофе, я выбрался из схрона на свежий воздух. Оглядеться и прислушаться. Огляделся. Прислушался. Сыро, туманно, холодно. И тихо, как в желудке у псевдоплоти. Там и правда тихо. Кстати, мне один знакомый некробиотик по имени Трофим говорил и даже объяснял, почему. В левой руке я держал, ясное дело, кружку, в правой надкушенную грушу. Вот так, совершенно беспафосно и негероически. Если бы за мной сейчас следил шибко борзой следопыт из монолита, то он бы наверняка прошипел себе под нос совсем радиоактивное мясо сдурело. Под радиоактивным мясом он, само собой, разумел бы меня. Стоять вот так с чашкой кофе, без оружия, посреди кишащего кровососами и припетскими кабанами елкиного леса, это надо быть либо очень глупым, либо очень сильным. Ну, как сильным? Например, как хозяева зоны, либо очень умным. Очень умный это про меня, если что. За поясом у меня был заткнут и курткой сверху прикрыт мой фаворит автоматический пистолет Стечкина, он же АПС. В лифчике разгрузки, тоже укрывшемся под курткой, я имел две гранаты РГД, как привык одну в осколочной рубашке, другую без. Наконец, при мне был американский траншейный нож образца 1917 года. Да-да, тот самый, который Мак Нерри с рукоятью кастетом и неподражаемой формой лезвия. Между прочим, у меня этих траншейных ножей когда-то два было, но один я сломал при весьма неромантических обстоятельствах, так что осталось у меня от него только рукоять кастет, который я, кстати, использую как кастет, если что. А вот автомата, да, автомата при мне в ту минуту не было. Не в последнюю очередь, потому что, если бы за ночь перед выходом из схрона успели сгуститься необнаружимые детекторами аномалии электроприма, такой массивный кусок железа, как АК-47 в моих руках мог вызвать стекание разряда. Ну и в общем-то все. То есть совсем все. Утро туманное, утро седое, промычал я, переводя взгляд с одной мины на другую. Мины, конечно, были мной вчера вечером, при установке замаскированы, но не идеально. Я старался ставить мины так, чтобы подходящие объекты на местности закрывали их от наблюдения извне, но чтобы мне от входа в схрон мины оставались заметны по тому или иному признаку. Это существенно ускоряло и упрощало их деактивацию. Итак, северная мина сенсор, вот она, стоит, голубушка, под трухлявым пнем, как стойкий оловянный солдатик на посту. Восточная мина где? Вот, восточная мина, я ее с трех сторон аккуратно обложил лапником и сверху хвоей присыпал. А южная мина? Южная, южная, ага, вот и южная. Ну, а западная? А вот и западная мина, похоже, того. Там, где я вчера на ночь глядя выставил западную мину, было пусто, абсолютно пусто, разве только пара пригрышней черной земли поверх бледного лиственного перегноя, там, где, по моему разумению, никакой земли быть не должно бы. я прострелил директрису на место исчезновения западной мины парой гаечек, вроде как чисто, не забывая откусывать от груши, пошел туда, на место загадочной пропажи. Исчезла не только мина, но и огромный мутантный подосиновик, покрытый густой рыжей шерстью. Когда я вчера устанавливал под ним мину, он глухо зарычал и попробовал укусить меня за руку, но я не придал этому особого значения. Редко ли в зыб воронках растения перемешиваются с животными? И мало ли после этого споры семян с двойным, а то и тройным коктейлем геномов разлетаются по зоне после истощения этих короткоживущих аномалий? Надо было, конечно, сообразить, что мне попался гриб с генами лисицы, а лисицы, они ведь норы роют. Учитывая размеры гриба-мутанта, ему, пожалуй, по силам было утащить мою мину с собой под землю. Оставался, конечно, вопрос, почему, так сказать, не работает радио, то есть, почему моя мина не заверещала о том, что ее крадут, а ведь должна была, и уж тем более, почему она на худой конец не взорвалась? Ладно, не взорвалась и не взорвалась. Может, оно и к лучшему, зачем добро портить? Скажу вот сейчас, за саперной лопаткой, есть еще все шансы лиса-гриб догнать. Все-таки это в основном гриб, а не лиса. Думаю, метр на полтора он уйти успел, не больше. Но какой же я все-таки балбес. Не о том надо было думать, как мину разыскать, а о кое-чем другом. Если гриб украл мину, значит, в моем персональном охранном периметре образовалась дыра, заходи вся, кто хочет. Ведь четыре мины, это четыре всевидящих глаза, четыре всеслышащих уха, четыре искусственных носа газонализатора, которым позавидует собака-ящейка. Даже кровосос, вдоволь насосавшись энергии из пятен радиоактивного заражения и сделавшись невидимым, не пройдет мимо них. В оптическом спектре он, конечно, не видим, но сенсоры на минах ох, какие хорошие. Но теперь западной мина не было. Если она исчезла ночью, значит, перед рассветом этой дыркой мог воспользоваться тычок в плечо, которому позавидовал бы Ивалуев сын, сбил меня с ног. Я еще ничего не сообразил, мой мозг не успел обработать хлынувшую бурным потоком информацию, а рефлексы сработали четко. Я швырнул в том направлении, откуда получил удар, кружку с логотипом долго. Ну а правая моя рука, распрощавшись с надкушенной грушей, метнулась за пояс к Стечкину. Итак, я атакован кровососом, спрыгнувшим на меня с моей любимой желтой опоры Лэп. Это я, конечно, сообразил мгновенно, еще до того, как бросил взгляд через плечо. Я атакован кровососом, но почему-то еще жив. Значит, с мутантом что-то сильно не в порядке. Это я тоже сообразил. Нападение кровососа хороший стимулятор и для мышц, и для аналитических способностей мозга. А потому мне в момент стало ясно еще кое-что. Именно грипп-мутант, похитив южную мину, открыл кровососу дверь в моем охранном контуре. Вопрос лишь, случайность то была или часть чьего-то плана. С этими минами вот какое дело. Называются они МОН-5МС, что, как вы уже догадались, означает мины, осколочные, направленного действия, 5-килограммовые, многоцелевые, сенсорные. Конкретно эти МОН-ки с маркировкой МС имеют двойное назначение. Это не только мины, но и весьма изощренные датчики движения, работающие на четырех независимых физических принципах. У каждой мины есть интерфейс обмена информацией с внешним абонентом. Грубо говоря, она может автоматически позвонить своему хозяину на ПДА и сказать «Привет, я твоя МОН-ка. Тут мимо козел какой-то идет, на зомби похожий. Мне взрываться? Да? Нет? Когда? Сейчас? Потом? Окей. Отмена?» Это, конечно, если ее запрограммировать на общение. Можно программировать проще. Взрываться по датчику и никаких гвоздей. Тогда подрыв полутора килограммов пентрита отправит в гиперзвуковой полет два вида убойных элементов общим весом 3 кило. Это будут, во-первых, оперенные стрелки из карбидов альфрама. Их энергии достаточно, чтобы прошить борт любой модной бронемашины, хоть американского Дира, хоть немецкой Лухс-3. И уж подавно прытие карбид вальфрамовых стрелок хватает на то, чтобы вскрыть панцирь любого монстра зоны, не исключая и химеры, искупавшейся в аномалии свинцовое колесо. Второй тип осколков насечка стальных прутков, имеющих чудовищное останавливающее действие. Про такие говорят, что они не только бегемота на жопу посадят, но и слона на спину опрокинут. На монстров зоны такие осколки воздействуют душевно, разрывают пополам, отрывают конечности, вбивают голову в тазовую кость и все прочее в таком духе. При этом все убойные элементы летят строго в конусе 60 градусов. Что это означает? Что мина взрывается вовсе не так, как привыкли видеть в кино гражданские, словно бочка с бензином и с разбросом осколков куда придется, а срабатывает она скорее как гигантский сверхмощный дробовик, вроде любимого многими сталкерами Чейзера 13. Чтобы оборудовать безопасный ночлег, требуется не меньше четырех монок, желательно конечно пять, и я сейчас объясню почему. Каждую монку программируем на сенсорно-охранный режим, чтобы она первым делом подняла тревогу, а вторым делом запросила разрешение на подрыв. Четыре мины мы ставим в вершинах квадрата, в центре которого будет мирно посапывать наше радиоактивное мясо, то есть сталкер. Наконец, пятую мину ставим тыльной стороной ко входу в свое убежище и спим спокойно, потому что эта пятая мина гарантирует нам, что даже если химеры нападут парой, то вторая будет разорвана к орбит вольфрамовым смерчем прямо у входа в наше человечье логово. Пятая мина, увы, не захотела просыпаться вчера при активации, ее пришлось сунуть в рюкзак. Потащу ее к нашему бармену Любомиру, пусть полечит. Дорогая зараза, жалко просто так выбрасывать. Ладно, так вот кровосос. Уверен, что все заинтересованные лица видели кровососа хотя бы на фотографии. Видели? Ну и отлично, потому что если кто-то не видел, его бледный словесный портрет моего кустарного изготовления вряд ли будет полезен. Скажу лишь, что кровосос это прямоходящий мутант человеческого роста с удлиненными верхними конечностями и отвратительно переродившимся ротовым аппаратом. Щелки, губы, подбородок кровососа превращены в четыре щупальца, при помощи которых он и осуществляет свое ферменное кровососание. Сталкера средней упитанности он может высосать до донца, до последних капель крови и лимфы секунд за семь. Вот такой умелец. А еще кровосос умеет становиться невидимым в прямом физическом смысле. Правда, это если ему энергии хватает, а хватает ее далеко не всегда. Но атаковавшему меня кровососу энергии как раз хватало, и был он гаденыш, совершенно невидим. Но это он думает, что невидим. Я-то его хотя и не видел воочию, но, к счастью, имел возможность взять пеленг на тварь по шевелению лиственных хвойной подложки елкина леса. Понимая, что второго шанса может не представиться, я выпустил в кровососы всю обойму Стечкина, двадцать патронов. Увы, Стечкин это Стечкин. У него много сильных сторон, но есть и слабые, например, останавливающие действия пуль невелико, не позавидует и Макаров. Стрелял я, естественно, с рук, не пристегивая кобуру приклад, поэтому кровосос получил хорошо, если треть очереди. Этого, впрочем, оказалось достаточно, чтобы секунды на полторы его придержать, а я, само собой, увеличил расстояние с тварью на два прыжка. Естественно, я спасался от острых, как мой траншейный нож когтей кровососа, и не особо заботился о том, что попадаю в поле зрения датчиков моей западной мины. Мина меня обнаружила и немедленно звякнула на ПДА. ПДА мелко затрясся и сдал противный громкий скрип. Это у меня такой рингтон, минная тревога, стилизован под скрип дерева в лесу или, если угодно, половой доски в заброшенном доме, в целях, так сказать, звуковой маскировки. ПДА я, дочитав почту, машинально положил в карман куртки, когда пошел на улицу допивать кофе. Как показали события дальнейшей минуты, сделал я это очень предусмотрительно. Итак, мина меня обнаружила и, наблюдая меня строго по оси разлета осколков, спросила, а не взорваться ли мне? Я, конечно же, предпочел не искушать судьбу и убрался из поля зрения датчиков мины, набегу, извлекая ПДА из кармана левой рукой. Вправо я по-прежнему держал стечкин, увы, теперь уже без патронов, чтобы оказаться на том месте, где я стоял только что, кровососу хватило одного прыжка. Спасибо, он хоть телевитировать не умеет. Всем своим нешуточным весом мутант ударил озимь, выбросив черный фонтан почвы. Но сейчас взорвусь вообще, не отвечаю за себя вообще, забилась в истерике мина, приняв сообщение от сейсмодатчика. А и пожалуйста, сказал я вслух, и дважды тюкнул рукоятью пистолета по кнопке ввод своего ПДА, отвечает да, и я уверен, да. Мина ахнула. Поток осколков отшвырнул кровососа на дюжину шагов, оторвал ему левую ногу, перебил обе руки, вскрыл череп. Теперь он стал видим. Только где-то в том месте, где у нормальных людей бронхи, а у кровососов, так сказать, генератор невидимости, пульсировала полупрозрачная юла размером с два кулака. Энергетический сгусток постепенно замедлял обороты, тускнел, таял. Все это я разглядел, подойдя к тваре поближе. Я был так рад, что начисто забыл об осторожности. Крошечная мясорубка шваркнула в меня бледной голубой молнией. Фигня, вольт шестьдесят, не больше. Бодрящий такой электрошок. Но нельзя, ох, нельзя в зоне так забываться. Меня шатало. Капля никотина убивает лошадь, капля сталкерского адреналина, валит табун. Смотри у меня, бессмысленно пробормотал я, отирая кровь тыльной стороной ладони. Смотри у меня паразит. Помимо мутанта, осколки мины посекли много чего, в том числе безнадежные мертвые деревья, чьи стволы брызнули щепками, твердыми, что твой корбит вольфрама. Одна из них разодрала мне кожу на лбу, две другие застряли в нагруднике разгрузки. Конечно, кровососу досталось не в пример сильнее, но сдаваться он не собирался. Изо всей силы, оттолкнувшись уцелевшей ногой, мутант бросился ко мне. Стелясь над землей, он размажестно хлестнул верхней конечностью. Его алмазные когти даже на перебитой руке представляли страшную опасность, так что я едва не заработал глубокую рваную рану икры. Благо, с реакцией в то утро у меня все было в порядке. Я успел отскочить, разминувшись с когтями живучей твари в сантиметре. Я попятился, перезарядил стечкина и переместив предохранитель, который ВПС заодно и переключатель режимов, в положение одиночной стрельбы принялся методично прицельно одну за другой всаживать пули в уродливую голову кровососа. У человека от первой же пули голова лопнула бы и на том все кончилось. Но это у человека. Кровосос даже после десятой пули держался молодцом и обещал в старости порадовать мир пухленькими мемуарами моей встречи с комбатом. А вот попасть в его действительно уязвимое место, в мозговое вздутие, мне никак не удавалось, сказывались нервные условия стрельбы. В конце концов, я не выдержал. Даже у моего сталкерского хладнокровия есть границы. Я извлек траншейный нож, в несколько выверенных шагов зашел на кровососа со спины, слабый удар левой конечности я проигнорировал и вогнал почтенный столетний металл в мозг мутанта по самую гарду. «Реведерчи, говнюк», сказал я, брезгливо отпихивая затихшую тварь носком ботинка. Глава пятая Колокол И вот имеем мертвый кровосос одна штука, живой комбат другая штука. Ну а что такое кровосос? Это ведь не только мутант, но и три-четыре ценных приротовых щупальца. За них можно получить денег. Много? Умеренно. Но как раз на растраченные патроны и главное на одну монку хватит. Однако же у трупа моего клиента приротовых щупальцев не оказалось вовсе. Следовало ли предположить, что все четыре были срезаны осколками мины? Конечно, странновато. Все щупальцы срезало, а морда более-менее целая оставалась, пока в ней сталкер комбат десять пуль не всадил. Но с другой стороны, чудеса, они разные бывают. И пошел я щупальцы искать. Два нашел, два как сквозь землю провалились. Но главное, помимо щупальцев обнаружил я ошейник. Широкий ошейник из толстой, многослойной кожи, которой осколки сорвали из кровососа. он меня не убил при первом прыжке первым же ударом и вторую, что у него не хватает двух приротовых щупальцев. КПИ, кровосос повышенное, интеллигентный, глубокомысленно изрек я, возвращаясь к своему схрону. А вот, кстати, о прыжке, продолжил я размышлять вслух, в зоне так нельзя вообще-то, но мне, да поутру, да завалив гигантского кровососа можно. Прыгнул он на меня отсюда. Я поднял глаза и посмотрел на свою любимую желтую опору ЛЭП. Моя любимая желтая опора ЛЭП появилась в Ёлкином лесу в позапрошлом году, когда взорвался бак. Она, голубушка, описала в небе красивую километровую дугу, очевидцы оценили и воспели ее полет в сагах и воткнулась острой верхушкой ровно в редкую аномалию рыбий пузырь. Аномалия рыбий пузырь при этом сдулась, предварительно засосав опору на треть длины. Со стороны это выглядело так, будто ажурная опора ЛЭП ушла глубоко в почву, хотя на самом деле там внизу металлических конструкций не было, они исчезли вместе с рыбьим пузырем. Что, однако, не мешало опоре прочно стоять вверх тормашками так, как будто там в земле ее верхушка все-таки была. Это ясно? Это совершенно неясно, но в зоне такие ясные неясности сплошь и рядом. Потом был очередной выброс, и опора в одну ночь обросла чем-то вроде известки. Только не известкой, конечно, а песочно-желтого цвета накипью, очень крепкой, вроде зубного камня. Благодаря этому зубному камню на поре не заводятся ржавые волосы. Спасибо тебе за это аномальный как бы зубной камень, потому что вообще-то большинство железяк в зоне ржавыми волосами регулярно обрастают, а они вредны для хрупкого сталкерского здоровья. Еще эта желтая опора тем хороша, что ее боятся все сталкеры. Оно и понятно. Здоровые сталкерские инстинкты требуют держаться подальше от всего металлического, что возвышается над местностью больше, чем на два метра. А я вот конкретно этой опоры не боюсь. Подружился я с ней. А подружившись, утратил под ней свой лучший на всю зону схрон. Там от лопнувшего рыбьего пузыря в земле несколько глубоких ям оставалось. Полтора года назад Тополь как раз в отпуск поехал. Я выбрал одну из них на склоне небольшого пригорка, расширил, углубил, получилась землянка. Всю лишнюю землю я скормил маскирующие признаки. Потом перекрыл яму жердями, а главное и по верху и по стенам обшил листами кевларового подбоя от погибшей на одном из кордонов немолодой дамы Бемпихи Брэдли американского производства. Такой подбой используется, чтобы защищать экипаж боевых машин от опасных сколов с внутренней поверхности брони при подрывах на фугасах. Достался он мне, считай, за бесценок. Я отдал за ничейный кевлар знакомым армейцам одну танцующую пустышку и шесть вертячек. В общем, получился у меня отличный уютный схрон, в котором мы с Тополем много пива выпили. Сторонки от него я держу прорезиненный мешок с минами, никакой возможности таскать их на своем горбу нет. То есть принципиальные возможности увеличить вес носимого барахла на лишних 15 кг существуют, конечно. Связаны они с использованием ряда гравитационных артефактов, крадущих вес у вещей, к которым они подложены. Но вот уже регулярно пользоваться этими возможностями точно нельзя. Можно двинуть кони от избыточной радиации. А стало быть, и хрен с ними. Раз в два месяца в Ёлкином лесу поднимается густая белесая трава неведомой породы. Спустя пару недель, то есть очень быстро, она отмирает, распадается на ветхие волокна, опадает на землю, смешиваясь со здешней нехорошей хвоей и столь же нехорошей листвой. Благодаря этой травке земля над моим схроном зарубцевалась так надежно, что я сам нахожу ее, только нащупав непосредственный люк. Вру? Да, вру. Но короче говоря, надежная у меня берлога. Завидуйте. И вот поднял я глаза и смотрю на раскоряченные стойки своей опоры лэб. Каждая из стоек увенчана серым бетонным кубом. Да, вот так ее взрывом из земли выворотило, вместе с опорными фундаментами противовесами. Все-таки туман над Елкиным лесом был в то утро очень густым. Но по земле тот туман не шел. По низу видимость была хорошая, а вот чем выше, тем хуже и хуже. Бетонные кубы на опоре я различал так смутно, что, не зная о самом факте их существования, не на шутку струхнул бы, приняв за неведомых мне бесформенных мутантов. Мутантов, которых злые гении наполнили легкими газами и пустили летать над зоной. А потом летящие воздушными шарами мутанты обсели стойки опоры, чтобы понаблюдать за обреченным сталкером козявкой там внизу. Нет, все-таки туман туманом, миражи миражами, но один из бетонных кубов действительно какой-то не такой. Что-то с ним нехорошо. Что? Форма изменилась. Но как она изменилась? Как? Что там добавилось, а? Что за объект? Когда возникают такие вопросы, в зоне надо реагировать оперативно. И срочно что-то предпринимать. А именно, либо собраться и топать дальше по маршруту, потому что новый объект может быть смертельно опасен, либо проявить здоровое любопытство и разобраться, как сказали бы в мелодраматическом сериале, со своими чувствами. Я решил разбираться с чувствами, не поленился слазить в схрон за биноклем, поднес его к глазам, навел на ближайшую стойку лэп, сваренную из внушительного железного уголка, скрытого желтоватой звездкой. Пополз взглядом вверх. На бетонном кубе висел колокол. Настоящий колокол. Вот это удача! Я богат! Был полдень. Я пер через елкин лес напролом, прямо по россыпям жгучего пуха. В контейнере у меня лежала знатная добыча, вчерашняя ведьмина коса и сегодняшний колокол. Душа пела. Очень мне хотелось выйти в тот же день. Очень-очень. Потому что одно везение хорошо, два везения отлично, но на большее не надейся, и большего от зоны не проси. А потому топай ножками за периметр в нормальную жизнь. Да поживее, сталкер. Я взял из тайника возле своего схрона комбез СПП-100, подцепил на АК-47 кустарно-адаптированный гранатомет-подствольник и сказал себе «Гуляем». Отличный комбинезон СПП, разработанный специально для парирования аномальных воздействий зоны, позволял мне многие вольности. Слабые мясорубки и электры, жгучий пух и ржавые волосы, все эти неприятности малого калибра я мог смело игнорировать. Оптимальный маршрут с учетом оставшихся серьезных неприятностей мой мозг прокладывал машинально. Маршрут этот учитывал аномалии визуально различимые, аномалии, вскрытые датчиком, и, наконец, просто разные недобрые места, на которые указывал острый нюх моей подозрительности. Оставшиеся мощности мозга процентов целых тридцать были заняты разгадыванием ребуса, которое я назвал для себя кровосос и колокол. В разгадке ребуса маячил хозяин кровососа ни много ни мало. Почему я был так уверен? Ну, а вот если подумать, кровосос атаковал меня в прыжке, а прыгал он с желтой опоры лэб. Это бесспорно. Только поэтому он промахнулся, похоже. Тваре не удалось точно рассчитать прыжок, а не удалось это именно потому, что прыгал кровосос с чего-то для себя непривычного, то есть с желтой опоры лэб. Повторяюсь. А зачем он туда полез? Вариант просто так не годился совсем. Оставалось снять колокол и повесить колокол. Между прочим, второй вариант я тоже принимал в рассмотрение, хотя на первый взгляд он выглядел абсурдно. Но почему бы и нет? С точки зрения человека колокол это ценный хабар, за который можно получить много денег, но это с точки зрения обычного человека или почти обычного, скажем, сталкера. Но здесь в зоне люди бывают очень необычные. Такие необычные. Караул. И кто знает, какие цели может преследовать, развешивая колокола по опорам лэб. Скажем, была такая громкая история. Кто-то в долге решил, что лучший способ организовать в зоне предельно безопасный маршрут обозначить тропу алюминиевыми вешками со свиными хвостами. Свиной хвост это такой тяжелый завиток белого цвета, который ярко светится ночью, отлично виден на детекторах и вроде как, вроде как, отгоняет блуждающие аномалии. Скажем, если горячее пятно идет, то оно, свиной хвост, обгоняет по широкой дуге. Или, если птичья карусель с места снимается, тоже, говорят, сторонится она свиного хвоста, и жгучий пух свиной хвост облетает якобы. То есть, по-всякому выходило, что свиными хвостами действительно очень удобно провесить дорожку и по ней топать. Сталкеры и долговцы порядком со своей магистралью навозились. Хвостов сорок ухлопали. Все вольные бродяги пахали на эту тему две недели. Хвосты искали и за приличный кусок долгу сдавали. Закончилось, конечно, смешно. Почти все хвосты сперли в одну ночь наглые мародеры. Их ловили все оравой. Кого-то даже сгоряча хлопнули. Большинство свиных хвостов удалось вернуть. Но в конце концов долг от своей затеи отказался. Или вот скажем такой случай. Кажется Паганель рассказывал, но возможно то был и ни к чему. Они так похожи, что в памяти моей для обоих отведена одна общая ячейка. Одному небедному парню из туристов нагадала какая-то будто бы цыганка, что его любимая девушка вернется к нему, если он развесит в зоне двенадцать маминых бус. В четко обозначенных местах цыганка даже схемку парня набросала, основываясь якобы на линиях его левой ладони. Ну и вот парень нанял в проводники батона, закупил все у Хуареса бусами и ходил развешивал, денег угробил без счета. Девушка, кстати, к этому лопуху вернулась, хотя и сама цыганка и гадания были откровенно липовыми, это все батон с Хуаресом придумали, чтобы в легкую так что бывает, бывает такое, ходит человек по зоне, артефакты развешивает. Если же говорить о не человеке, кому и зачем из не человеков может потребоваться повесить колокол на опоре лэб в елкином лесу? О, да, тут вариантов вообще столько, что держись, тем более, что свойства колокола изучены плохо. Но это они нами изучены плохо, а что об этих свойствах известно тварям зоны? Темным, болотному доктору о сознанию. Могло быть и по-другому. Кровосос полез на опору лэб не для того, чтобы колокол повесить, а чтобы его снять. Странно, конечно, что подобный знатный артефакт возник в таком неподходящем месте, но мало ли. Вот был же случай, когда Кир после одной ночевки нашел свежего морского ежа прямо у себя в рюкзаке, и было это в совершенно безопасных и с виду, и по детекторам руинах на агропроме. Ну и вот если допустить, что сегодня ночью колокол родился прямо у меня над головой, на моей любимой желтой опоре лэб, и стало быть, некто приказал кровососу этот артефакт достать, кто этот некто? Сталкер? Додумать мне не удалось. На трупы я напоролся так неожиданно, что даже не успел испугаться. Они лежали на южном скате бугра, три мутанта, мертвые, как сама смерть. Этот уродливый бугур с лысой, лоснящейся какой-то салатовой дрянью верхушкой я видел первый раз в жизни, хотя елкин лес знаю отлично. Он явно был порожден аномальным воздействием, причем недавним, вчера, позавчера, максимум неделю назад. Контролеры два кровососа, все трое мертвы, убиты вероятно, одновременно, потому что сполошиться и разбежаться в стороны не успели. Датчик аномалии не показывал ничего опасного. Счетчик Гейгера молчал. Но картинка мне все равно не нравилась. Ох, не нравилась. В кои-то веки контроллеры повадились в елкин лес. Пока я решил, стоит ли пойти осмотреть трупы мутантов, в надежде поживиться щупальцами кровососов, или махнуть рукой и идти своей дорогой, что было бы мудрее, на вершине бугра внезапно вырос человек с бесшумной снайперской винтовкой ВСС, смертоносным винторезом наперевес. Глаза человека были спрятаны под мощными пылезащитными очками, нижняя часть лица закрыта респиратором, верхней одеждой незнакомцу служил черный плащ с капюшоном. Это мог быть темный сталкер, и только он, безумец, полумутант, добровольно избравший пожизненные заточения на территории зоны, такие как он образует особый клан, живущий в заброшенных деревнях на очень опасных уровнях. Клан темных преследует свои, непонятные нам простым смертным цели, для достижения которых используют все доступные средства, а доступно им многое. Впрочем, темные не беспредельничают, или почти не беспредельничают, поэтому я отношусь к ним все-таки лучше, чем гвандитам или отморозкам из свободы. Но откровенно признаюсь, был бы очень рад, если бы зона однажды разрешила их всех завалить. Это непросто, но, думаю, объединив усилия нескольких кланов и всех вольных ходоков, мы бы справились. «Ты убил моего кровососа», сказал темный, спускаясь с бугра ко мне. Винтовку он держал на предохранителе, но не могу сказать, что я был в восторге от встречи. Сомнений не было. Темный имел в виду того кровососа, который подорвался на моей мине и которого я вспоминал минуту назад, рассуждая о его связи с колоколом. «Извини, я не знал, что кровосос твой. Я следил за тем, чтобы голос мой звучал твердо и уверенно. «Того кровососа должен был убить я», сказал темный. Он не стал подходить ко мне совсем близко, остановился метрах в семи. Голос темного сталкера звучал глухо, но я прекрасно разбирал каждое слово. По-моему, он дублировал каждую фразу телепатически, чтобы до меня лучше доходило. Они темные так умеют. Он первым напал на меня, спрыгнул с опоры лэп. Я видел. Даже так? Впрочем, если он устроил себе огневую позицию где-то на верхушке подходящего дерева, почему бы и нет? Мог видеть и колокол, и кровососа. Туман, правда, должен был помешать. Но кто их темных знает? Видят же они, например, волчьи слезы метров за десять сквозь любые преграды. Может, туман им вообще не помеха? Ты застрелил контролера? Спросил я, решив перехватить инициативу в разговоре. Да. Ну, тогда понятно. Кровосос управлялся контролером, иначе черта с два он полез бы куда-то с рассветом. Контролер получил пулю из винтореза, после этого кровосос был предоставлен сам себе. Включились инстинкты, он понял, что голоден, взял, да и прыгнул на меня. Я могу задать тебе еще вопросы, но вместо ответа темный достаточно бесцеремонно, что для этих полумутантов норма, сообщил. Мне нужен пояс, который был на кровососе. Ты подобрал его. Я молча достал из кармана рюкзака маленький продолговатый контейнер для всякого потенциально опасного, малоизученного, но не крупного хабара. Там лежал пояс, о котором говорил темный. Я достал его, пояс как пояс, из грубой брезентовой ткани, такие пожарники носят, что ли. Возьмешь? Я протянул его темному. Он осколками весь исечен, не обессудь. Положи на землю, попросил темный сталкер и не подумав двинуться с места. Я без всякого сожаления расстался с этой вещью. Ты ведь знаешь, что я взял колокол, спросил я. Сталкер утвердительно кивнул. Кровосос лез за ним? По указанию контролера? Нет, по указанию контролера кровосос повесил колокол. Ага, все-таки повесил. А зачем он это сделал? Я никогда не упускаю случай обогатить свои знания о зоне, даже если ради этого приходится вести разговоры с темным сталкером. Для нашего брата-сталкера знания действительно сила, сила колоссальная, которая помогает одолеть любого врага, подчас и саму смерть. Удивительно, что еще находятся люди, которые этого не понимают. Я не знаю, ответил темный сталкер. Никогда не думал, что темные сталкеры могут чего-то не знать о зоне. Ладно, извини тогда. Не буду надоедать расспросами. Я пойду, да? Если я узнаю, зачем кровосос повесил колокол? Тебе сообщить? Невероятная любезность. Стоит ли соглашаться? Что я буду тебе должен? Думаешь, мне так сложно написать тебе короткую записку на ПДА? Я был готов поклясться, что там, под респиратором темный сталкер улыбнулся. Ну, тогда заранее спасибо. Люблю, чтобы во всем была ясность. И удачи. Удачи, сталкер. Глава шестая Лейка Когда я, небритый и хромой, с двумя рваными дорогами, запекшейся крови на скуле, вошел в Лейку, было заполдень. Зеркало напротив входа с отвращением отразило мою некрасивую сталкерскую фигуру. Короткие ноги, длинное поджарое туловище, руки плети с широкими грязными ладонями, сутулая спина человека, слишком много видевшего в этой жизни, мощная шея, а над ней голова, небольшая, хотя и не слишком глупая, длинные волосы, собранные в конский хвост. Лицо я сейчас описывать не стану, пусть каждый нарисует себе обыкновенное мужское лицо на свой вкус. Это я? Это я. В Лейке я был единственным клиентом, что, учитывая время суток, совсем неудивительно. Лишь три официантки, фартуки в горошек, декольте, каблуки, в компании моей Мариши о чем-то вяло сплетничали у дальнего окна. Бармен Любомир, ленивая, инспектировал свое ликероводочное хозяйство с блокнотом в руках. Боже мой, Володька вернулся, радостно воскликнула Мариша, заметив меня. Она вывернулась из-за столика, где ее товарки нехотя наводили на резкость. Так на их языке назывался томный взгляд на самца и, трагически, сдвинув брови, бросилась мне на шею. Глаза у Мариши были припухшими, а мордашка бледная. А я уже думала, мало ли что, волновалась. Не иначе, как и в самом деле на тщательно запудренные синяки под ее глазами. Мне даже ночью всякие ужасы снились, будто зомби эти бросили тебя в сырую могилу и закопали. Мариша хлюпнула носиком. И так она сейчас заплачет, испугался я. Бармен Любомир поймал мой ошарашенный взгляд и иронически улыбнулся в седые усы. Я ей говорил, чего волноваться, сказал он. Комбат, говорил, мужик тертый. Им смерть побрезгует, потому что он ей да не схочу глаза замозолил. Улыбнувшись в пол рта, я кивнул, мол, замозолил еще как. Мне бы перцовочки сто грамм. Замерз как цуцек, взмолился я, кое-как снимая с себя Маришкину, расчувствовавшуюся с красным от назревающего рева носом. Перцовочки можно, ответил Любомир. А как насчет поесть? А поесть потом, когда нервы распрямятся. Я влез на высокий барный стул. Мариша, не переставая пожирать меня влюбленными глазами, уселась рядом, крепко вцепившись в мое камуфлированное плечо своими длинными алыми коготками. Официантки, с двумя из них у меня точно было, громко прыснули со смеху. Мариша считала, что они завидуют ее счастью, а я ничего по этому поводу не считал. Есть вещи, по поводу которых легче ничего не считать. И колу со льдом. Любомир, понимающий, кивнул мне и полез в холодильник за перцовкой и льдом. Он знал, что изредка меня пробивает на странную привычку пить перцовку с колой, да еще и льдом ее закидав. На закуску чего-нибудь хочешь? Оливки, огурчик, лимон? Ананасы есть? Ананасы хочется? Слегка. Я вспомнил, конечно, что слегка у Любомира означает легко. Любомир был сербом из деревни Млявица. Это возле Белграда, ежели что. Он происходил из зажиточной семьи. Вначале отучился на инженера, но затем черти позвали в дорогу. Бросил Любомир свою евросоюзную Сербию, приехал к нам и сделался сталкером, к тому же неплохим. А уж удачливым был, легенды ходили. Говорили, сам Вадюха пряник звал его в напарники, а Мерлин с одноглазым, те по молодости брали у него уроки. Рассказывали, с этим-то пряником Любомир сорвал не один хороший куш. Как-то раз, провалявшись три ночи у края птичьей карусели со сквозным ранением груди, Любомир серьезно прихворал. Врачи сказали, надо тебе, парень, что-то менять, пока твои почки тебя в гроб не запечатали. Любомир послушался, уехал в свою Сербию, и наскопленные деньги открыл дело в родном Белграде, магазин специализированной электроники, а сам стал его директором или вроде того. В свободное же время чинил проданные им самим, да и другими магазинами, прилады и приблуды, руки у него и впрямь золотые. Но прошло два года, и дело его прогорело. Не то клиент в Сербии слишком жадный, не то Любомир слишком бескорыстный. В общем, он был вынужден переквалифицироваться в управдомы, то есть, извините, в бармена, так мне рассказывали. Но я лично считаю, что он специально свое дело угробил, чтобы к нам сюда, к зоне поближе вернуться, потому что кто по зоне погулял, тот нормальным гражданином уже никогда не станет, ни на родине у себя, ни в Америке, нигде еще. Такое мое мнение, и я его не изменю, пока примеров обратного не увижу. И, между прочим, Любомир, с которым мы, понятно, тысячу раз на эту тему говорили, мою теорию разделяет. По-русски Любомир говорил отменно, почти совсем без акцента, лишь иногда проскакивало в его репликах какие-то непонятные словечки вроде этого «да не схочу» или своеобразные обороты вроде «слегка» вместо «легко». Меня умиляли его «мешанки», так Любомир называл наши коктейли. Я часто просил его починить мне какую-нибудь ерунду. Даже непонятно, почему Мариша не озадачила его сломавшимся электрочайником, почему ей так важно, чтобы именно я его починил. Не хватает внимания? Хочет показать, что воспринимает меня всерьез как потенциального мужа-чинильщика? А что, Хуарес, на месте? Громко спросил я у Любомира, залпом опрокидывая стакан кола. Да на закупке поехал. К вечеру должен быть, ответил Любомир, выставляя на лакированную доску барной стойки мою желтую стограммовочку. Мариша глядела на меня с материнской нежностью. Мол, пей, деточка, пей, это вкусно и полезно. Я охотно дернул. Перцовка горячим ручейком скатилась в пищевод. В мозгу тут же просветлело, а шум в ушах стал потише. Расстреклятая правда зоны вместе с ее ручными кровососами и электрическими девушками отступила от меня еще на три шага. Я посидел секунд сорок с закрытыми глазами, затем открыл их и внятно с чувством произнес. И монород. А потом еще раз громче. И монород. Тепло разлилось по телу, ясность оседлала мозг, я просиял. Кушать что-нибудь будешь, деловито спросила Мариша? Не могу понять. Мне бы повторить пока. Повторили. А зачем тебе, братка, нужен Хуарес? Да был чего? Поинтересовался Любомир, который, помимо прочего, исполнял обязанности уполномоченного секретаря Хуареса по общению с несущими, в смысле несущими хабар-сталкерами. Именно Любомир осуществлял, так сказать, первичный осмотр товара, сбивал цены, пугал новичков неликвидом, и все в таком духе. Хуарес лишь расплачивался, да и то, не за всякий хабар, а только за самый ценный или редкий, когда суммы были внушительными. Случалось, Хуарес хотел своими глазами посмотреть на новичка, что за пацан, на многое ли способен, не слишком ли горяч. Тогда Любомир забивал на него стрелку. Да был то, что он просил, так что пусть готовит наличность. И много наличности? Много. Во-первых, за колокол. Любомир присвистнул, и в карих его глазах заплясали алчные искорки. Я уже не в первый раз подумал о том, что Любомир должно быть у Хуареса на проценте, иначе откуда эти алчные искорки? Да и потом, говоря со мной о Хуаресе, Любомир все чаще употреблял местоимение «мы». А во-вторых, во-вторых, за ведьмину косу. Хуарес ее давеча заказывал. Если заказывал, значит, возьмет, будь спокоен, заверил меня Любомир. Но только, только что. Я посмотрел на Любомира своим самым нешутейным взглядом. Столько денег у нас сейчас не будет. Сегодня ведь закупки, а у тебя уж больно суммы крупные. Вот к вечеру, может быть, и наскребем. Часиком это к семи. С пониманием. Потому и зашел, чтобы вы морально готовились. Ты думаешь, мне так выпить хочется, что даже в душ зайти лень? Я провел пятерней по своей заляпанной грязью куртке. Не то, чтобы в жизни я был каким щеголем, но и как бродяга оборванным и грязным отродясь не ходил, всегда старался соответствовать. Отвечая на мою тираду, Любомир, с привычной монотонностью, протиравший в продолжении всего разговора бокал за бокалом, лишь пожал плечами. Дескать, мало ли. Он, конечно, знал жизни по книгам. Случалось, наш брат сталкер заявлялся в лейку с кровоточащими ранами и даже со свеже оторванными конечностями. И на этом прифронтовом фоне Любомиру было трудно удивляться несвежести воротничка и некоторой романтической небритости какого-то там комбата. Короче, я сейчас свою берлогу двину. Помоюсь, отосплюсь, а к семи буду как штык. Надеюсь, здесь меня будут ждать как минимум мои денежки. Фуарес подтянется, не переживай. А можно я с тобой? Мариша просительно сложила ладошки. Любомир меня отпустит, правда же, Любомир? Нет. Что бы ни сказал Любомир, со мной тебе все равно нельзя, милые. Когда я говорю отосплюсь, я имею в виду сон, а не что-нибудь еще. Мариша разочарованно примолкла. Девчонки за дальним столом, они, конечно, все слышали, снова громко прыснули. Ох, и задашь же мне, Мариша, трепку этим вечером. А, впрочем, пусть. Чем больше злиться, тем горячее страсть. Да и вообще с бабами надо строго. Не то сядут тебе на шею и будут ездить, я говорю. Возле покосившейся калитки, что обозначало начало моих владений, я оглянулся и в последний раз просканировал ближайшие, уже кое-где пожелтевшие кусты, чтобы убедиться, что погони за мной нет. Погони не было. По трухлявым ступеням зашел на крылечко своего бунгало, стоящего на четырех бетонных сваях. Во время припадков хорошего настроения у меня они обычно совпадают с состоянием алкогольного опьянения, я называл свое место жительства избушкой на курьих ножках. Не столько из-за свай, сколько из-за общей инфернальности, которая несомненно дышала на посторонних мое жилище. Ох и страшный женовид была моя скромная избушечка. Крытая выцветшим толем низкая крыша, старые рассохшиеся рамы, глухие жалюзи изнутри окон, темно-бурая брошшая грибком печеная труба, из которой иногда все же вьется сизый дымок, покосившиеся стены, отделанные некачественным сайдингом в годы моего счастливого детства, пришедшегося на второе десятилетие первичного накопления капитала по Марксу. Сайдинг счастливо оброс мхом и еще какой-то дрянью, похожей на беспризорную крупку, что водилось на зоне. Название этой дряни я не знал, но относительно нее не без оснований подозревал, что родом она примехонько из окрестностей милитария и что занес я ее на своих многое видавших ботинках. В общем, если кто не понял, жилище вашего комбата имело жуткий, отвратительный внешний вид. Картину довершали окрестности моего бунгала. Оно стояло на пустыре позади лейки, а вокруг косились чертополохи и лопухи в человеческий рост, и лишь позади дома росло несколько кустиков смородины. Единственная дорога, которая вела к бунгало, во время дожди раскисала и делалась совершенно непроезжей. В остальное же время она производила немногим лучшие впечатления. Боже мой, у тебя же есть деньги, как ты можешь жить в таком вот доме, обычно говорили мне женщины, которых я волок к себе на первую чашку чая. Однако, попав внутрь, мои женщины обычно замолкали. Иные даже восхищенно ахали, а иные настолько обуревали от увиденного, что проявляли ко мне благосклонность прямо в прихожей, на низкой обувной тумбочке, даже не дотерпев до гостиной. Да, внутри моя жуткая бунгало имела отличный ремонт. Стены были ровными, потолок натяжным, а пол мраморным и вдобавок теплым с нагревательными элементами. Справа от камина стояла мое любимое кресло-качалка, то самое, где так хорошо тупить, закутавшись в клетчатый плед. Слева от камина книжный шкаф, где квартировала моя военно-историческая библиотека. В ванной комнате пенилась послушная джакузи, но и на кухне, понятно, имело место идеальное сочетание вещей, необходимых повару, простым народом, вроде меня, называемое емким словосочетанием полный фарш. Я уже говорил, что люблю готовить, нет? Так вот говорю. Пароварка, духовка, тостер, соковыжималка, мясорубка, шейкер, центрифуга для кремов и, конечно, наборы кастрюлек, ножей, шумовок, плошек и много-много чего еще. Бывает, меня спрашивают, отчего я прикипел к этой захудалой, расположенной вдали от торных путей лейки, отчего не еду искать счастье в другие местечки, прилепившиеся там-сям к периметру зоны. А ведь мог бы, таких, как я, тертых перцев ждут везде. Да хотя бы в поселение Белая Жаба, где мой кореш Одеколон что-то вроде старосты, или в возрожденном Чернобыле-4, или вот в Красноармейске, где такая компания сталкеров подобралась с загляденья. Да потому и не еду я в Красноармейск, что комфорт люблю, а комфорт у меня уже есть. Однажды сталкер по прозвищу Шар бросал мне укор, что, мол, кефир, чефир и теплый сортир, вот мои идеалы, и что, мол, старпер я, для зоны уже непригодный. Это было три года назад. Шар погиб прошлой весной, сгорел в разломе. А я до сих пор бегаю, несмотря на свои тридцать, да простит мне мое бахвальство черный сталкер. И думаю, не в последнюю очередь благодаря пароварочке моей, которая заряжает меня хорошим настроением и энергией на целый мляха день. Первым делом, однако, я пошел в ванную, а не к пароварочке, бросил ком грязного шматья в стиральную машину и включил ее на интенсив. В этот момент я услышал телефонный звонок. Мне звонят очень редко, наверное, по этому трубку я обычно беру. Звонил синоптик, один из самых компетентных товарищей в нашем околотке. По этой же причине и один из самых богатых. — Здорово, Вован, — бодрым голоском сказал синоптик. В меру его звали нежным именем Алеша. — И тебе не болеть. Есть для меня новости, спросил я. Синоптик приторговывал самые разные информации, в особенности же информация о том, где и какой артефакт обнаружен. Обычно его клиентами были всякие начинающие идиотики, только-только открывшие Америку и вдуплившие, что зона — это золотое дно. Однако случалось пользоваться его услугами и опытным сталкером. Случалось это тогда, когда синоптик давал наводку на особенно редкие артефакты. Про себя скажу, не реже двух раз в год я добывал то, на что меня наводил синоптик, и потом честно отдавал ему его двадцать процентов. Новости есть, но не знаю, для тебя ли, скорее уж для твоего друга Тополя, с которым вы, как всем известно, поссорились. В общем, будь готов, мало я за такую информацию не попрошу. Краткость сестра Таланта сурово намекнул я, что за артефакт? Звезда Полейн. И вот тут, господа, я подлинно охренел. Потому что много лет к ряду мой бывший друг Тополь больше жизни мечтал о том, чтобы эту диковину добыть. Уж чего мы только не делали, чтобы хотя бы одну звезду разыскать, и все без толку. Я даже начал подозревать, что никакой звезды в природе нет, и является она чистейшей выдумкой. И тут на тебе. Ты чего молчишь, Вован? У тебя все в порядке? Стревоженно спросил синоптик на том конце провода. Да, в порядке, в порядке. Я просто тут в туалете как раз на унитазе сижу, соврал я. А, ну, извини, я не знал. Да пустяки. Ну, так что насчет звезды? Тебе первому предлагаю. Помня наши давние договоренности. Тебе это интересно? Пойдешь за ней? Или кому другому информацию предложить? Не наседай, Леша, попросил я. Давай вот что. Я до вечера подумаю, а вечером тебе перезвоню и скажу свой окончательный ответ. Идет да? Ну, недовольно засопил синоптик. Только помня нашу долгую и плодотворную дружбу, но учти, если ты вечером не перезвонишь, я звезду с утра другим чувакам предлагать буду. Это же бизнес, не обессудь. Да, бизнес, бизнес, я все понимаю, сказал я устало. Синоптик повесил трубку. И где он только эту информацию берет, не иначе, как сам черт ему на ухо шепчет, зло подумал я. Мое сознание разрывало тягостное дилемма. С одной стороны, звезда полынь это объективно невероятно редкая и довольно-таки дорогая вещь из чистой платины. С другой стороны, меня лично эта звезда никогда особенно не заводила. Да, она дорогая, ну и что? Сумму, которую дают за звезду, можно запросто заработать, подогнав Хуаресу три-четыре колокола или десяток артефактов поплоше. Вот если бы со мной был мой друг Тополь, тогда я, не задумываясь, согласился бы купить информацию о звезде, но так как с Тополем меня угораздило поссориться, простояв десять минут перед зеркалом с задумчивым выражением лица и телефонной трубкой в руках, я, наконец, принял мудрое решение протормозить до вечера, а вечером решить. За звезду полынь агитировала моя жадность. Всех денег, конечно, не заработаешь, но это не значит, что к этому не надо стремиться. Короче, наплевав на рассуждение и начисто позабыв про синоптика, я нырнул под душ. Этот самый душ, кстати, стоил мне очень много денег, особенно же фильтр к нему, который Хуарис каждый месяц возит для меня из самого Красноармейска, а без фильтров воду из нашего артезиана для душа использовать нельзя, только для смыва. Стоя под теплыми, упругими струйками воды, я чувствовал себя, если не счастливым, то почти счастливым. А почему бы и нет? Я вернулся. Я добыл артефакт, и я здоров, и у меня есть женщина по имени Мариша. В моем доме тепло и чисто, в холодильнике меня ожидает форель, я поджарю ее на гриле с индийскими специями, а на десерт запланирован мой любимый торт «Вечерний Киев». Сейчас я отодвину шторку с зелеными дельфинами эквилибристами, ступлю на массажный коврик, вытрусь и выйду в гостиную. Включу музыку, налью себе и сентуки, полный бокал с кусающими язык и щеки пузырьками, и посижу так минут десять в кресле-качалке, совершенно голый, не закутываясь даже в плед среди своих уютных владений, размышляя о том, «Чего бы мне еще такого захотеть?» Размышляя так, я уселся на пол в ванной, как бы невзначай прислонился к стене и заснул. Глава седьмая Некто в штатском «Когда я проснулся, на часах было уже шесть пятнадцать». Йоколомоне! Это означало, что никакой форели я поджарить не успею, если, конечно, желаю продемонстрировать Хуаресу точность, которая вежливость королей. Шустро растирая хайр полотенцем, а у меня длинный хайр, если кто-то не в курсе, я запустил кофемашину и, не бросая первого занятия пальцами правой ноги, выдвинул в нижний ящик комода, где хранился мой могучий фен, а затем и средний ящик комода, где лежал утюг. Да-да, мне предстояло погладить клетчатую ковбойку, а гладить я со времен универской общаги ненавижу. Пока я предавался этим трогательным житейским попечениям, на улице пошел косой серый дождь. Кто и зачем придумал эту осень? Растолкуйте мне кто-нибудь. Кофе оказался несладким, в кофемашине кончился сахар. Ковбойку пришлось заменить свитером, даже от идеи по-быстренькому съесть с кофе масляно-безешный клин вечернего Киева пришлось отказаться, время поджимало, а бриться меж тем было необходимо. Однако, ровно в семь, как и договаривались, я сидел за своим любимым столиком возле окна, глядящего на автостоянку, с бокалом пшеничного пива в левой руке и с кожаной книжицей меню в правой. Я был голоден, как десять самых отъявленных псов зоны. Я знал, перед тем, как вынести черный пакет, почему деньги так любят носить в этих самых черных пакетах для мусора, Хуарес захочет пропустить со мной стаканчик-другой, затоптать чего-нибудь питательного и поговорить о том о сём. Хуарес называет это «покалякать». Мы со скупщиком Хабара Хуаресом добрые друзья, ведь он один из немногих в окрестностях зоны, кто помнит меня молодым романтическим балбесом с претенциозной кличкой Сенсей. Ну а я, соответственно, один из немногих счастливчиков, которые помнят его веснушчатым очкариком, окончившим три курса консерватории по классу скрипки. В двадцать Хуарес сбежал от родителей, а заодно из консерватории и от молодой жены. Всё это добро находилось в стольном граде Киеве и устроился работать диджеем на одной из модных дискотек в Чернобыле-двенадцать. Тонкий он был, вертлявый, смешливый, чуть что, смеётся, остановиться не может. Это, наверное, из-за травки, которую он в те дни курил, как иные курят сигареты. И одевался Хуарес всегда так стильно, с вызовом в яркое, узкое, блестящее. Иные даже судачили, «А не гей ли наш Хуарес?» «Нет, Хуарес был не гей», ответственно заявляю, и симпатичные девчонки вокруг него велись целыми стаями. Мы даже познакомились на этой почве. Фактически, я подбирал за Хуаресом девочек, на которых у Хуареса банально не хватало рук, языка и прочего. Я помню Хуареса, красившим волосы в цвет платиновый блонд. Я помню, он носил кольца и серебряный браслет. Потом Хуарес решил ходить в зону простым сталкером. Денег больше, да и разнообразнее. Но быстро это дело бросил. И правильно. Координация движения у него так себе была, я думаю, из-за таблеток. Труслив он был, как баба, трепался безумолку, а на каждом привале в зеркало на себя смотрел. Не попал ли какой-нибудь жгучий пух ему на волосы, и не подпортил ли какая-то другая дрянь чувствительной кожи его красивого лица. Тот еще герой, да. В общем, на того давнего Хуареса этот сегодняшний Хуарес, лысый, упитанный и угрюмый, с бородавкой на толстом носу, был похож, как свинья, на коня. Девчонки за ним больше не вьются, наверное, поэтому он и держит в официантах белую банду шлюх, Анджел, Илон или Нок, для поддержания былого статус-кво. Я посмотрел на часы, на часах было семь-пятнадцать, а Хуарес все не шел. Обернувшись к барной стойке, я поймал озабоченный взгляд Любомира, бесстрастно цедившего певцо в детские трехсотграммовые бокалы для группы заплутавших туристов из Польши. Мой взгляд вопрошал, ну и где твой босс? Любомир сделал недоумевающее лицо, мол, сам в непонятках. А Хуареса все не было. Когда я уже решился сделать заказ в одиночестве и принялся листать меню, за мой столик ровно напротив меня, на то место, которое предназначалось Хуаресу, плюхнулся человек, о котором лучше всего было бы сказать при помощи детективного клише «Некто в штатском». «Место занято», проворчал я, не отрываясь от цветных картинок меню. «Господин Комбат?» в кратчевом ровным тоном спросил некто в штатском. Я поднял на него свои равнодушные глаза. Серый пиджак, розовый галстук, выглаженная белая рубашка, волосы с проседью пострижены, разобраны на правый пробор, да еще и уложены гелем. Обрамляют бесцветное лицо с серыми без выражения глазами садиста. «Крутой пацан», подумал я, пока мои губы искривлялись в вымученной вежливой улыбке. Спрашивали, «Чем могу служить?» «Господин Хуарес сегодня не сможет с вами повидаться». «Какого хи...» «То есть, я хотел сказать, по какой причине?» Я решил, что с этим в галстуке нужно быть поделикатнее. Причину я открывать неуполномочен, но господин Хуарес сильно занят, ответил некто в штатском, пристально глядя на меня. Он был худосочен, костист, и в лице его было что-то крысиное, в его правом ухе нахально блестел поддельный бриллиант, вделанный в платиновое колечко. «Занят?» «Но у нас с ним была назначена встреча». «Господин Хуарес спросил вас извинить его и уделить мне то время, которое вы планировали уделить ему». «Вот оно как». «Ну, выкладывайте. Признаюсь, честно, я не собирался уделять Хуаресу больше десяти минут. Я постараюсь уложиться», — заверил меня некто в штатском, нетерпеливо ерзая на своих упитанных кабинетных ягодицах. Подошла официантка. Это была коровистая девица откуда-то из-под тюмени с грудью четвертого размера, а звали ее только не падайте в обморок «Черри». «Чего кушать будете?» спросила Черри, рывком распахивая блокнот. «Блинчики с икру есть?» «Есть». «Несите». «И все?» Черри, которой была известна моя слава хорошего едока, выкатила на меня свои черные с влажной поволокой очи. «Да все, что-то аппетита нет». «Да что там черри, такого заказа я сам от себя не ожидал. Я был уверен, что закажу как минимум цыпленка табака с гарниром из зеленой фасоли, а как максимум фаршированные томаты, сырную тарелку и бифштекс по-камчатски. А заказал что? Блинчики с икрой. Ужин содержанки». «Здорово же!» деморализовал меня некто в штатском, причем деморализовал одним своим присутствием. Вот что приходилось с неудовольствием признать. «Моя фамилия Рыбин», представился наконец некто в штатском, замком складывая на столе холеные руки с коротко подстриженными ногтями. «Наверняка врет», подумал я, согласно кивая собеседнику. «И я представляю здесь одну очень могущественную организацию, организацию с большой буквы». Я снова кивнул, «Дескать, организация — это хорошо. Всякий уважает организации с большой буквы, особенно те, которые хорошо и вовремя платят». «Организация узнала о вас как об одном из лучших, подсказал я». Выпитая неожиданно сильно ударила мне в голову, голодную голову, и мне ужасно захотелось немножечко пошалить. «Да, лучших, но мне больше нравится слово результативный. Так вот, организация знает, что вы, Владимир Сергеевич, один из самых результативных сталкеров данного региона». «У меня в животе похолодело данного региона, воно как». «И, кстати, давненько меня никто не называл Владимир Сергеевич. Уверен, ни одна собака в лейке и ее окрестностях не знает моего отчества. Мое уважение к неназванной организации возросло еще на несколько пунктов. Но ваша результативность в данном случае интересует нас, уж, извините, не слишком. Нам важна ваша безаварийность, если я понятно выразился. Вы понимаете, что я имею ввиду? «Я думаю, вы имеете ввиду, что я чертовски удачливый сукин сын?» перевел я с официального языка чиновников данного региона на интернациональный язык проходимцев. «Именно так» — улыбнулся кроткой улыбкой изверга рыбин. «И вы хотите, чтобы я кого-нибудь сводил в зону поглазеть, правильно?» Мой излишне богатый личный опыт свидетельствовал, такие проникновенные вступительные слова, какие произнес рыбин, обычно говорят те, кто собирается небескорыстно повесить мне на шее туриста или туристочку, а скорее несколько туристов и несколько туристочек, то есть скучных идиотов, которым надоело жить и по зарез хочется новых впечатлений в этой вашей зоне, где все такое опасное. «Нет, неправильно. Я хочу, чтобы вы доставили из зоны одну вещь». «И эта вещь па-ба-ба-бам!» Я сделал азартную паузу, как ведущий телевикторины «Глазей и Богатей». «И вещь это...» «Да!» «Мамины бусы». «Нет?» «Ну тогда батарейка». «Или на худой конец ведерко студня». «Нам не нужны артефакты, уважаемый Владимир Сергеевич. Все артефакты, что интересовали организацию, уже были нами приобретены и изучены, хорошо изучены». При этих словах господин Рыбин как-то странно мне подмигнул. «Что же вам нужно?» «Грибы, ягоды, призраки». «В зоне немало интересного, помимо, собственно, аномалий с артефактами. Все, что порождено микрокосмосом зоны, является в некоторой степени...» «У меня всегда на готове развернутая лирическая читка, многократно опробированная на туристах». «О, зона!» «Зона» — это чужой мир внутри нашего мира, остров смертельно опасного хаоса в океане скучного обывательского космоса. «Зона?» «Вы хотите знать, что такое зона?» «Я дам вам ответ на этот вопрос. Зона — это не родные реалии на нашей родной планете. Лишь в зоне мы начинаем понимать смысл слова «уникальный». Но циник Рыбин бессовестно перебил меня. Нам не нужны предметы, принадлежащие миру зоны. Нам нужен обычный КМПЗ. Контейнер многоцелевой повышенной защищенности. Интересующий нас КМПЗ внешне выглядит как чемодан аквамаринового цвета с желтыми литерами ОМТ на боку. ОМТ. Литерами русскими или латинскими, зачем-то спросил я. А есть разница? Я на секунду замолк, но я и дурак. Изображаю тут из себя бывалого. Ладно, не будем прогибаться под изменчивый мир. Не поведя бровью, я задал следующий вопрос. А что в контейнере? Шишки, семечки, каштаны, хвоя. Дескать, кто же вам проболтается, что там в контейнере? Вы это хотите сказать? Именно. В самом деле, что содержит контейнер, вас волновать не должно. Вас должно волновать другое. А именно, насторожился я. Размер гонорара. Вслед за тем, Рыбин назвал, а точнее, написал карандашом на салфетке сумму в десятеро большую, чем гонорар, который мне должен был сегодня Хуарес за блистательную пару артефактов, ведьмину косу и колокол. Не стану заливать, хоть и был я опытным радиоактивным мясом, но после слов Рыбина неподдельно охренел. За какой-то сраный чемоданчик, но пусть даже называется он умным словом КМПЗ, такие суммы? Пожалуй, тут и впрямь можно будет купить яхту, невесту разума моего. И что мне пришлось бы делать, чтобы получить такой гонорар? Подозрительно сощурившись, спросил я. Я напирал на «бы», потому что решение, братцы или нет, я еще не принял. вам придется всего лишь найти в зоне упомянутый контейнер, принести его сюда, набрать мой номер и получить деньги в любой валюте, которая вам более всего по вкусу. Хотите, это будет наличность. Несколько черных дипломатов наличности, как в приключенческом кино прошлого века, а нет, пусть будет банковский перевод. У нашей организации все легально и оперативно. Да ладно, учи жизни, подумал я, знаем мы ваши легально. Можно подумать от того, что деньги имеют вид не мешка бумажек, а выражены циферками банковского счета, они становятся более или менее легальными. Но заговорил я, конечно, о другом. Нанес удар ниже пояса, как мне тогда казалось. Насчет валюты мне по вкусу банковское золото, но главное, чтобы понять, много денег вы предложили или мало, мне надо знать, где лежит тот КМПЗ, который я должен вам притащить. Вы узнаете, где лежит контейнер, когда дадите мне свое устное согласие на то, чтобы взяться за это дело. Рыбину молк. Официантка Черри, эффектно устроив над столом свое внушительное вымя, поставила передо мной тарелку с двумя икроносными блинчиками. Блинчики были свернуты в трубочки, они сложены конвертом, как обычно. От блинчиков пахло маслом, бабушкиным домом, детством. Я сглотнул слюну. Перед рыбином же Черри поставил стакан красного чая и судан роза. Вот это человек из кремния стали. Даже находясь в питейном заведении с предложением из 96 разновидностей спиртных напитков, он заказывает чай, да еще и чай без кофеина. Но, сказал я раздраженно, когда Черри уползла, мне, чтобы решить что-то насчет этого дела, надо все-таки знать, где лежит контейнер. Есть места, в которые я не сунусь ни за какие деньги мира. Например, например, подземелье Чаес. Логично кивнул рыбин и как-то даже погрустнел, словно ему во что бы то ни стало хотелось заслать меня именно на Чаес. Но контейнер лежит не там. А где? Я вам скажу, если вы дадите согласие. Щеки рыбина порозовели от раздражения. А я в свою очередь дам согласие, если вы скажете. В этот момент рука рыбина нырнула под стол. В его ухе блеснул бриллиант. Теперь я уже не был так безапелляционно уверен в том, что он поддельный. Мгновением позже рука рыбина вынурнула, и я увидел пистолет. Я сразу узнал красавицу Беретту. Она смотрела на меня своим единственным немигающим глазом, склоняя к форсированию мозговой активности. К такой аргументации я готов не был. Размахивать пушкой в лейке немыслимо. Наш брат сталкер ни за что до такого не опустился бы. Впрочем, что их загадочной организации до наших камильфо. Эй, спрячьте пушку, гражданин. Намек я уже понял, быстро заверил я рыбина. Честно говоря, за жизнь и здоровье этого излишне напористого человека, я боялся в ту минуту куда больше, чем за свои. Если вдруг в лейку зайдет подвыпивший Ватсон и увидит, что кто-то угрожает мне стволом... Ватсон, он только в древних советских фильмах такой жеманный душка. Наш Ватсон выхватывает пушку и валит носителя угрозы куда быстрее, чем думает. А ведь и думает он тоже. Ох, как шустро. Беретта вернулась под стол. Как видно, господин Рывин теперь держал ее на коленях. Мой визави посмотрел на меня с отеческим беспокойством. Типа ну и... Я... Я уже почти согласен. Только выходит приблизительно, назовите район. Район Янтарного озера, предположительно Зоозерье. Ничего точнее сказать не могу, потому что точного места не знает даже организация. Ага, угрюмо протянул я, соображая, чем конкретно мне это грозит. С одной стороны я ненавидел Зоозерье, но с другой в зоне было по меньшей мере три места, которые я ненавидел сильнее, взять хоть темную долину. Где-то там пропал вертолет. Пропал, скорее всего, означает разбился, хотя кто его знает. Рыбин неожиданно разоткровенничался. Никто не выжил, по крайней мере, такова рабочая гипотеза. В вертолете находился упомянутый контейнер, который по праву принадлежит нам, а значит, мы должны получить его назад. Вы найдете место катастрофы, затем отыщите контейнер среди обломков и принесете его мне. Как видите, все элементарно. Что ж, постараюсь. Сколько времени на сборы? Отправляйтесь завтра утром, если, конечно, это вам удобно. Неудобно, мысленно ответил я, завтра раньше полудня даже едва ли проснусь. Удобно, неудобно, какая разница? Про себе же я отметил, что со спиртным сегодня надо поаккуратней, что называется выизбежание. А потом Рыбин ушел, хотя правильнее было бы употребить слово «ускользнул», а ко мне подсела Мариша, у которой как раз окончился рабочий день. Я доел таки свои разнесчастные блинчики, и мы с Маришей заказали человеческую пищу, стейки с картошкой фри и покружки темного пива. Пока мы ели, девушка по кличке Торпеда на небольшой сцене в углу зала пела куплеты про любовь под электрическое пианино. Мы охотники за хабаром, слизью цвета ультрамарин. Торпеда была соблазнительная брюнеточка с родинкой над правой губой. Мариша ее ненавидела и нашептывала мне на ухо всякие гадости про то, кому и какие эта самая торпеда оказывает знаки внимания. Было весело, я смеялся. Кажется, мы что-то там такое с Маришей танцевали. А когда я заказал у Любомира на пасашок, Любомир наклонился ко мне и шепотом сказал, что позвонил Хуарес, который вывихнул плечо, что, мол, Хуарес очень извиняется, но деньги за принесенный артефакт он отдаст мне не ранее, чем через неделю, мол, с деньгами у него туго. Я, конечно, не поверил ни одному слову дужки Любомира. Ни про вывихнутое плечо, ни про отсутствие у Хуареса денег, но я понимал, Хуарес, как и Любомир, в данном случае персоны подневольные. Просто организация в лице скользкого и хладноглазого рыбина настоятельно попросила их обоих денег сталкеру комбату покамест не давать. А то, кто же его знает, еще откажется за этим проклятым контейнером идти. А потом мы с Маришей шли ко мне в избушку, размахивая бутылками с пивом и горлания в холодное сентябрьское небо охотников за Хабаром. Я же между куплетами размышлял о том, почему бы организации господина Рыбина, если она и впрямь такая могущественная, не отправить за своим сверхценным контейнером кого-нибудь из своих. Чего им? У них, небось, защитные костюмы на любой вкус, экзоскелеты и людей немерено. Десять погибнут, десять новых пришлют. Так нет же, соблазняют комбата, у которого жизнь одна. Эх... Глава восьмая О том, как мы с Тополем поссорились. Чем больше я думал о предложении этого мутного Рыбина, тем лучше понимал. Мне одному не справиться. Уж больно сложно рисуется маршрут, уж больно за ее... Я хотел сказать хлопотный. Впрочем, будь он не хлопотным, стал бы этот Рыбин комбата звать. Попросил бы кого попроще и, замечу в скобках, подешевле. А если мне самому не справиться, значит, мне нужен кто? Правильно, кто-то еще. Напарник, партнер. Называйте, как хотите. Но не всякий партнер мне нужен, а опытный, как я, и хладнокровный, как два меня. И чтобы спину мне прикрывал, чтобы подмеченное мною проверял, и неподмеченное сам подмечал, а мне докладывал. А просто партнер, пусть даже такой душка, как Ватсон, такой молодчага, как Бармитура, или такой счастливчик, как овца или Кабул, мне не надобен. И что прикажете? Дать в газету объявление? Сталкеру, комбату, срочно требуется напарник для выполнения мега-миссии, оплата наличными по договоренности. Так, да? Кстати, насчет газеты не так уж глупо. Если бы не секретность, на которой настаивал Рыбин, я бы прибегнул к нашему сталкерскому списку рассылки, раз не знаешь, где искать партнера, пусть партнер ищет тебя. Но тут имелась одна загвоздка. Я-то знал, где искать партнера. Я даже знал, как зовут этого партнера. Под все мои требования тот, кого я знал, подходил идеально. Зону топтал почти столько же, сколько я. О его психической устойчивости, я уверен, позавидовала бы половина санитара в психбольнице. Сильный он был, как бык, а уж какой находчивый. Я даже знал, что зовут его Тополь. Даром, что ли, мы ходили с ним в зону свыше семидесяти раз. Так почему бы тебе комбат не позвать с собой этого Тополя? Спросит меня какой-нибудь наивный человек. Да потому что с Тополем мы поссорились. Насмерть. Четыре месяца назад. Причем поссорились, как это обычно и бывает, из-за сущего пустяка. Майонас с Тополем выдался особенно нажористым. Артефакт пер косяком. Деньги косили косой и сбивали в стога. Траджи наоборот особых не было и не предвиделось. Бунгало я свой год как выкупил, все нужное в экспедициях уже давно нагреб, ну а виски с содовой по-любому стоит ерунду. Всю выручку мы честно делили пополам, 50% ему, 50% мне, а выручки было много. Поэтому я совсем не удивился, когда Тополь подъехал к клейке на новом руссобалте мерцающего синего цвета. Мне всегда нравилась модель Малинка Пафос за плавные ободы корпуса, за хищность капота, за мощь, за изысканную отделку салона и общую, так сказать, люксовость. Неудивительно, что нравилась она и Тополю. Но я собирал на яхту, а Тополь не собирал. Поэтому-то он и купил себе Малинку Пафос, а я не купил. Дай порулить, попросил я, когда мы как следует обмыли покупку литровой бутылкой Джонни Окера. Не дам, даже не проси, сказал Тополь меланхолически. Мы стояли на высоком крыльце бара, его вызывающий красный русобалт синел в свете естественного фонаря чуть левее входа, там, где начиналось то, что мы зовем улицей контейнерной. Ну, дай порулить, жалко тебе для друга? Не отставал я. Для друга мне ничего не жалко, но не дам. Тополь развел руками. Ну, почему, почему? Да потому комбат, что ты в стельку пьян, гаркнул Тополь, еле-еле удерживая равновесие. Ну, и что? Ты ведь тоже в стельку пьян, но все-таки поедешь домой? Обиженный икнул я. Тогда Тополь жил у Женечки, которая работала в местном и оттого достаточно вшивом продуктовом магазине продавщицей. Женечка снимала контейнер, примыкающий к заднему двору бара Лейка, то есть по местным спартанским меркам жила практически элитно. Чтобы попасть к Женечке за рулем, надо было сесть в машину и объехать Лейку по кольцам обхватывающей наш поселочек грунтовки. Все это дело заняло бы минут пять, а пешком попасть к Женечке можно было минуты за три. Да, ты прав, сам я домой поеду, но это ведь моя машина, я могу делать с ней что угодно, хочу пьяным ее буду водить, хочу вообще на запчасть ее распотрошу и так вот по винтику продам. Слушай, но я же не собираюсь разбирать ее на запчасти, я укоряюще поглядел на тополе, или ты думаешь, что собираюсь? Нет, я всего лишь пьян, а не глуп, поэтому я так не думаю. Но я, мой дорогой комбат, хорошо помню, что стало в позапрошлом году с моим доджем Эксельсиором под воздействием твоих чутких водительских рук. Вспомнила бабка, как девкой была, огрызнулся я. Мне было неприятно, что тополь вытащил на свет тот давний случай, он не делал мне чести, тогда я по пьяному делу всадил в придорожный столб его новенький Эксельсиор цвета спелый баклажан. И пусть виноват в этом был не я, а лысая резина и гололед, не кстати сковавший трассу Москва-Киев двадцатого октября. Но, в общем, тополь почему-то был уверен, что будь я трезв, его Эксельсиор остался бы невредим. О чем он и напомнил мне в скупых, но точных выражениях, стоя на крыльце бара Лейка. Как обычно и бывает, когда тополь на сто процентов прав, я взвелся, как ужаленный. Мало ли, что было, что было быльем поросло, главное, что сейчас. А сейчас, мой друг Камбат, опять мертвецки пьян, причем значительно пьянее, чем тогда, ядовито подытожил тополь. И нет бы согласиться с товарищем и уйти в свои бунгалы с патеньки под мерное тиканье часов с пучеглазой кукушкой. Нет же, словно сам дьявол тянул меня за язык. Если ты не доверяешь мне пьяному, значит, ты не доверяешь и мне трезвому. А это очень обидно и практически оскорбительно начал заводиться я. Кто тебе сказал, что я тебе не доверяю? Я просто не разрешаю тебе ездить пьяным на моей новой машине. Широкое лицо тополя стало озабоченным и красным. Между прочим, это совсем разные вещи доверять и разрешать ездить на машине пьяным. Нет, ничего не разное, почти орал я. Машина — это ерунда. Если бы у меня была машина, я бы доверял ее кому угодно. Но у тебя ее нет? Да, у меня ее нет, согласился я. Но если бы она у меня была, уж будь уверен, пьян ты или трезв, я бы тебе ее доверил. Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой, мрачно проворчал тополь. Вот интересно, а свой кошелек ты бы мне пьяному доверил? Не унимался я. Нет, не доверил бы. А Женьке? Что Женьке? Настороженно переспросил тополь. Женьке доверил бы? Что, кошелек? Да, кошелек. А лучше корешок, свой корешок доверил бы. Вот представь, приходишь ты к Женьке, она вся к тебе, со своими ласками, такая-растакая, а ты ей говоришь, шалишь? Куда? Ну-ка сначала дыхни. Она дышит тебе в лицо. Если ты чуешь, что от нее пахнет спиртным, ну, хотя бы чуточку, ты ей говоришь, спокойно, руки за голову, не двигаться. И отношения с собой иметь запрещаешь. Она же пьяная? Разве можно доверить ей самое дорогое, что есть у сталкера? — Фу ты, да при чем тут это? Тополь сердито топнул ногой. — Да при том, что выпившей Женьке ты бы спокойно доверил самое дорогое, что есть у Тополя. А вот лучшему другу и партнеру-комбату ты, видите ли, не можешь доверить какую-то сраную тачку. А ведь, Женька, это просто шлюха, каких в твоей жизни будет еще много. А со мной тебе завтра, возможно, придется кататься на птичьей карусельке или орать от боли, напоровшись на симбионта. Я, конечно, передергивал. Но хмель, помутивший мой разум, внушил мне, что передергиваю я не так уж сильно. А насчет Женьки, проклятый алкоголь, шептал мне, что я все еще в рамках, когда на самом деле я уже был далеко за ними. Поэтому, когда внушительный, с поросшими белесой шерстью пальцами кулак Тополя врезался в мою скулу, ваш комбат был очень-очень удивлен. А когда второй кулак Тополя врезался в мой розовый от выпитого нос, удивление мое достигло максимума. — За что? — спросил я с интонацией обреченной собаке Муму, которую ее хозяин, немой крестьянин Герасим, уже поднял за шкирку над своей утло, покачивающейся на речных волнах, латчонкой, чтобы бросить в холодные волны. — За что? — Никогда не называй Женьку шлюхой. Ты меня понял? Род Тополя был перекошен ненавистью, глаза сияли черным огнем гнева. В то время, как правильная, честная часть комбата уже практически набралась смелости проскрепить что-то вроде «Извини, дружище, дал маху», вторая, нечестная и неправильная часть комбата, которая-то обычно и перехватывает управление после того, как комбат выпивает 300 грамм вискарика, цедила в лицо Тополю. — А ты меня не учи. Учитель еще нашелся. Помнишь, как я тебя в первый раз за ночными звездами и золотыми рыбками в зону повел? Помнишь, как кристальную колючку добывать научил? А как я тебя из воронки вытащил, чуть было пальцы из-за тебя не лишившись? Знал бы, что ты такой мудак жадный, что тебе для друга машина какой-то жалкая. Я бы тебя в той воронке навсегда оставил. Я был готов к тому, что вот сейчас Тополь со всей дурью ударит меня под дых, угостит своим ферменным апперкотом. Но вместо этого Тополь лишь посмотрел на меня презрительно, сплюнул мне под ноги и пошел прочь, ни слова больше не говоря. Весь его вид свидетельствовал о том, что он смертельно обиделся. «Эй, Тополь!» крикнул я ему в спину стремительно трезвее. Но его спина была равнодушной спиной совершенно равнодушного ко мне человека. Много жду я возвращался в памяти к этому эпизоду. Бывало, мне он даже снился. Сколько раз я казнил себя за настырность, за язвительность, за неумение сдерживать свой болтливый язык. Сколько раз я мысленно извинялся перед Тополем за то, что назвал его Женьку, с которой ты знаком, считай, не был, шлюхой? Что угораздило меня ляпнуть про ту воронку, в которой я бы его якобы оставил, если бы не мое врожденное благородство? Не оставил бы. Если надо было бы, отдал бы руку ради того, чтобы Тополь остался жив. Почему я не пошел к Тополю на следующее же утро? Почему не извинился? Тут мне нечего сказать, кроме «так получилось». Навалились какие-то дела и делишки, что-то очень срочное, очень неотложное. Мышья беготня жизни закружила, заморочила. Потом я думал, Тополь сам остынет, сам вернется. Он-то, Тополь, должен знать, что я, его дружбан-комбат, знающий 195 анекдотов про поручика Ржевского, просто пошутил. Пошутил. Ну, то есть, сморозил лишнего. В конце концов, зачем было меня провоцировать? Сказал бы, что ключ от машины своей Женьки забыл или еще что-нибудь столь же изящное соврал. Я бы поверил. Я, когда пьяный, всему верю. Даже в аист, даже в демократию, даже в то, что пиво полезно для здоровья. В общем, Тополь не пришел мириться ни через три дня, ни через неделю. А когда через десять дней я сам, наступив на горло собственной спеси, решил его навестить, куда же это он подевался, в лейке не появляется, машина его понтовой в околотке не видать, то оказалось, что у продавщицы Женьки он больше не живет. А где живет? Навел справки. Выяснилось, что из вольных сталкеров наш Тополь ушел и работает теперь на речном кордоне. Кем работает? Да уж наверняка не пильщиком дров и не удильщиком рыбы. В общем, поговорив с Рыбином в лейке, я понял, пора нам с Тополем мириться. Тем более, кстати, был звонок синоптика, соблазняющего меня на звезду полынь, мечту Тополя. Вот приду я к Тополю и скажу, а пойдем-ка за звездой полынью, как в старые добрые времена. А пока мы будем за ней идти, сделаем небольшой крюк к упавшему вертолету, подберем там контейнер и дело в шляпе. Итого, мир, дружба, жвачка и порядочная куча на личности. Если, конечно, доживем. Глава девятая. Лодочник. С тех пор, как в зоне произошел очередной выброс и погиб старый добрый Чернобыль-4, со многими прежними картами и привычками пришлось распрощаться. Провалились внутрь самих себя и заболотились испокон веку сухие песчаные пригорки. Высокие, торжествующие, нормальные с виду метровые дуванчики, взметнулись над стеклянистыми токырами. Есть такие в зоне жженые, пережженные жаркими многометровые плеши. Никогда на них ничего не росло, а тут вот на тебе, пожалуйста, дуванчики. Короткие маршруты сделались длинными. Длинные, но безопасные, короткими, зато смертельно опасными. Некоторые засиженные аномалиями места, страшные, как американская внешняя политика, стали проходимыми. Наконец, открылись новые уровни, вспомнить хоть тот же теневой Лиманск. А уж что с поймой Припяти стряслось, песня. Счастливые обладатели такого раритета, как топографическая карта генштаба, выполненные еще до первой катастрофы, знают, что в прошлом веке река Припять при взгляде сверху выглядела, как диковинная аквариумная водоросль. Вокруг главного русла распушались пышными лапками-листиками протоки Старицы Заводи. Когда образовалась зона, когда аномалии изуродовали ландшафт и поставили с ног на голову гидрологический режим местности, Припять поначалу подсохла, часть старец и протоков обмелели, но на их месте остались балки, овраги, ямы самых причудливых форм. Однако бурление пространственных пузырей и большой выброс полностью переписали русло Припяти вдоль восточного фаса периметра. Новое русло прошло через цепочку высохших был и старец, а старое наоборот превратилось в прерывистую линию малоприятных гиблых озер с черной водой. Из многих озер вода потом ушла, остались одни котловины, подозрительно сухие, со звонкой и твердой спекшейся супесью на дне. Как-то слышал от одного чокнутого сталкера, что вода не ушла, выкипела. Кто знает, может, и выкипела. Вот из-за всего этого безобразия возник речной кордон. Раньше периметр проходил ровно по реке. Минные поля, бронеколпаки, доты с пулеметами и огнеметами, прожектора, детекторы движения, ПСОС, поля сплошного огневого заграждения. Когда у мутантов случались весенние обострения, эх, если бы они случались только весной, когда зомби окончательно теряли страх, в общем, когда зона переходила в наступление, солдаты ООНовского контингента по тревоге занимали подготовленные позиции и встречали непрошенных гостей стеной огня. Но это был еще не речной кордон. А вот когда аномальные возмущения перетащили руслы Припяти западнее, когда протекла черная вода через овраги и старицы, тогда до господ в Гланштабе периметра дошло, что случилось нечто очень и очень плохое, и что раньше были еще добрые и славные деньки, а нынче деньки становятся недобрыми. Ибо по всем канонам военной науки выходило, что монстры зоны получили дармовой плацдарм на левом берегу Припяти, и теперь могут с этого плацдарма при соответствующем энергетическом климате совершить бросок в восточном направлении на Киев. Это раньше весь речной укрепрайон периметра имел перед фронтом превосходный ров в виде реки Припяти, а теперь рва больше нет. Он прошел в двух километрах от границы зоны. И словно подтверждая худшие опасения военных, уже через две недели с плацдарма был нанесен удар сокрушительной силы. По официальной версии, три амбициозных и очень пси-могущественных контроллера сговорились и сосредоточили на плацдарме более сотни отборных монстров, которые на рассвете 22 июня в сомкнутых боевых порядках атаковали укрепрайон через один из обмелевших участков бывшего русла Припяти. Атаковали. Прорвали тонкую нитку небрежно подновленных минных заграждений при помощи брошенных на эти самые заграждения псевдоплотий. Уничтожили четыре дота, взяли в качестве трофеев три пулемета утес, угнали грузовичок медикаментов и были таковы. Хорошо еще там не было псов-призраков, в которой говорят научились длительно пребывать за пределами зоны без подпитки ее темной энергии. О том, шутили французы, стоявшие в соседнем неатакованном укрепрайоне периметра, мутанты так и до Москвы дошли бы. Что характерно, удар мутантов приняла на себя рота из немецкого батальона сил ООН. И хотя им, немцам, было в сущности плевать, мутанты до Москвы дойдут, да хоть до Волги, но многим шутникам из числа французов они пересчитали зубы. Я тоже участвовал, кстати, в этом воспитательном мероприятии, хотя и русский, но это отдельная история. Но вернемся к речному кордону. После позорной пощечины, полученной от контроллеров, главштаб периметра принял решение, не имеющее прецедентов, вынести на этом участке передний край обороны вглубь зоны. Его-то и назвали речным кордоном. Вы, наверное, не поняли еще, в чем юмор? Я тоже, если честно, этого не понимал, потому что в те края никогда не заходил. Мне казалось, нормальному вольному сталкеру делать там совершенно нечего, а наниматься в военные сталкеры я не собирался. Я видел пять способов попасть на речной кордон. Первый вертолетом, второй приехать по проложенной военными бетонке от КПП на мосту через старое русло Припяти. Третий приплыть по Припяти на моторном катере. Четвертый прикинуться контроллером или бюрером и подойти к правому берегу Припяти с поднятыми руками, то есть сдаться парням из речного кордона в плен. Пятый прийти туда через зону пешком, как делают все нормальные сталкеры. Замечу, что все пять способов не давали ответа на вопросы «Как попасть на речной кордон незамеченным и невредимым?» И «Как попасть на речной кордон и повстречать там тополя?» Я принялся за чтение последних сводок на своем ПДА. Потом придался размышлениям над самодельной картой зоны закадычной подружки моей. На все это у меня ушло с четверть часа. Приставив болт к носу, я пришел к выводу, что придется воспользоваться услугами лодочника. Без него никак. Пересечь периметр не такая проблема. Проблема добраться от точки прорыва периметра до речного кордона. При этом добраться быстро и без проблем с патрулями, мутантами, аномалиями. Так что через час я уже загнал взятые у Ватсона на прокат патриот в трехметровый бурьян, окружавший уединенный коттедж лодочника, вытащил из машины рюкзак и баул с защитным костюмом. И, прокручивая в голове варианты разговора, отправился на поклон к нашему светочу научно-технической мысли. Тысяча? Маало отрицательно покачал головой лодочник. Полторушка. Для тебя полторушка. Был бы кто другой и пятихатки не дал бы. Ты пей, пей. Лодочник кивнул на свое фирменное, крепко безалкогольное пойло, налитое в огромную вертикальную чашку с отбитой ручкой и поблегшее от времени надписью World Unix Congress 2020. А меня на бабки не опускай. Я быстро все компилирую, комбат. Делись четырьмя процентами прибыли или проваливай. Пойло лодочника, крепкое, как мадагаскарский кофе, имело цвет пятна ракетного топлива на болоте и, насколько я помнил, недурно чистило мозги, как от всяческого мусора, так и от мыслей. Я вздохнул, компилирую. И работал бы по своей программистской линии дальше, чего-то в нашу грубую и стрёмную зону индустрию подался. Лодочник не был сталкером в обычном смысле, он был техническим гением, причем вовсе не компьютерным, хотя от человека, первую половину жизни, проработавшего программистом, все мы ожидаем в первую очередь виртуозного взлома чужих ПДА и банковских серверов. Вот и лодочник, появившись в окрестностях Чернобыля-12, ожидал от себя чего-то подобного. Но после ряда неудачных экспериментов со взломом чужих ПДА, которые едва не закончились для лодочника взломом его драгоценной черепушки, ему пришлось заподозрить, что его признание в другом. В чем именно, ответила сама жизнь. Оказалось, у лодочника просто-таки сверхъестественные способности к сопряжению артефактов зоны с обычной техникой. Я не говорю о таких простых вещах, как артефакты вроде грави, встроенные в макар или другой подобный пистолет с незавидной мощностью родного боеприпаса для увеличения дульной энергии. Это все видели. Этим никого не удивишь. А вот пушку, стреляющую маленькими жарками, не хотели? А двухсотлитровое ведро размером с консервную банку из одной пустышки и двух свиных хвостов в качестве краников переходников. Лодочник, пойми, мне очень нужно на речной кордон. На кордоне я надеюсь встретить тополя. Хочу поговорить с ним. Будет ли с этого хоть какая-то прибыль, и когда она будет, я не знаю. Соглашайся на фиксированную сумму, пока я добрый. Лодочник посмотрел на меня неодобрительно. Один сталкер, сказал он, назовем его для удобства комбат. Бледное вампиричье лицо лодочника было лишено и тень улыбки. Вышел вчера из зоны. При комбате имелся хабар. В основном мусор на две единицы имеют немалую ценность. Одна единица хабара, которая именуется на местном сленге ведьмина коса, представляет собой мощный генератор тока сверхвысокой частоты и может использоваться для питания не только различных транспортных средств, но также ручных лазерных и МКВ винтовок. Последнее обстоятельство делает ведьмину косу недешевой вещицей. Вторая единица хабара называется колокол. Я открыл рот, но лодочник сделал предостерегающий жест рукой. Называется колокол, повторил он вкратчиво. Возможности артефакта до конца не изучены, но уже сейчас ясно, что его можно использовать как экранирующий шлем, а именно, будучи надет на голову, колокол делает нормального сталкера внешне похожим на идиоты, но зато предохраняет от воздействия радара, а это само по себе очень и очень немало. Кроме того, колокол, скорее всего, может быть сопряжен при помощи паронейронного адаптера с хроматогенными гангилиями кровососа, что в конечном итоге обещает превратить его в самую настоящую шапку-невидимку. Я размеренно кивнул с самой постной физиономии, в том духе, что давай, давай, лодочник, выгружай уже свою программу побыстрее, ехать пора. Касательно того, откуда у лодочника столь исчерпывающая полная информация о моем крайнем хабаре, я версии строить даже не пытался. Почему? Потому что лодочник, в отличие от меня, никуда не спешил и продолжил сообщать мне все то, что я забыть пока не успел. Обе единицы хабара комбат может легко и просто сдать за наличные гражданину Хуаресу и на какое-то время жажду зла утолить, после чего уйти в заслуженный пятидневный загул. Однако, не проходит и суток, как сталкер комбат заявляется к лодочнику с просьбой переправить его в зону, а конкретнее на речной кордон. Вопрос, так какие же должны рисоваться чудеса на этот раз, чтобы сталкер комбат, известный своей респектабельной ленью, срывался с места, как молодой соложонок и снова бежал в зону? Или скажем по-другому, так какие же деньжищи комбат намерен заработать на этот раз? Твоя взяла две тысячи. Две тысячи сейчас и два процента от прибыли потом. А ты не допускаешь, что я иду в зону не ради денег? Нет. Ты меня без ножа режешь. Но по рукам. У лодочника есть все, кроме такой яхты, какая будет у меня, но святом ни слова. А среди этого всего главное его достояние летающая лодка. Именно так. Только раньше летающими лодками вообще-то называли гидросамолеты, а у нашего перевозчика не самолет. У него моторная лодка на воздушной подушке. Она может лететь над водной гладью, над болотом, над лугом и очень быстро, если потребуется. Но может и плыть по воде, как обычная моторка. Это уж как будет угодно хозяину. Похожие катера, но покрупнее, используются на болотах Флориды, Сибири, Индокитая и производятся в последние пятнадцать лет по преимуществу корпорации Сухой. Но свою летающую моторку лодочник сделал сам. И по праву тем гордится. Потому что какая у катеров на воздушной подушке главная проблема? Шумность. Такой катер ревет, как батарея бензопил. А вот кустарный шедевр нашего доморощенного гения не было слышно уже с двадцати шагов. Как он этого добивался? О, у каждого гения свои тайны. Посмотрел он туда. Лодочник протянул руку и довернул мой бинокль на три румба вправо. Убедившись в том, что теперь я смотрю куда надо, лодочник снова припал к окулярам своего бинокля. Видишь этот одинокий столб? Вижу. Под ним старый фермерский пруд, в нем рыбу разводили. Пруда не вижу. Его ты и не можешь отсюда видеть. Столб ориентир. Понял. Уровень воды в пруду когда-то регулировался при помощи бетонной трубы и железных задвижек. Труба длинная, положена под дамбой. Открывается на затопленный луг. Идеальное место для проникновения. Начинаем мы с пруда. Проходим трубу, выходим на луг. А в прошлый раз ты меня как-то иначе возил, заметил я подозрительно. Прошлый раз когда был? А где тут периметр? Периметр идет ближе к тому краю луга. Я думаю, что... Впрочем, промолчу, чтобы не сглазить. Поехали. Итак, мы начали. Катер был спущен на воду в заброшенном рыбоводческом пруду. Лодочник ориентировался по каким-то своим, особым датчикам, чьи показания интегрировались на паре ПДА, закрепленных стальными скобами на приборной доске. Идя на самых малых оборотах, лодочник ввел катер в едва намеченную протоку между чистоколами сухих стеблей осоки. Складная колонка с воздушным винтом пока что находилась в лежачем положении. Катер плыл в обычном водоизмещающем режиме. Тихонечко бормотал водометный движитель. Как и следовало ожидать, в трубе примерзко воняло. Для прогулки на речной кордон я облачился во все тот же дорогой комбез СПП-100, в котором вышел из зоны на медне. Поверх него я надел бронежилет. На голову лодочник заставил меня нацепить нелепую шляпу с обвисшими полями и ремешком, который застегивался под горлом. При этом, судя по весу, шляпа была отлита из железа, а на вид обычная материя, етицкая сила. Не снимай ее, не надо, велел лодочник. Из-за этой шляпы я был лишен удовольствия натянуть на голову противогаз, комплектный от комбеза СПП, и тем отгородиться от внешнего мира, в первую очередь от вони, царящей в трубе. Себе на голову лодочник нахлобучил такую же шляпу. Что же касается защитного комбинезона, то им лодочник пренебрег, оставшись в своем неромантичном спортивном костюме и куртке из дерьмового кожзама, не дать не взять, ломщик валюты с провинциального вокзала. Я все прикидывал, как лодочник намерен себя вести, если выяснится, что в этой идиотской трубе ржавой каракатицы раскорячился каркас какой-нибудь сейлки-велки, и мы глупейшим образом застрянем. Или если на том конце трубы обнаружится задвижка. Или если... Но катер наш без малейших преткновений выскользнул из утробной тьмы во тьму подлинную и пополз по водной глади, из которой то здесь, то там торчали в раскоряку мертвые яблони. Шепотом лодочник пояснил, что когда-то здесь был фермерский сад, а это думал ракетодрон. Мы были еще не в зоне, а лишь на краю нейтральной полосы перед периметром, но сердце уже сжало иррациональная тоска, пресловутый внутренний голос нашептывал, уходи, беги, нечего тебе там делать. Врядно, конечно, в зону так часто ходить, нельзя, жадность до добра не доводит, но если честно, не в деньгах было дело и даже не в яхте моей мечты, а в том, что я видел в предстоящем сложном деле прекрасный повод предпринять попытку к примирению с тополем. А вдруг получится? Сядь на дно, уцепись за что-нибудь, приказал лодочник, и держись за шляпу, потеряя шляпу, станешь овощем на всю жизнь. А что если... Сам я ненавижу, когда мне задают подобные вопросы, в духе «А что сейчас будет?» или «А что может случиться?» Поэтому ничего удивительного не было в том, что лодочник бесцеремонно меня перебил, прошипев «Заткнись и делай, как я сказал». От кого другого он мог бы и по зубам за такие заявления получить, между прочим, и от меня получил бы. Но я направлялся к своему лучшему, пусть и бывшему другу, а потому мое настроение можно было назвать благодушным. В последующие минуты события развивались стремительно, и кое-какие детали этих событий оказались даже для меня, бывалого скитальца, не ясны. Лодочник поднял колонку с маршевым воздушным винтом и сразу же дал на винт максимум оборотов. Второй двигатель, работавший до этого на турбинку водометной установки, был переключенным на винты нагнетателя воздушной подушки. Катер оторвался от поверхности воды и, пьяновато качнувшись, рванул вдруг вперед со скоростью хорошего мотоцикла. Я не знал толком, как именно устроена система его акустического глушения, но одно мне было ясно. Лодочник ее не включил. Ревели мы, что твой самолет. Отчего так, недоумевал я, но все-таки к чести своей сообразил, что все дело в артефактах. Лодочник использует в своих стелс-системах артефакты зоны, причем не абы какие, но лишь редкие и опасные цветы зла, которые нуждаются в подпитке темными энергиями. Пока не попадем в зону, эти стелс-артефакты бессильны. Разумеется, на периметре сразу же зажглись прожекторы. Два где-то слева, один справа. Световые дубины рухнули на гладь, заливного луга и понеслись по ней, нащупывая наглого нарушителя. Залаял громкоговоритель, но рев наших двигателей перекрывал его, мы слышали только что-то вроде «бую» и «тсяйной яю». Периметр быстро приближался. Впереди стал различим трехметровый проволочный забор. Поверху забора шла колючка концертина. Вбок на штырях с изоляторами были вынесены оголенные провода под напряжением. Даже сам по себе такой забор преодолеть было нелегко, но на самом деле он был скорее формальным указанием на наличие периметра, а вовсе не самим периметром. Самые важные компоненты периметра так вызывающие в глаза не лезли. Малозаметные противопехотные препятствия, в основном спираль Бруна, но и не только, образовывали две сплошные полосы по обе стороны забора. Здесь, на заливном лугу, их дополнительно скрывала вода, в других местах они прятались в траве. Минные поля из гуманных соображений были выставлены только за забором внутри зоны. Я с опаской думал, достаточно ли надежно лодочник подавляет физические поля своего катера, потому как мины, они сейчас умные, даже когда дешевые. Даже располагая катером, который умеет летать, надо крепко потрудиться, чтобы сбить с толку их неконтактные взрыватели. Наконец, пулеметы и автоматические пушки. Они расставлены на вышках, упрятаны в доты, ими же обязательно вооружены патрульные джипы и бронеавтомобили. Южнее, ближе к Чернобылю-4, периметр сейчас вообще сделался абсолютно непроходимым. Там, через каждые 25 метров, 25 это считай вплотную, стоит пожурная железная башня, обвешанная четырьмя, четырьмя пулеметами с компьютерной автонаводкой. Контрольная полоса вокруг главной линии обороны с железными башнями 200 метров с каждой стороны. Все живое, зачем-то пролезшее через предупредительный заборчик из концертина на кулиях, расстреливается без предупреждения. В это завалили столько бюджетных денег, что, кажется, дешевле было всю зону закатать бетоном. Может, и дешевле, кстати, другое дело, что бетон пролежал бы в лучшем случае до ближайшего выброса, а периметр все же какое-то время постоит, может, даже года три. Периметр перед нами, к счастью, и близко не имел такой плотности огневых точек, как на юге. В противном случае нас бы уже раскрошили в мелкий мякиш вместе с чудо-катером. Но мы все время, конечно, находились сейчас в зоне досягаемости двух пулеметов, и оба ствола заговорили одновременно. Две длинные очереди, скрестившись почти строго по нашему курсу, выбили высокие фонтанчики, напоминая об бренности бытия. Лодочник, однако, сохранял ледяное спокойствие. Спокойствие спокойствие, но лично я отказывался понимать, как он намерен преодолеть проволочный забор. Что, где-то впереди по курсу есть дыра? Дыра достаточно маленькая, чтобы не быть заметной с пятидесяти метров, но достаточно большая, чтобы в нее прошел катер вместе с маршевым воздушным винтом. А это больше человеческого роста, друзья. Или лодочник намерен подорвать секцию забора, испепелить, завалить при помощи управляемой аномалии? А не жирно это будет, даже для нашего технического гения. Пули защелкали по носу катера. До забора оставалось всего ничего. Гибель представлялась неотвратимой. «Бросай, домовые!» закричал лодочник. У нас была договоренность, по его команде я задействую дымовые гранаты. Причем лодочник дал мне пять штук, каких-то особенных, его собственного изготовления. Эти, по его уверениям, были самыми-самыми правильными. Я бросил одну гранату за корму, другую за правый борт, собирался швырнуть третью, когда под правой рукой лодочника из приборной панели торчали четыре рычага, два зеленых, желтые и красные. Лодочник рванул на себя первый зеленый рычаг, за ним второй. Где-то под днищем катера на миг полыхнула яркая молния, настолько яркая, что свет прожекторов померк. Катер, будто влетев на невидимый трамплин, подпрыгнул в воздух. Нос чудо-кораблика задрался, полностью перекрыв мне обзор впереди по курсу. Но мне хватило и обзора вправо. Мы летели. Невысоко, метрах в четырех-пяти над землей. Но летели. Подозреваю, офицеры-операторы компьютизированных пулеметных комплексов обогатили в ту минуту лексикон своего родного словацкого языка парой новых идиуматических выражений или хотя бы междометий. Ну, где бы они в своей скучной Словакии увидели катер, летящий на бреющем полете и в прыжке преодолевающий трехметровые заборы. Стало быть, и подходящего им анарута у них для такого случая не было. А теперь вот появится какой-нибудь там летятский курац моторный. Хе-хе. Да-да, на этом участке периметра стояла словацкая рота, а там, куда мы направлялись, на речном кордоне сейчас дежурили французы, не считая спецгруппы военных сталкеров, которую возглавлял мой дорогой друг Тополь А.К. Константин Уткин. Конечно, летел катер постольку, поскольку неизвестное устройство придало ему разовый импульс. При этом катер оставался катером, он не превратился в самолет или вертолет. Так что, перемахнув через забор, катер полого спикировал вниз. Воздушная подушка демпфирировала удар, но с симметричной отдачей от водной поверхности нас развернуло почти на 180 градусов. «Может, это непредвиденное аэродинамическое событие нас и спасло. Следующие очереди опомнившиеся пулеметчики положили с грамотным упреждением туда, куда катер должен был бы попасть, если бы продолжил двигаться по прямой. Но вместо этого катер рыскнул назад к забору. Я увидел, кстати, что дымовые гранаты сработали отлично. Все видимое пространство стремительно заполнялось непроницаемыми клубами дыма». Лодочник, прорычав «Баран», положил катер в крутой вираж. «Бросай остальные, чего спишь?» «Это он уже мне, а баран надо полагать катеру». Я поспешно употребил три дымовые гранаты, которые у меня остались. Едва не сорвавшись с виража и не полетев вверх тормашками, мы вернулись на курс. По краю затопленного луга рос высокий густой кустарник, который обещал скрыть нас от прямого наблюдения. Секунды, которые катер преодолевал расстояние до этих зарослей, длились долго. К счастью, на нас начала работать специфика зоны. Одну за другой две длинные очереди поймали жарки. Пули, основательно подплавившись, изменили геометрию, и этого хватило, чтобы они сошли с линии прицеливания по чисто аэродинамическим причинам. За кормой с оглушительным хлопком что-то взорвалось, сверкнули несколько вспышек, похожих на фото Блицы. Пиротехнический магний, что ли? Это, как я догадался, сработали сюрпризы в первые сброшенных мною дымовых гранат. Тоже верно, мысленно согласился я с логикой лодочника. Лучше хоть такие помехи создавать их прибором наблюдения, чем никакие. В конце концов, тут каждая секунда на счету. Одну отыграл, и, возможно, этой секунды хватило, чтобы жизнь свою молодую спасти. Лодочник рванул третий желтый рычаг. На этот раз удара молнии не случилось, только раздался где-то в корме катера хруст, будто наступили на гигантский вафельный корж. Но весь мир, аномальный мир, напомню, поскольку мы уже находились в зоне, вдруг преобразился. Во-первых, рев наших двигателей сразу же стал заметно тише и изменил тон, став как-то ворочливее, басовитее. Во-вторых, на окружающий нас ландшафт снизошел призрачный розовый свет, будто включилась над зоной гигантская неоновая реклама. Нет, точнее, даже не так. Все знают, что приборы ночного видения дают многохромное изображение, оно либо зеленоватое, либо голубовато-серое. Ну, а мы с лодочником словно смотрели на зону через такой гламурный прибор ночного видения, который все красит в розовый цвет. Непривычно, но терпимо. Ну, и в-третьих, я почувствовал ощутимое покалывание в затылке, не на поверхности кожи, а где-то в глубине, по ощущениям глубоко в мозгу. Эту боль тоже можно было вытерпеть. Тревожило лишь то, что сам по себе симптом мне никогда в зоне не встречался. Не успел я как следует насладиться порозовевшим ландшафтом и подивиться непрошенному буравчику в затылке, как мы покинули затопленный луг. Но как мы их, а? Так-то будут знать. Лодочник повернул ко мне в полоборота свое некрасивое лицо мелкого пакостника. Оно сияло мрачным торжеством. Уж чего-чего от такой непосредственной детской восторженности я от него не ожидал. Хорошо, но не говори гоп, проворчал я. Как бы не грабануться эта зона. Худшее позади, поверь. Зона нам поможет. Цветы зла, очень редкие артефакты. Я сам придумал, как использовать их в конструкции катера. Лодочник говорил отрывисто, делая паузы всякий раз, как ему требовалось совершить маневр, чтобы обойти очередное препятствие. Чувствовалось, ему вдруг очень захотелось выговориться. Я мрачно подумал, что при всех своих понтах суперспециалиста он ведет себя в зоне немногим разумнее, чем сопливый новичок отмычка. Но и перебивать его нельзя. Лодочник типичный псих, сблуждающий самооценкой. Если его грубо перебить, может вдруг резко потерять веру в свои силы. И тогда жди беде. Не грабануться бы, черт. Цветы уже набирают силу, наливаются энергии, продолжал вещать лодочник. Скоро мы полетим совсем беззвучно, приобретем оптическую невидимость, любой кровосос позавидует. Чудно, сухо сказал я. Ну, наконец, старика. Здесь весь комплект стелс-артефактов на борту катера вошел в полную силу, и чудо-катер заскользил над рекой бесшумный, как призрак. Здравствуй, Припять, прошептал я. Нам требовалось пройти по водной глади почти полтора километра. Это много или мало? На милой лесной речуге или на могучей сибирской реке в нормальную погоду это тьфу. Но мы же были в зоне. Левее нас, где-то за хаосом прибрежных зарослей, начиналась темная долина. Справа лежал перепаханный буераками новый уровень, который даже общепринятого названия пока не получил. Одни говорили оранжевые пески, другие пылающий остров. Водная гладь Припяти таила здесь, в пределах зоны, ряд таких опасностей, которым позавидовала бы и нашпигованная смертью тверть ее берегов. Однако аномально-технический прогресс в лице отдельно взятого лодочника шагнул действительно далеко. Так что я даже начал отчасти разделять его самонадеянность. Уж не знаю, как были устроены бортовые детекторы аномалии его катера, но показывали они абсолютно все и загодя, так что ведя катер с более чем приличной для зоны скоростью 10 км в час, лодочник нормально вписывался в безопасные коридоры между ансамблями аномалий, не сбрасывая оборотов. Да-да, 10 километров в час. А вы особенно развивать 70, так по зоне и надо гонять 70? 70 это для вертолета, идущего над зоной довольно много, и для джипа, едущего по свежей военной бетонке. А мы ведь находимся на реке, под нами лежали несколько метров непросматриваемой черной воды, а под нею ржавели остово утонувшей техники, нерестились мутировавшие рыбы, копошились плавунцы мозгоеды, хищно шевелили ротовыми кубышками плотоядные водоросли. Но в те минуты зона любила лодочника. Полтора километра мы прошли без всяких приключений, чинно, благородно, затратив меньше, чем четверть часа. Да, нам бы сталкером всегда такие скорости передвижения, мы зону насквозь проходили бы за день. Дальше вверх по реке начинались стационарные укрепления речного кордона. Лодочник выключил винт и воздушную подушку. Катер плюхнулся в воду. Теперь второй двигатель снова заработал на водомет. Затем лодочник вернул желтый рычаг в исходное положение, выключив все стелс-системы. Он повернул к берегу и ловко, но весьма опасно пристал почти в притирку к птичьей карусели. По крайней мере, так определили аномалию его чудо-детекторы. Мой личный детектор эту курсель почему-то не брал. Я во все глаза заглядывался в темноту, пытаясь увидеть там хоть какие-то признаки аномалии. Странно. Все. Дальше сам сказал лодочник. Ясное дело. С этими словами я ступил на берег и обернулся, принимая от лодочника свой рюкзак. Стоять! Властный голос раздался совсем близко за моей спиной. Имени Манфора вы арестованы. Анфор это Унфор Юнайтед Нэшон Форсес. Вообще это полное название уоновского контингента Унфорфосис Юнайтед Нэшон Форсес Форзон Исалейшн. Но так Анфорфозис никто не говорит, разве только самые замшелые уоновские комиссары. Спасибо, сказал я лодочнику. Ловко ты меня сдал. Я ни при чем, ответил мой проводник. Сам видишь, засадываем сталкеров. Разговорчики весело прикрикнули на лодочника из темноты. Глава десятая Речной кордон. Вот так вляпались. Впервые за свою карьеру я попался в лапы злющим военсталкером в охранной зоне режимного объекта и при том с абсолютно пустым контейнером для хабара. Это означало, что откупиться мне нечем. Зато им мерзавцам есть что мне инкриминировать. Но с тополем я все-таки повстречался. Чего уж там. Цель была достигнута. Нас с лодочником отконвоировали на опорный пункт речного кордона. И теперь мы находились внутри штабного капанира, собранного из типовых железобетонных блоков. Константин Свет Алексеевич сидел за раскидистым столом, изготовленным, насколько позволяли судить мои познания в технике, из бортового листа бронеавтобуса. Такие столы некогда вошли в моду в воюющем Ираке, а потом расползлись по всему миру вместе с демократией и ее зубастыми ценностями. Так вот, похоже, бронеавтобусу не повезло, его крепко зацепило где-то в зоне. Однако левый борт машины частично уцелел, и теперь, будучи выдружен на две тумбы и сложенных один поверх другого деревянных ящиков, исправно служил моему бывшему лучшему другу для самых разнообразных надобностей. Вся левая половина стола была занята тремя крупными мониторами, на которых чего-то там мониторилось невероятно важное для жизни и деятельности речного кордона. Рядом с ними лежал автомат «Гроза». Первую половину стола занимала разложенная карта и стопка грязных тарелок. Имелись также оружейные шкафы и страховидный диванчик. Ну и стулья, само собой. Аж целых четыре штуки. Будь я в настроении, схватил бы соседний стул, ахнул бы своего дознавателя по черепу, а дальше действовал по обстоятельствам. Если бы только это был не тополь. На что Капонир не мог пожаловаться, это на темноту. Здесь горелось полдюжины разнокалиберных ламп дневного света. Похоже, питались они от вечной батарейки, а может и вовсе от термопара, один конец которой иные умельцы ловко забрасывают в самый центр подходящей жарки или в недра разлома. Но, несмотря на столь необычные источники питания, светло здесь было как в операционной. Фамилия, имя, отчество. Повторил тополь без выражения, пялись в формуляр, над которым был занесен огрызок карандаша. «Несмешимые яйца, Костя», повторил я. Тополь скосил глаза в монитор, покрутил карандаш в пальцах. На меня он смотреть упорно избегал. «Ну, это игра такая, будто мы незнакомы». «Задержанные», Гундоза, сказал он. «Хочу вам напомнить, что пребывание на территории зоны без пропуска одного из установленных образцов категорически запрещено. Учитывая отягчающие обстоятельства а. Проникновение групповое, б. Ношение оружия, в том числе автоматического, в. Использование незарегистрированных транспортных средств, вы подлежите не только административной, но и уголовной ответственности в рамках действующего законодательства». «Костя, я иду на Интарное озеро», сказал я, по возможности проникновенно глядя на моего бывшего лучшего друга. «Там вертолет грабанулся. Ты, кстати, ничего не слышал об этом?» «Здесь вопросы задаю я, как-то не очень уверенно», напомнил Тополь. «Ну, молодец. Ай, брависсимо, это называется, если бы камни заговорили». «И закончу свою мысль, задержанный», продолжал Тополь, кое-как справившись с неуверенностью. «Оттого, насколько охотно и полно вы ответите сейчас на мои вопросы. В конечном итоге зависит отношение к вам, коллегии суда». «Можем начать с главного. С какой целью вы направляетесь в расположение второго опорного пункта «Онфорфузис»?» «Ого, онфорфузис. Как язык не сломал-то? Да он стал хуже самого замшелого уоновского комиссара. Переродился, как, а ведь только четыре месяца прошло. Я направлялся на речной кордон, чтобы поговорить с тобой, Костя, ибо, повторюсь, я иду в район Янтарного озера. Если правда все то, о чем сообщает синоптик, один я могу туда и не дойти, поэтому мне нужен ты. То есть вы утверждаете, что вашей ближайшей целью являлась встреча с Константином Алексеевичем Уткиным? Да, и хватит». Я неожиданно разозлился. «Устал я от тебя, Костя. Если охота языком чесать, вызови лучше лодочника. В зоне он становится таким болтливым, что вы с ним прекрасно проведете время до самого утра». Тополь, однако, был полон решимости развивать бюрократическую оперу в направлении второго еще более абсурдного акта. Он даже успел сказать что-то вроде «Эта информация принята к сведению задержанной», когда картинка на мониторе отвлекла его внимание, и он осекся. Тополь смотрелся в монитор, потом потянулся к маленькому джойстику, примастившемуся у приклада автомата гроза, пошуровал джойстиком туда-сюда. Мне не составило труда догадаться, что таким образом он управлял одной из внешних камер наблюдения. На физиономии моего бывшего лучшего друга выражение застенчивой подозрительности вдруг сменилось крайней озабоченностью, если не сказать испугом. Ворота не открывать, гаркнул он в рацию, висевшую у него на плече. Здесь уткин, не открывать ворота. Ах, мать, портет, тфу, not opening the doors, оглохли, что ли, not, not doors, no. Я поморщился. Английский, конечно, язык утилитарный, но зачем же так ужасно его насиловать? В следующий миг тополь преобразился. Он вскочил, хватая грозу, со стола с грохотом сверзался на пол джойстик, а потом он швырнул грозу мне, мне, задержанному. Держи. Я поймал пятикилограммовую дуру исключительно на рефлексии и чуть не завалился на спину вместе с хлипким стулом. Едва удержав равновесие, я вскочил на ноги. Что за нахер, Костя? Зарал я, сразу же перепугавшись не на шутку. Костя был уже у двери, в противоположном конце штабной комнаты. Он распахнул оружейный шкаф, вырвал из его недр сразу две грозы. Одну он ловко забросил на левое плечо. Освободившийся рукой торопливо нагреб гранат к подствольнику и магазинов. Прихватил он и пару пистолетов, засунув их за пояс. Это прорыв, Володя, бросил тополь через плечо. Действуй на усмотрение. Увидимся, если что. Эээ, погоди, так ты что, меня отпускаешь? Меня, задержанного. Но Константина уже и след простыл. Тополь! Тополь, черт бешеный! Вот так, ни привета, ни ответа. Вообще-то, если тополь действительно намеревался исполнить свой долбанный долг долбанного военного сталкера и сдать меня комендатуре Анфора, я без вариантов оказывался за решеткой. Надолго ли другой вопрос, но удовольствие в любом случае рисовалось ниже среднего. Так что другой на моем месте обрадовался бы. И еще как, ведь отпустили. Но я... Я крепко перепугался. И не зря. Когда я, довооружившись как следует за счет запасов щедрого тополя, а также возвратив себе конфискованные Хао Пауэр и Стечкин и прихватив свой монструозный рюкзак выбежал на двор из штабного капонира, бой уже гремел вовсю. На вышках, расположенных в углах опорного пункта, заливались пулеметы. Где-то ближе к воротам, я не видел их, мешала бетонная призма канонира, чей выход смотрел строго на запад, захлопали разрывы гранат. С леденящим душу воем, который оборвался омерзительным чавканем, разлетелся на куски кто-то очень обширный и нехороший. Все мои чувства вопили, бежать, бежать немедленно. Но холодный разум сталкера велел стоять, радиоактивное мясо. Без Тополя ты отсюда не уйдешь, потому что без Тополя нечего и думать о том, чтобы дойти до Янтарного озера и найти кампезе этого рыбина, и тем более вернуться. Ну и где этот Тополь? Взяв грозу на изготовку, я робко выглянул из-за бетонного угла. В двух шагах от меня начиналась стационарная железная лестница, ведущая наверх. Крыша Капонера была отлично оборудована для кругового наблюдения и обороны. Оттуда сверху мне открылась безрадостная картина серьезного ЧП. Порота опорного пункта, выполненные, между прочим, из 7-миллиметровых броневых листов были полуоткрыты. Заклинив их так, что оставался проход, достаточно не только для человека, но и для любого мутанта, в воротах торчала бронемашина Лухс-3, производство ФРГ, три моста, полный привод, изменяемый клиренс, 30-ти миллиметровая дрына в башне, автоматический гранатомет на крыше. Сомнений не было. Машина принадлежала ООНовцам, соседнему батальону. Стояли французы, и медь часть у них была другая. Немцы служили севернее. Бронемашина нехотя горела. Видимых повреждений я не заметил, но это не значило, что их нет. Бронебойная пуля 12,7 или тем более 15-ти миллиметровой снайперки уделает Лухс-3 в борт или корму запросто. Не потому, что Лухс-3 такая уж плохая бронемашина, а потому, что крупнокалиберные снайперки слишком хорошие. Помимо бронемашины, наблюдались также тела, прямо скажем, трупы. Два трупа принадлежали французам. Их полевое камуфло ни с чем не спутать. В третьем опознавался Снорк, мутант зловредный и опасный. В четвертом и пятом не французы, не военсталкеры, немцы. Да, точно, бундесы. Раскрученные станки у правого заднего колеса Лухса принадлежали похоже кровососу. Картина в общем восстанавливалась без особых затруднений. К воротам подъехала немецкая бронемашина. Посигналила, чтобы открыли. Охрана на воротах гостей не ждала, но и подозрений особых немцы не вызвали. По бетонке тут ехать недолго, мало ли что у них стряслось. Охрана нажала на кнопку, ворота начали открываться. В ту секунду Тополь, поглядывающий на экран монитора, заметил что-то подозрительное. Заорал, чтобы ворота не открывали. Услышали его или нет, поняли или нет, неважно, потому что было уже поздно. Лухс-3 сорвался с места, его бронированное рыло вклинилось в уже наметившийся зазор между створками ворот. Из бронемашины вместо ожидаемых бундусов повалили мутанты, в том числе, вероятно, зомби, наскоро переодетые в снятую с убитых немцев форму. Есть, конечно, некоторые вопросы, только ли зомби и мутанты, и как вообще этим тварям удается откалывать такие штуки фактически в нашем тылу, ведь пылающий остров, лежащий к востоку от речного кордона, контролируется армейцами лучше любого другого уровня зоны. По крайней мере, вольные сталкеры через него не ходят, боятся за решетку загреметь. Ладно, допустим, даже контроллер. Это очень плохо. Это невероятно опасно, но здесь, на опорном пункте, минимум взвод бойцов, причем это ведь не просто вертуха из обычного периметра, это бойцы речного кордона, которым придано звено военных сталкеров. Здесь обязательно должны использоваться самые изощренные штучки, в том числе артефакты, кристальная колючка и морской еж, в разы поднимающие пси-сопротивляемость. Но даже без них ни один контроллер не потянет 30 человек, да еще на такой площади. Короче, вопрос, отчего тополь так разволновался. Подумаешь, попробовали мутанта провернуть диверсию, проникнув на территорию опорного пункта при помощи трофейной бронемашины. Да только раскрыли себя раньше времени, и вот нет у них больше бронемашины, а сами они... Рассуждая подобным образом, я поднялся по железной лестнице на крышу Капанира. Поглядел я сверху на опорный пункт, бросил взгляд на пылающий остров и обомлел. Мне открылась картина стремительно назревающего разгрома. Оправдывая свое название, местность за воротами, сколько хватал глаз, купалась в потоках холодного призрачного огня. Малиновые, оранжевые, лиловые полосы неслись по песчаным схолмям, будто некто хозяин зоны взялся испытывать здесь гигантскую установку для адского светового шоу. На фоне этих потоков фонтанирующего холодного света темными, подвижными пятнами выделялись крысиные стаи. Каждая стая шла в собственном строю, четко очерченным клином. В голове клина двигался вожак крысиный волк. По два заместителя вожака, тоже крысиные волки, трусили позади клинив, словно подгоняя их. Всего крысиных клинив я насчитал семь штук. Много черт! Кроме крыс я заметил две стаи собак, несколько плотных групп кровососов и ближе к реке четырех химер. За всем этим воинством ада где-то в тылу наверняка находились несколько контроллеров, которые и дирижировали оркестром. Можно было бы, конечно, подумать, что случился обычный гон, перемещение крупных масс мутантов, спровоцированное смертельной опасностью. Но бронемашина в воротах и трупы мутантов вокруг нее указывали, что речной кордон намечен в жертву весьма тонко спланированной акции. И грянул бой. Французы дрались в лучших традициях старой гвардии Наполеона. Только здесь соотношение сил было похуже, чем при Ватерлоу. Ах, если бы не эти проклятые ворота, не этот долбанный Лухс, может, и выстояли бы. Лухс горел, горел, да и рванул. Башня, подлетев на десяток метров, описала дугу и, как назло, прихлопнула пулеметчика на вышке справа от ворот. Тут же по горячим обломкам брони автомобиля внутрь опорного пункта ворвались мутанты. «Уходим!» прокричал я в ухо тополю. «Сам уходи!» Он поливал мутантов из утеса, ствол которого разогрелся до малинового коления. Пулемет хрипел и поливался. Пора было менять ствол. Да только куда там? Враг не давал нам ни секунды передышки. Но герой, защитник Брестской крепости, во славу Анфора, тьфу! Тут я заметил, что один из трех приметных грузовиков кунгов, стоявших в юго-западном углу опорного пункта, завелся и тронулся с места. Кунг — это герметично закрытый контейнер, который устанавливается на грузовике вместо кузова. Внутри кунга может быть что угодно, от рабочих мест операторов дальнобойной радиостанции до атомной бомбы. Я не шучу. Раз грузовик тронулся, значит, кто-то в нем сидел. А это, в свою очередь, значит, кто-то что-то знал. — Костя, родной, надо валить! — Ленто! — рявкнул он. — Нету! Врешь! — Да нет же, не вру! Тополь обернулся ко мне. Перед моим лицом блеснули белки его яростных глаз. Он припал на колено над патронными коробками. Скочил и сказал вдруг удивительно спокойным голосом. — Тогда идем. — Идем, родной, золотой мой, конечно же, идем. Но, как обычно, легче было это сказать, чем сделать. Железная лестница была занята двумя подбирающимися к нам зомби. Туда были отправлены две гранаты РГД. Когда отгремели взрывы, мы с тополем выглянули из-за бетонного парапета, чтобы поинтересоваться результатами. Но туда, где еще слабо шевелились, раскрученные зомби, вдруг со скрежетом въехал сдающий назад грузовик с Кунгом. — Прыгаем к нему на крышу! — крикнул я и первым подал пример, предварительно бросив вперед себя рюкзак. Тополь последовал за мной. Кто находится за рулем сейчас не имело значения. Даже если там сидит Бюрер, нас это устраивало. Поехали. Поехали, а с Бюрером потом разберемся. Стоило нам оказаться на гладкой крыше Кунга, грузовик газанул с места, и мы едва не свалились вниз. К счастью, в углах Кунга торчали антенны, за которые мы и ухватились. Сбив подвернувшегося с норка, грузовик протаранил забор. Забор здесь был основательный, из бетонных плит, и при ударе упал с Кунга на крышу водительской кабины, а оттуда соскользнул к грузовику на капот. Спасибо, он там вообще имелся, этот капот. Будь грузовик чем-то вроде Шишиги, с ее сплюснутым рылом, я бы полетел прямиком под бампер. Более везучий тополь, сваливший с Кунга вслед за мной, остался на крыше кабины, ему удалось сцепиться двумя руками в выведенную повыше выхлопную трубу. Но при всех этих акробатических трюках ни он, ни я не выпустили из рук автоматов. Более того, лично я, лежа на капоте, сохранил способность оценивать обстановку и вести огонь. Так, без долгих раздумий, я выпустил очередь в черную тень, метнувшуюся к нам вдоль аккуратной изгреди из колючей проволоки, которая ограждала контрольную полосу. Грузовик зарычал и пополз вперед по влажной и жирной земле. Прочь от опорного пункта, поближе к реке. Не знаю, что думал водитель, но я лично не думал вообще ни о чем. К реке, так к реке. Понимая, что капот грузовика худшее место из возможных, я уж расстарался, чтобы оказаться на подножке кабины со стороны пассажира, то есть справа, если у кого-то возникли вопросы. В следующий миг мы подорвались на мине, наехали на нее правым задним колесом. Грузовик заглох, но завелся. К счастью, мины здесь были выставлены легкие, противопехотные, так что нам, по крайней мере, не оторвало задний мост. Через «не могу» грузовик продолжил двигаться и спустя пару секунд поймал еще одну мину дуплетом. Мы снова заглохли. Но это что? То были, считай, не мины, так хлопушки. Серьезные неприятности обещали Мон, мои любимицы, мины направленного действия. Они здесь, конечно же, имелись. «Тополь, мочи Монки слева!» Зарал я так, что казалось, лопну. «Понял? Монки!» «Понял!» — крикнул он. Давно я не выполнял это огневое упражнение. Ох, давненько. Я бил короткими очередями, а то и одиночными по всему, что напоминало коробочки Монок. И по любым кочкам, которые напоминали то, под чем могут быть эти коробочки спрятаны. Благо, хоть света хватало. В небе колыхались люстры осветительных ракет. Трудно сказать, какая эффективность была у нашей стрельбы. Ни одна Монка от нашей стрельбы не сдетонировала. Слава Богу, на самом деле. А грузовику снова удалось завестись. Невероятно. Из пробитых баков хлистала горючка. Протекторы были измочалины. Мой бронежилет поймал с дюжину осколков, спасибо малопредставительных. Но мы ехали. Мы вырвались. Ну, по крайней мере, ползли. И главное, ни одна Монка не взорвалась, пока мы преодолевали последние метры полосы отчуждения. На крыше Кунга затарахтела гроза. Это означало, что тополь видит врага, которого не вижу я. Давай, брат, давай. Вали супостата. В капусту его, в грязь, в бога мать душу. Бампер с треском обрушился на кустарник. Поганые метлы веток покуражились надо мной вовсю. Но смахнуть меня, жизнелюбиво вцепившегося и в ручку двери, и в стойку зеркала заднего вида, не смогли. На закуску грузовик влетел в трамплин. И вот это оказалось куда круче каких-то несчастных противопехотных мин. Удар гравитационного молота сломал передний мост машины, как спичку. Грузовик конвульсивно содрогнулся, точно кровосос, добитый контрольным в голову из РПГ-7. И с любопытством естествоиспытатель осознал, что лежу на спине, сжимая в побелевших пальцах ручку от двери кабины и разбитое зеркальце заднего вида. Тополь, давясь мать ушком, свалился куда-то в траву справа от меня. Два салабона. Точнее, три салабона. Но кто так по зоне ходит? На грузовике? Кто? А вот мы сейчас узнаем, кто. Сплевывая кровь и утирая расквашенный нос рукавом куртки, я поднялся. Руки сами, помимо сознания, сорвали с плеча автомат, щелкнули предохранителем, заметались по кармашкам разгрузки в поисках гранаты для подствольника. А вот ноги, тоже помимо сознания, понесли меня в обход грузовика полюбопытствовать, кто же все-таки был водителем. Когда выяснилось, что третьим салабоном был лодочник, я даже не очень удивился. Вряд ли хоть один француз или военсталкер, зная о минных полях, отважился бы кататься по ним на грузовике. Это только нам, русским, в капонерах не сидится. В ту ночь было полнолуние. Ночное светило, желтое, как и дамский сыр, поднялось над верхушками деревьев и раскатало на зыбкой поверхности реки лунную дорожку. Запыхавшиеся и мокрые от потом мы выбежали на пристань. К счастью, катер лодочника покачивался на воде целый и невредимый. Рядом с ним были припаркованы два гидроцикла и крупный глиссер, покрытый камуфляжными разводами, поверх которых шла надпись рубленными буквами «УНФР». Лодочник шустро вскочил на водительское сидение и жестом пригласил меня и Тополя присоединяться. Нас просить два раза не надо было. «И куда теперь?» спросил я лодочника. «Как куда удивился тот?» «Тем же маршрутом назад, если вы не против». «Я против. И при том категорически», рявкнул Тополь. «Сейчас весь периметр поднят по тревоге. Одних скайфоксов вышлют полную эскадрилью. У всех установка. И комара из зоны не выпускать, не говоря уже о катерах. Мочить будут так, что наших костей потом с лупой не найдут». «Да ну прямо!» недоверчиво процедил лодочник. «Костя, дело, — говорит, — поддержал я Тополя. «Ты его слушай. И мне тоже эта идея не по душе. Давайте лучше на тот берег переправимся и в старом схроне Кабула до утра пересидим. Кабул, конечно, потом выступать будет, но как-нибудь уладим. Деньги не бог, а милует, как говорили наши славянские предки». «Убедили», — легко согласился лодочник, и наш катер взревел мотором, отвалил от пристани. «Куда к схрону-то плыть?» спросил он. «Вверх или вниз?» «Вниз». Я с нетерпением ожидал, когда же лодочник включит свой хваленый стелс-режим. Очень уж хотелось показать Тополю чудеса техники, настоянные на цветах зла. Однако вместо того, чтобы бесшумно воспарить над водами Припяти, наш катер закашлялся, пробормотал что-то невнятное и позорно заглох. Нас сразу же начало разворачивать и сносить течением. «Ёппарасете!» пробормотал я, выглядывая за борт. «Что случилось?» «Да какая-то падла бензин слила, зло прошипел лодочник, глядя на приборную панель. Я даже знаю, что падлу эту зовут сержант Агиус Трюшон, сообщил Тополь. Самый видный клептоман речного кордона. Он у меня однажды списанный костюм химзащиты украл. Что он с ним делать собирался, ума не приложу. Впрочем, этот дегенерат даже колье для палаток ворует. У него в тайнике их полсотни нашли». «И как вы это терпите?» «Точнее, терпели». «Как терпели?» «Плохо. Били в основном. Аккуратно так, чтобы следов не оставалось. Да, только не помогло. А перевести этого Трюшона куда-нибудь в другое место слабо?» «В том-то и юмор, что перевести его некуда было. Его нигде уже терпеть не могли. Поэтому на речные кордоны сослали. Дальше плыть-то некуда французскому солдату, продолжателю славных традиций Д'Артаньяна и Луи де Туша. Только в тюрьму. А в тюрьму жалко идиоты сожжать из-за спичечного коробка. У них же во Франции либерализм, социальная защита христианских меньшинств». «Ну тогда в дурку», взволнованно предложил лодочник, как будто у нас не было более актуальных тем. «В дурку дорого. В армии его держать значительно дешевле. Тем более, что боец он нормальный. Стрелок так просто один из лучших». «Эй, братва, кончайте ток-шоу», вклинился я. «Лучше скажите, есть у нас весла или что?» «Одно где-то было, если ваш Трюшон его не прибрал». Весло нашлось, и даже два, правда поганые, крошечные, но кое-как мы все же догребли до западного берега. Какое счастье, что Припять не Днепр. Тополь, поскольку был в высоких сапогах, спрыгнул в воду первым и подтащил катер к берегу. Когда я спрыгнул, было максимум по щиколотку. Бррр, ненавижу холодную воду. А вот лодочнику, похоже, холодная вода была в кайф. Вовсе не спеша выбираться на берег, он остался у борта катера и принялся рыться в своей спортивной сумке, которую поставил на пассажирское сидение. Я так понял, эту сумку анфоровцы забрали с борта катера, как ценный вещдок, но лодочник, убегая из опорного пункта, умудрился и ее в суматохе вызволить точно так же, как я вызволил свои пожитки. Что ж, парень не промах. — Эй, лодочник, ты чего там возишься? — спросил я, опасливо озираясь. Ночь, черный лес, зловеще шепчет сухой камыш. Стрельба на речном кордоне вдруг оборвалась, как отрезала, и от этого над всей Припятью начала расползаться совсем уж запредельная жуть. — Да надо тут одну гипотезу проверить. — Что еще за гипотеза? Но лодочник не ответил. Он был полностью поглощен своим делом. В руках у него теперь была пирамида, малоценный, но эстетичный артефакт, состоящий из полупрозрачного вещества по консистенции напоминающего слюду. Лодочник вытянул рукой вперед, подставляя пирамиду лунному свету. — Что он делает? — Не знаешь? — спросил меня шепотом Тополь. — Проверяет, заряжен артефакт или нет, — ответил я. — Заряженный должен давать свечение или что-то вроде. — Вон оно что! — Тополь цокнул языком, сраженный моей компетентностью. — Артефакт, похоже, был заряжен, и еще как! В недрах пирамиды зародилось пульсирующее пламя фиолетово-красного оттенка. Пламя внезапно вырвалось наружу и расплескалось по воде. Лодочник восхищенно ахнул. — Эй, проверил? — Кончай уже! — Идти надо! — Из-за твоей светомузыки нас могут со Скайфоксов засечь! Но лодочник, похоже, меня не слышал. Он был полностью загипнотизирован пирамидой, которая щедро фонтанировала разноцветным сиянием. Оранжевые сполохи ритмично пульсируя сменяли голубые, красные огоньки, помигивая, уступали место желтым. Ну, чистая дискотека. Тем временем неуговонный лодочник наклонился и опустил пирамиду в воду. Теперь сияние распространилось в толщу воды, хотя и стало гораздо менее интенсивным. — Вот клоун, мля! — зло сказал тополь и закурил сигарету. — Тут сматываться надо, а он... — И не говори. Мне самому хотелось засветить лодочнику в табло, но не ссориться же с ценным специалистом, который только что спас нам с кости жизнь. Да и уйти, бросив лодочника в одиночестве, было, мягко говоря, не по-сталкерски. Когда я уже мысленно решил, что вот сейчас, сейчас тополь докурит свою отраву, и я силой выволоку горе-экспериментатора на берег, случилось нечто из ряда вон. Из толщи воды к лодочнику метнулись толстые живые канаты, покрытые мириадами шевелящихся ресничек. Они шустро обвили его запястье, словно хотели отобрать пирамиду, но немного промахнулись. Лодочник сдавленно вскрикнул и обернулся к нам, как бы умоляя о помощи. Однако, какая могла быть помощь, когда его фигура заслоняла подводного монстра от наших пуль? Я не успел даже сбросить свой хай-пауэр с предохранителя, как резкий рывок опрокинул лодочника плашмя в реку. Из глотки бедняги вырвался леденящий душу крик. Еще мгновение, и крик затих, а его тело, осиянное разноцветными сполохами, скрылось в толще воды. Спустя секунду Припять вновь стала непроницаемо темной. Интересно, девки пляшут, дрожащим голосом выговорил тополь. Пойдем-ка отсюда, предложил я, натягивая на плечи свой громоздкий рюкзак. Удаляясь, я с тоской глядела на стелс-катер-лодочника. В сумке погибшего наверняка было много интересного, и пистолеты, патроны, и артефакты в контейнере. Но сама мысль о том, чтобы подойти к реке ближе, чем на 10 метров, наполняла мою душу липким, доисторическим ужасом. Глава одиннадцатая Дом на деревьях за воротник моего комбинезона проникла шустрая ледяная струйка. Ой, еще одна. Вода растеклась по груди, бежала по кубикам пресса, скапливалась в ликерной рюмочке пупа, чтобы оттуда продолжить свое увлекательное путешествие в гущу паховых зарослей, где притаился страшный зверь Хуху. Бойтесь этого зверя. Рано созревшие красные шапочки, беспечно идущие к своим бабушкам через лесные чащобы. Тьфу ты! Струек стало две, и вторая течет по лбу, по скулам, и тоже норовит за шиворот. Я выругался в голос и окончательно проснулся. Уселся. Шею ломило, как всегда бывает, когда мне приходилось спать, на чем-либо помимо моего ортопедического матраса, набитого перегородками грецкого ореха, который я выменял у самогона на редкий артефакт снежинка. Так-так, где это мы? На спальном мешке с эмблемой справедливости, давно почившего клана, которому я много-много лет назад принадлежал, растеклась холодная лужа в форме озера Байкал. Волосы мокрые, шея мокрая. Я поднял глаза. По крыше, которая находилась в метре от меня, неистово барабанил дождь. Крышей последний раз занимались, как видно, довольно давно. Она успела прохудиться, причем по закону подлости сразу в нескольких местах надо мной. Какое счастье, что дождь пошел лишь под утро. Хрен поспишь под такую барабанную дробь. И ладно бы снились тонущие красные шапочки с бюстом не меньше третьего размера, но ведь вместо них всякие мысли в голову лезут, а с ними ненужные сожаления, страхи, воспоминания о лодочнике. Грянул гром, затем еще раз, да так близко, что у меня заложило уши. Я поморщился. Болела голова. Просачиваясь в комнатку, струи воды барабанили по половым доскам, и когда им это надоело, скоро ускользали в щель между ними, устремляясь к объятой ненастием земле. Земля находилась в десяти метрах под нами. Да, в десяти метрах, потому что остаток той памятной ночи, когда пал речной кордон, мы с тополем провели в доме на деревьях, некогда принадлежавшим сталкеру по прозвищу Нашатырь. Я просидел не менее двадцати минут, флегматично вслушиваясь в осенний дождь. Дождь был вездесущ, тарабанил в крохотное стеклянное окошко, швырял горсти капель в дверь, атаковал старую крышу. Меж тем в мою мозгу медленно всплывали многочисленные подробности вчерашнего дня. Вот мы с лодочником мчимся на чудо-лодке, паря над черными водами Припяти, вот нас цапали воин-сталкеры, вот мы в капонире, стены которого плесень исписала причудливыми узорами, наконец бойня, кровь, мясо, истошные и неутоленной ярости. Помню, как, бросив разрушенный трамплином грузовик, мы бежали к пристани, как нелепо и страшно в сиянии ожившей пирамиды погиб лодочник. Потом мы с тополем обнаружили, что пройти к схрону Кабула, как я собирался, никак не получится, и что идти надо дальше. Самым тяжелым оказался последний участок маршрута окрестности мертвого города Припять, где кишмяки шили зомби. Пришлось уложить с полдюжины, хотя мы уклонялись от столкновений как могли. Ситуация осложнялась тем, что мне и без того теряющему сознание от усталости приходилось не только нести рюкзак, где имелись запасы на двоих и два спальника, но и понукать тополя, которому досталось побольше моего. Он получил касательное ранение головы. Но мы все же добрались до рощи великанских грабов и даже нашли то самое дерево, граб, чья феноменально густая крона, дополненная переродившимися пышными паразитами и омелами, скрывала дом, о самом существовании которого в зоне знали человек пять, не больше, дом, который построил нашатырь. Я выстрелил в едва заметную мишень на первом ярусе ветвей, с третьего раза попал. Повинуясь немудрящей автоматике, нам на голову свалилась веревочная лестница. Я попробовал ее рукой и, убедившись, что за прошедший год она осталась такой же крепкой, полез первым. Я знал наверняка, мой пример заставит обмирающего от боли тополя шевелиться. Ну как ты, Костя? спросил я, когда тополь наконец проснулся. Левый глаз моего боевого товарища напух и стал похож на пельмень. Его левый висок украшала плотная нашлепка испекшейся крови шириной с ладонь. Волосы на голове были всклокочены и спутаны, а на затылке так и вовсе обожжены. Как? Да бывало и хуже, задумчиво процедил тополь. Это когда еще недоверчиво спросил я? Какая бы ни случилась передряга, она каждый раз кажется мне единственной и неповторимой, небывало трудной и беспрецедентно опасной, такое свойство характера, наверное. А вот у тополя такого свойства нет. Когда? Да хотя бы помнишь, возле госпиталя, когда мародеры нас на дыбах над канализационным коллектором подвесили. Что-то им нужно было. А, чтобы мы их к своему схрону отвели. У меня потом суставы два месяца крутило. Никакие пилюли боль не брали. Вылечился только когда к болотному доктору сходил. И голову Михая предателя ему пообещал. История, которой вспомнил тополь, имела место пять лет назад. Тогда мы были победнее и, соответственно, понахальнее. Ни один раз алчность бесплатно закидывала нас в такие мрачные дыры, куда мы теперь и за большие деньги то не сунемся. А я думал, сказал я, ты имеешь в виду тот раз, когда слон на минах анфоровских по неосторожности подорвался, а ты в старинный капкан угодил. А, я тогда был уверен, точно кони двину. Казалось, ерунда, а вот тебя тогда здорово приложило. Я покачал головой. После того случая я полгода не смотрелся в зеркало, ждал, когда ожоги подзаживут. Как ни крути, у нас с тополем была богатая совместная история, которая однажды чуть не закончилась, но вчера вроде бы началась вновь. Лечиться будешь? Я потряс в воздухе флягой. Буду. Черт, да чего же мне этот дождь на нервы действует? В обычном своем состоянии я счел бы остро необходимым подковырнуть тополя за дождебоязнь. Ведь сталкеры делятся на две категории. Первая, те, которые ходят по зоне в дождь, научились это делать виртуозно и получают от этого удовольствие. И вторые, которые дождь ненавидит, а все его преимущества в виде четко оконтуренных аномалий и относительного безлюдия считают несущественными. Такие ни за что не пойдут по зоне сквозь плотную завесу водяных струй, будь они даже в самом расчудесном защитном экзоскелете. Их, видите ли, одолевают дурные предчувствия. Обычно сталкеры первой категории не выносят сталкеров второй. Но у нас с тополем все было мирно. Хотя я был из категории один, а он из категории два. Несколько раз мне даже удавалось заставить упрямого тополя наплевать на свои предчувствия. Но куда чаще тополь брал вверх. Тополь вернул мне флягу и достал аптечку. Наморщив свой высокий лоб, он принялся накладывать едко пахнущую мазь на неглубокую рану над виском. Рядом с порезом красовался синяк немалого размера. Тополь казался таким несчастным. В общем, я решил, что дальше тянуть некуда. Костян, я, собственно, зачем к тебе вчера пришел-то? И зачем? Тополь оторвал взгляд от раны и посмотрел на меня своими большими глазами старого Сан-Бернара. Чтобы извиниться. Извиниться? Да, за тот случай, ну, в мае, когда я, ну, твою Женьку шлюхой назвал. А, вот оно как. И за то, что машину твою требовал, пьяный, и за то, что жлобом тебя называл. В общем, тут мой голос предательски дрогнул. Я не очень знаю, как это нужно делать, потому что никогда и ни за что обычно не извиняюсь. Оно как-то и без этого прокатывает. Но, в общем, прости меня за все, дружище, и пусть меня накажут хозяева зоны, если я сейчас тебе вру. Тополь отвел глаза и вперился в затянутой паутиной, нормальной паучьей паутиной, не паутинкой, угол нашего двухместного гроба на деревьях. Он думал о чем-то, что-то решал. Вот выхватит сейчас пулемет, всадит в меня обойму со злостью и прав будет. Идиотские мысли так и лезли в мою голову. Наконец Тополь посмотрел на меня в упор. Его глаза были сухими, воспаленными. Ты это, насчет Женьки прав оказался. Она, помимо меня, с Кашей и его братом жила. Так что я за это на тебя уже не злюсь. А вот насчет машины ты и впрямь тогда немного перебрал. Думаю, все дело в том, что тот вискарь, который мы с тобой пили, был немножечко того. Вот у тебя крыша и поехала. Того в смысле поддельный? Ну да, ряженый. Но это классно. Видно было, что каждое слово дается Тополю с трудом, как и мне. Что ты счел нужным передо мной извиниться. И даже на речной кордон за мной приехал. Но только... Что только? В общем, я тебя уже простил. По большому счету мы оба виноваты были. Вот как? Я не скрою, офигел. Ну да, не нужно было так нажираться. В нашем возрасте глупо это нажираться, как пацанам. Вот соответственно и результаты. А ведь речной кордон что-то в нем и впрямь изменил, подумал я. На самом деле, подчасти нажираться Тополь всегда был профессором. И вот же, какие песни запел. Не хуже моей школьной учительницы Людмилы Ильиничной по прозвищу Моралистка. Впрочем, если посмотреть на эту тему отстраненно, Костя был прав. С загулами до бессознательного состояния и впрямь надо бы заканчивать. Ибо... А можно спросить, робко произнес я. Спрашивай. Почему ты, если давно меня простил, четыре месяца в лейке не показывался? Военсталкера ушел? Тополь наморщил лоб, сдвинул брови и замолчал. Я бы употребил литературное клише «Повисла пауза», если бы не уверенность, что Тополь намеренно ее повесил. Минуты три мы сидели в тишине. Дождь уже обессилевший лениво колотил подряхлой крыши нашего скворечника. Я думал о нашатыре, хозяине скворечника. Нашатырь любил промышлять именно в этом районе. Причем охотился он почти исключительно за каменными цветками, которых в здешних местах было хоть с задницы ешь. Работал нашатырь в одиночестве. В свободное же время писал не то художественную книгу, не то мемуары в толстой тетради с клеенчатой обложкой. Бывало, зачитывал мне из этой тетради, были там даже стихи. Вспомнил я и о том, как нашатырь пропал без вести три года назад. Это было зимой в канун Нового года. Мы дважды ходили его искать в окрестностях ЧАЭС, откуда его ПДА в последний раз посылал сигнал подтверждения, и оба раза с нулевым результатом. Кто-то из монолитовцев, с которыми общался на тему нашатыря по нашей просьбе, Любомир, сказал, что и впрямь видел его тело у северного входа на территорию АЭС, и что следы насилия на теле явственно указывали на то, что сталкером собиралась отобедать оголодавшая псевдоплоть. Эх, нашатырь, нашатырь, какой сталкер был, а пропал как заяц. Впрочем, кто как, а я лично никогда монолитовцам не верил. С чего бы мне верить про псевдоплоть и нашатыря? Уж больно нашатырь опытный был, чтобы стать добычей переродившейся свиньи. Я в лейку к тебе не приходил, потому что хотел понять, какая она другая жизнь, наконец, ответил тополь. Как ты думал это понять, брат? Ну, лейка и все наши шевеления вокруг нее это как бы и есть моя основная жизнь. Ходишь за хабаром, продаешь его Хуаресу, потом певцо потягиваешь, знакомишься с барышнями, в Ялту отдыхать ездишь, там гудишь в казино или на катере рассекаешь. Это и есть основная жизнь. Так вот, к тому моменту, когда мы с тобой поссорились, у меня такое чувство вызрело, что меня от этой основной жизни уже порядком тошнит, просто выворачивает. Упасить черный сталкер меня тошнило не от тебя конкретно, и не от Женьки, хоть она и дрянь, и не от мохито, который смешивает Любомир, хотя в нем, как на мой вкус, слишком много мяты, и даже не от необходимости все время пересекать периметр, трястись за свою шкуру, выцеливать обнаглевших бюреров и воевать со случайными снорками. Отчего тогда? Да от всего этого вместе. Это как коктейль из рома с колой. Тебе может до смерти осточертеть ром с колой, и ты даже смотреть на эту коричневую жидкость в стакане не сможешь без отвращения. Но к самой коле или к самому рому у тебя, возможно, никаких претензий не будет. И ты решил найти другую жизнь, которая была бы не похожа на эту самую основную жизнь, и поэтому устроился служить на речной кордон, проявил догадливость я. Ну, если бы я действительно хотел устроить себе другую жизнь, я бы уехал в Магадан, пошел пахать на золотые рудники, женился на учительнице младших классов по имени Зина, она родила бы мне двух деток, мальчика и девочку, и жил бы я себе поживал в двухкомнатной квартире посреди спального района этого самого Магадана. А так, на речном кордоне это была лишь в чем-то другая жизнь, а не сама другая жизнь, понимаешь? В общих чертах кивнул я. Ну и как успешный это ты на речном кордоне? С одной стороны, вроде, да. Я хотел перемен, я перемены получил, но с другой стороны, на речном кордоне оказалось скучновато. Французы заманили. Они родимые, лягушатнички. Бонжур, Тужор, Мерси, Воси. В шары свои, как начнут играть, хоть цвет их выноси. Я тупее игры в жизни не видел. Или вот вино пили все время за завтраком, за обедом, за ужином. А мне лично, что от этого вина? Оно мне не впирает, между прочим. Так, пустая трата времени, все равно, что компот хлебать. Или вот бывало, как примутся, губу катать, кто и что себе купит, когда из армии уволится. А я слушаю все эти губы-закатайки и думаю, вы сначала доживите до увольнения, а потом уже и будете анонизмом заниматься. Так ведь и сглазить можно. Но молчал, конечно, а ведь прав был, как теперь выясняется. Приставали, спросил я встревоженно, припоминая отчитанную в газете статистику, согласно которой 20% мужчин Франции во время социального опроса признались в том, что хотя бы один раз имели гомосексуальный контакт. А сколько же процентов не признались, промолчали, ужасался по этому поводу я. Да нет, они нормальные были, только скучные очень. А наши? Да и наши занудами оказались, в карты разве что неплохо играли. Но самое мерзкое это ощущение, что ты просто занимаешь чье-то место, что на твоей должности должен работать какой-нибудь Петя Сидоренко, Олесь Прохорчук или Джамаль Абдулаев, молодой честный парень, который хочет добра, которому характер свой ковать надо. А мне чего характер ковать? У меня он уже и так чугунный. Тополь посмотрел на меня не без самодовольства. Что есть, то есть, согласился я с чугунным характером. Но, кстати, заметь, будь на твоем месте тот самый молодой парень, условный Петя Сидоренко, он бы вчерашнюю ночь вряд ли пережил, так и остался бы там лежать, на крыше Капанира, навсегда. С этим я спорить не буду, Тополь степенно кивнул. То есть, я очень вовремя явился, потому что ты сам уже собрался уходить, верно? Думаю, еще пару месяцев я на чистом мазохизме протянул бы. А, кстати, что тебя-то, кроме мук, совести и желания мириться, ко мне привело? Ты что-то там про озеро упомянул во время допроса. Это правда была или так? На какие-то доли секунды мне захотелось рассказать Тополю все. Про визиты Рыбина в штатском, про контейнер КМПЗ, затерянный невесть где на берегах Янтарного озера, про секретность и про мегагонорар, обещанный мне за то, что контейнер этот в лейку невредимым доставлю. Но потом маленькое благоразумие взяло вверх. Мне вдруг показалось, если я скажу всю правду, Тополь точно откажется. Придумает какой-нибудь предлог, разведет философию вроде этой про основную жизнь и другую жизнь и откажется. В конце концов, он ранен, он устал, имеет право. И я решил, что пора вытаскивать из рукава главный козырь. Повод был, конечно. Мне тут синоптик на одну штуку на водочку дал, не бесплатно, как обычно, и я подумал, что ты мне не простишь, если я тебе о ней ничего не скажу. Я посмотрел на Тополя со значением. Мне хотелось, чтобы он сам догадался, что я имею в виду. В наступившей ошеломляющей тишине дождь прекратился. Воздухе пахло отсыревшим деревом и шампиньонами. Я услышал, как в большой голове Тополя скрипят от натуги его большие мозги. Про звезду, что ли? Наконец спросил Тополь. Его глаза лучились неподдельной детской надеждой. Про звезду, радостно подтвердил я. И где она? Да за Янтарным озером, в районе скважины номер девять. Серьезно, что ли? Два раза там был и никакой звезды не видел. Видел, не видел. Ты же знаешь, синоптик надежная фирма. Звезда Полынь. Круто. Вот это круто. Да, всплеснул руками Тополь и улыбнулся глупо счастливой улыбкой школьника, которому пообещали на день рождения железную дорогу самой дорогой модели. Так что, если хочешь, можешь туда хоть сейчас отправляться. Отправляться? Ты имеешь в виду одному отправляться? Недоуменно спросил Тополь. Ну, да. Я сделал лицо скромняги. Ну, уж нет. Я, если пойду, то только с тобой. Один? Один не пойду. Тем более за озеро. Если так, то... Я с удовольствием. Я был уверен, что ты так скажешь. Готов идти практически когда угодно. А точнее, когда, спросил Тополь, неторопливо потирая руки. Да вот сейчас позавтракаем и пойдем. Если ты не против. Что ж, причмокнул Тополь, как бы пробуя мое предложение на вкус. Как говорили древние римляне, кто дает скоро, тот дает вдвойне. Только подожди, вдруг опомнился он. Ты говоришь, это возле Янтарного. Значит, нам еще два дня туда топать и дня три потом выходить. А это, в свою очередь, означает, что еды нам надо много. Не переживай, провианты я нагреб с запасом. Взглядом я указал на свой необъятный рюкзак. В основном концентраты, конечно, но есть и неплохое вяленое мясцо. Воды нафильтруем и будем живы. То-то я думаю, чего ты вчера волочился, как беременная самка бегемота, а оно вон что, вяленое мясцо помешало. Я ухмыльнулся. Не впервые мне было страдать за свое комфортолюбие и встречать грудью иронические выпады в адрес своей запасливости. Пока тополь заклеивал лейкопластырем стертые до мозолей ноги, я сообразил нам горячий завтрак. Две чашки наваристого горохового супа с булочками, гуляш и крепкий черный кофе с лимоном. Все это мы с аппетитом умяли, а кофе выпили. Мы сидели друг напротив друга возле к полу в центре дома. Как видно, нашатырь тоже был не против поесть культурно. А можно вопрос, Костя? Ну, что за польза от этой звезды полыни? Ты мне уже сто раз обещал рассказать. Стоит дорого для начала. Что стоит дорого, я знаю. Это и мне тоже нравится. А еще? А еще про нее всякое говорят. Как-то она там изменяет физические свойства пространства времени, что-то с метрикой там. С метрикой? Ты ничего не путаешь? Ну, да. То есть, нет, не путаю. Еще легенда ходит, что звезда как-то с воронками связана. Но эти легенды я тоже слышал. Вот и все. Да разве тебе мало, что это один из самых редких артефактов зоны? Костины глаза блестели полоумным блеском. Почему мало? Мне достаточно. Главное, чтобы тебе нудно перепаковывали вещи, я достал еще один рюкзак, взятый специально для тополя, и переложил в него часть поклажа. Через полчаса мы, сбросив вниз веревочную лестницу, спустились из тайного убежища. Отовсюду капало, грабы зловеще постановали, стыло и травы распространяли тревогу и неуют. Тополь, наш дождефоб, зябко поежился. Я сориентировался, бросил на тополя ободряющий взгляд и, взяв курс на юго-восточную опушку рыжего леса, мы пошли. Глава двенадцатая Рыжий лес Как сталкеры относятся к рыжему лесу? Правильно, они его ненавидят. За что сталкеры ненавидят рыжий лес? За его непредсказуемость. Людям, оказавшимся в рыжем лесу впервые, а уж я таких знаю, я туристов в зону сотни три завел, кажется, что он создан высшими силами исключительно для того, чтобы изумлять своей своеобразной мрачноватой красотой. И что ничего особо страшного в этом самом рыжем лесу произойти не может. То ли дело свалка с ее ржавыми остовами и громоздящимися до неба кучами или какой-нибудь агропром. Один беглый взгляд на разрушительные здания со зловеще играющими всеми оттенками тьмы оконными проемами без стекол, и у чувствительных туриста уже бежит по ногам газировка, а у туристиков сидеют волосы на висках. Потому что ясно, тут живет заяц пц. А вот в рыжем лесу все время кажется, что ты внутри передачи мир кинопутешественников и находишься в экзотическом, но абсолютно безопасном месте, что из-за кустов вот-вот выйдет на тропу как следует обросший к зиме шерстью красавец вепрь. Он посмотрит на тебя своим равнодушным ореховым глазом, хрюкнет, взроет копытом землю и понесется к своим деткам и женушке, которые как раз дружно лопают желуди под ближайшим дубом. Все это было бы именно так, если бы рыжий лес находился за пределами зоны, а он зона же портит не только людей, но и флорус фауны. Из-за ржаво-коричневого дуба на тебя выйдет свирепый припетский кабан разновидности вульгарис, облысевший, с выцветшими глазами, с его желтых клыков будет капать чья-то свежая кровь, завидев тебя, дитя природы разбежится как следует и попробует сбить тебя с ног, чтобы потом, когда ты расплостаешься на земле, распороть твой живот и попировать твоими бурыми кишочками, и хорошо, если в твоих руках будет снятый с предохранителя калашников или хотя бы граната. По части аномалий в рыжем лесу тоже все в порядке. В смысле, некий злой гений носовал их туда щедрую рукой в числе немеренном, что ни шаг жарко, что ни овражек карусель, что ни поваленное дерево трамплин. В общем, срань, а не уровень, адреналин один. Неудивительно, что рыжий лес я лично всегда обминаю десятой дорогой. Но в тот раз у нас с Тополем альтернатив рыжему лесу не было. Не через радар же идти, а попытка обойти радар с юга стоила бы нам лишних суток. В общем, мы решили, пусть будет рыжий лес. Не успели мы как следует углубиться в рыжий лес, как на тропу перед нами выступили два сталкера из группировки «Свобода», звезданутые анархисты, многовозомнившие о себе и зоне. Первого звали Баранов, косая сажень в плечах, короткая шея, дегенеративный узкий лоб с длинным шрамом, выраженные надбровные дуги и свернутый на бок нос. Красавчик! У второго была кличка «Молоток». К слову, что за молоток имелся в виду, было неясно. Не то синоним к слову «молодец», не то «хозяйственный инструмент». Молоток был отмороженным сукиным сыном, а еще дальним родственником предателя Михея, не то двоюродным братом, не то сводным. Многие молотка презирали и не думали скрывать свое презрение. Что, впрочем, не мешало торговцам брать у молотка хабар за нормальную цену, а хабара он таскал много. А что еще надо сталкеру? Да больше ничего. Зона — то еще место для выковывания нравственной оси индивида. Баранов был не лучшим. Его лоб, как уже говорилось, рассекал шрам. Поговаривали, что шрамы эти нанесли Баранову его же коллеги-свободовцы на так называемой «провилке», где мерзавца воспитывали коллективно. Воспитывали за воровством. Сталкеры жаловались, что во время совместных ночевок Баранов таскает у них из контейнеров артефакты. Еще говорили, что на самом деле фамилия Баранова по паспорту Берзоев и что он находится в розыске Республики Чечня. Уголовник, в общем. Ну, так или нет, я не знаю. Вот таких граждан встретили мы с Тополем на тропе, ведущий к заброшенной овощебазе. Сворачивать было поздно, да и некуда. Датчик аномалии показывал, справа изрядная мясорубка, слева жарко. Лучше не рисковать. Мы с Тополем переглянулись. Без слов было ясно, что общение с Молотком и Барановым надо свести к минимуму, если, конечно, получится. Я взглядом показал Тополю, что переговоры беру на себя, как более языкатый и менее вспыльчивый. — Здорово, мужики, — сказал я миролюбиво. — Как дела? — Еще не родилась, презрительной миной, сказал Молоток, пристально оглядывая с ног до головы сначала меня, а затем Тополя. Рука его, и это я заметил сразу, лежала на кобуре. — Далеко намылились? — Да в мертвый город, сказал я, не видя смысла врать. — А вы-то сами куда? — На Кудыкину гору воровать помидоры, — скривился Молоток. — Ну, не хочешь говорить, не говори. Это же такое дело, я улыбнулся. — Добровольное? — Побазарить бы надо, сказал Молоток. — О чем это еще? Как можно спокойнее поинтересовался я. — Мне тут братва написало. С этими словами Молоток постучал ногтем за скорузлого указательного пальца по своему наручному ПДА. — Что ты, дескать, с фраерком одним знаешься, из очень плохой организации. — Что еще за фраер? — О рыбине я в тот момент не думал ни секунды, поэтому мое удивление получилось весьма натуральным. Думаю, Баранов, который внимательно следил за моими реакциями, это оценил. — Да рыбин его фамилия! Сука порядочная! — Четверых наших положил, сказал Молоток. — Ну так положите вы его, и вся недолга! — предложил я. К слову, я очень старался, чтобы в моих словах не звенел ледяной сарказм. — Ты не понимаешь! — змея прошипел Молоток, и его глаза злобно сузились. — Ты не понимаешь, какие силы стоят за этой сукой! — Я действительно не понимаю. Тут ты прав, брат. Я вообще лицо частное, и интересы у меня, сам знаешь, какие. Бобос, бухло и художественная гребля. Молоток и Баранов осклабились, обнажая желтые кариесные зубы. Очевидно, им понравилось про художественную греблю. — Да мы знаем, что ты по этому делу спец, с улыбкой детдомовского староста сказал Молоток. — Попа, рот, все дела. — Так что я этих ваших терок не понимаю. Долг, свобода, честь. — А тополь вон, я указал на своего друга, который тем временем закурил, имитируя непринужденность. Вообще четыре класса только окончил. Читает, и то с трудом. У него вообще никаких идеалов нет. Мы на вас, на пацанов из свободы, смотрим, как на небо жителей, потому что сами-то мы не выше скотина, а у вас цели есть в жизни, идеалы. Короче, респекты, уважуха и удачи всяческой. — Что-то уж больно складно заливаешь, с недоверием процедил Молоток, критически глядя на тополя. — Зуб даю. Я сделал характерный, прикусывающий жест. Тот, кто не боится показаться дураком, а дурачит кого угодно. Помнил я наставление одного из моих учителей, великого, и тут без всяких преувеличений, сталкера, по кличке Дед Иван, с которым познакомил меня мой наставник, дайвер, ныне, покойный. Вдруг ветер в голове у Молотка резко переменился, и он, забыв о благодушном презрении, с которым смотрел на меня секунду назад, вновь начал наезжать. — Хорош трындеть, комбат. Говори, что у тебя с этим чуваком? Вас в лейке видели? И зафотали. — Да чего-чего, задумчиво пробормотал я. — Хабара ему, как обычно, надо. И не простого, а золотого. — Чипсов просил. Да таких особых, кварцетовых, если знаешь. Я посмотрел на Молотка взглядом рассеянного полудурка. — Слышал, не пальцем деланный. — Еще что? — Свинцовый иний ему нужен, причем в количествах немеренных. Такое ощущение, что он его планирует автогеном растапливать и в бензобак заливать. — Но это все дешевка, а на самом деле что ему нужно? — проявил проницательность Баранов. — А на самом деле ему нужна звезда Полынь, — выпалил Тополь, будто бы взятый на понт. — Чего? — спросил Баранов, тараща глаза. — Полынь? — брови молотка взлетели на лоб. — Да, Полынь нужна этому козлу. Как его фамилия? Типа я помню. Я скроил презрительную гримасу. — Рыбин, напомнил молоток. — Да, Рыбину. — И вы за ней идете? За звездой? — Ну, вроде, если получится. — Ладно. До звезды вашей мне дела нет. Добывайте, если знаете где. Молоток издал гнусный смешок. Но вы оба запомните хорошенько. Если отдадите звезду этому Рыбину, мало вам не покажется. Найду и на вот это дерево ваши кишки намотаю. Сначала твои комбат, а потом и твои Тополь. — Хорошо слышали, мясо радиоактивное. — И вообще вашему клану трындец придет. Быстрый и мокрый пообещал Баранов, его восточные глаза устрашающе сузились. — Это понятно? Мы с Тополем для приличия помолчали, посопили в тряпочку, не борзели, изображали крайний испуг. Потом я проблеял. — Да чего ж тут непонятного? — Если этот тип как его рыбин, подсказал Баранов. — Да, рыбин, если он сунется, сказать, чтобы шел к монахам, и звезду ему не отдавать. — Так мы и не отдадим, поддержал меня Тополь. — Мало что ли покупателей на местности? — И вообще держитесь от этой ихней организации подальше, а то разведут вам педали, немыток кто-нибудь еще. — Не вопрос, пацаны? — Нет, так нет. — Ну вы хоть скажите, откуда он, этот ваш Раков? Из какой организации? — Рыбин, поправил Баранов. — А этого тебе комбат знать не положено. Не тот у тебя братан уровень, развел руками молоток. — У тебя только, мля, настоящий уровень. До первой жарки, подумал я, но, конечно, сдержался. Я это умею, когда надо. — Мы поняли, братва, заверил их тополь. Можно мы пойдем, а то спешим сильно? — Свободно. И мы с тополем, втянув головы в плечи, пошли своей дорогой, шурша ржавой листвой рыжего леса. — Что-то вы больно сговорчивый сегодня, бросил нам в спину молоток, обернувшись через плечо. Мы с тополем не ответили. Согласно сценарию, мы были ужас как напуганы, напуганы до чертиков. Встретили таких олдовых старшаков, самого молотка и самого баранова. На самом деле крутизна молотка и баранова существовала в основном у них в головах, и некролог на баранова, свалившийся нам с тополем на ПДА спустя три дня, был тому лучшим подтверждением. Впрочем, я сейчас явно забегаю вперед. Тогда, если молоток и баранов не столь уж круты, какого же черта сталкеры тополи комбат, которые топчут зону не один год, которые видели все возможные виды аномалий, которые добывали почти все известные науки артефакты, а также несколько науки совсем неизвестных, отчего же они, эти тополь с комбатом, уступили первым встречным понтярщикам? А потому что понтярщики эти принадлежали группировке Свобода, то есть были анархистами, идейными, воинственными и лихими сорвиголовами, иначе говоря, пацанами с наглухо сорванными башнями. И ладно бы они сами, весь клан у них был безбашенный, мстительный, злобный, никогда не думающий о завтрашнем дне, о безопасности своих членов. Иногда, казалось, они вообще ни о чем не думали, поэтому-то и вели бесконечную войну против всех. Они чехлились и с военными, и со штатскими, и с другими кланами, и между собой. Жизнь у среднего свободовца была куда насыщеннее, чем жизнь, к примеру, среднего сталкера из клана «Чистое небо», но в то же время она была значительно короче. В общем, если кто не понял, мы не стали ссориться с Молотком и Барановым, хотя могли бы, очень даже могли зарезать их как двух свиней, лишь потому, что не захотели связываться с их шибанутым в голову кланом, и не хотели, чтобы наш клан сталкивался лбами с их кланом. Мы не хотели вообще ничего, что связывало бы нас или наших с неуправляемыми детьми свободы. Вот поэтому-то нам и пришлось вести себя как двум обоссанным енотом. В то же время я знал, я был совершенно уверен, зона не любит таких, как Молоток и Баранов. Она не любит трусов, потому что трусы ей отвратительны, но и крутых, уже оставивших страх позади, обретших некую ясность и этой ясностью полностью ослепленных, она не любит тоже. Эту ясность тоже надо забыть, как и страх. Ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Всему надо удивляться и оказывать респекты хотя бы внутренне. Вот правильное поведение в зоне. Этому учил меня мой наставник, а если у меня когда-либо будут ученики, я тоже научу их тому, что страх первый враг сталкера, а ясность и крутизна, которая в этой ясности коренится, второй. Как-то так, да. До западной опушки рыжего леса оставался какой-то разнесчастный километр. Мы с Тополем повеселели, ослабили бдительность и даже начали вести ни к чему не обязывающие разговоры. А кто такой этот рыбин? спросил меня Тополь. Так это же мужик, который хотел у нас звезду купить, сказал я, намекая на то, как он ловко подыграл мне при молотке и баранове. Нет, ну а если серьезно? А если серьезно, это тип один, который просил, если я в зоне одну штуку увижу, эту штуку ему принести. Мол, ехали цыгане, кошку потеряли, кошка сдохла, хвост облез, кто найдет ее тушку, тот получит лаве. А что за кошка? Ну или что за тушка? Да чемодан один, бронированный, аквамаринового цвета. А что внутри? Да кто же мне скажет, пожал плечами я. С пониманием относимся, кивнул Тополь, что за сволочь средний клиент с его подозрительностью, враньем и в лучшем случае недоговорками, он сам знал не понаслышке. А где ты планируешь этот чемодан? Искать? Да где-где. Если сам найдется по дороге, хорошо, а не найдется, так и хрен с ним. А что ты думаешь, этот твой Рыбин, он еще кого-нибудь за чемоданом посылал? Вопрос Тополя был непраздным, потому что так обычно и поступали клиенты из различных организаций, подобных Рыбинской, делали заказ сразу нескольким сталкерам, так сказать, бросали сочный кусок на собачью драку. Кто первый нашел? Вариант отобрал у других, тому и приз. В общем, вовлечение в дело других сталкеров, особенно же сталкеров из конкурирующих кланов, означало резкое усиление геморройности данного дела. Думаю, да. И что тогда? Да что, как всегда. По принципу мы делили апельсин, много наших полегло. Развить свой прогноз я не успел, потому что кусты впереди зашевелились и на тропинку выскочил бюрер. Точнее, это я чуть позже понял, что бюрер, а в ту секунду я подумал, что за мелкая сволочь. Ну а тополь вместо того, чтобы думать, скинул грозу к плечу и шустро прицелившись выстрелил одиночным. И самое удивительное, что ведь попал. Существо хрипло, вскрикнуло и упало. Затем оно как-то неуклюже извернулось и посмотрело на нас из-под лобья. В следующее мгновение мой автомат, он висел на плече, рванула вниз неодолимая сила, оружие брякнулось на землю, та же участь постигла и грозу тополя. Телекинез. Тут-то я и опознал, наконец, в раненом существе бюрера. Вот уж кого не ожидал я здесь. Бюрер, завсегдатой мрачных подземелья подвалов, канализационных сетей, был редким гостем в рыжем лесу. Я боялся даже строить предположение, какая напасть выгнала скрытного бюрера из его естественных мест обитания в эти звонкие рощи, где, но не успел я додумать эту глубокую мысль до конца, как все извилины моего мозга запылали от сильного пси-удара. Мой язык онемел, словно огненным бичом хлестнуло по лобным долям, глаза на несколько секунд ослепли. Слава Богу, я не рухнул на земь, смог удержаться на ногах, но передо мной все плыло, я находился в состоянии, которое боксеры называют гроги. Однако пришел я в себя сравнительно быстро, и все это потому, что мой дорогой тополь выдержал удар куда лучше меня и не терял времени даром. Поняв, что пистолет или автомат слишком легкие предметы, которые бюрер, даже раненый, без проблем выбьет у него из рук телекинетическим ударом, он в несколько прыжков сблизился с мутантом и принялся, что было дури молотить его ногами. Прибывая в прострации, я все же выделил две секунды на то, чтобы насладиться техникой тополя. Приходилось признать, что мой напарник в прошлом профессиональный боксер-фристайлер в прекрасной физической форме, а почему бы и не в прекрасной? Ведь они там на речном кордоне дрючили тренажеры каждый день, поедали здоровое питание и витамины, а по вечерам играли в шары, французскую игру, полезную для нервной системы. Бюрер, конечно же, пытался угостить тополя своим особенно зловредным ударом обеими руками одновременно, но пока что ему это не удавалось. Он лишь молотил в воздухе конечностями, издавая маловнятные, хотя и яростные звуки. Точно так же не удавалось ему и сконцентрироваться, чтобы поразить обидчика телекинезом или психовоздействием. Я достал свой хай-пауэр и принялся ловить на мушку голову Бюрера. Какой мерзкий толстяк, оплывшие черты лица, гнилые зубы, на теле изношенный комбез, боже мой, это форма заправщика бензоколонки с потертой, но все же читабельной эмблемой лукоил на груди. Ха, а ведь Бюрер не зомби, но, как принято считать, результат военных экспериментов. Как прикажете понимать увиденное, наш Бюрер убил заправщика бензоколонки и снял с него форму? Где? Когда? Увы, нажать на спусковой крючок я не успел. Телекинетический удар невиданной силы повалил на нас стополем молодой дубок, росший в шаге от тропинки, а последовавший за этим пси-удар отозвал жгучей болью в основании черепа. Я ничего не мог с собой поделать. Я сел на задницу и заплакал. Сейчас я не могу вспомнить, о чем именно я плакал в ту минуту, о том, что жизнь несправедлива, или об отсутствии мира во всем мире, но слезы по моим щекам катились размером с виноградин, и они были натуральными, эти слезы. Вот чего я не мог бы сделать, так это выстрелить. Единственное, что мне в тот миг казалось важным, это моя печаль. Оказывается, бюреры бывают не только сильными телекинетиками, но и сильными пси-агрессорами. Они способны наводить на сталкерские мозги, деконструирующие эти самые мозги эмоции. Ну, или это называется не пси-агрессор. В общем, пси-мастером тот бюрер был сильным, да. Вся надежда была на психически устойчивого тополя. Однако, с горем пополам, наведя на резкость, смотреть тоже было больно, глаза слезились, я заметил, что... не может быть, что тополь лежит на животе и придавлен к земле этим самым рыжего цвета дубком. Мои надежды на его психическую неуязвимость не оправдались. — Костя! — Костя, твою мать! — позвал я. Но Костя не шелохнулся, даже рукой не пошевелил. Отчего-то я подумал самое страшное, Костя погиб. Вмиг представив себе его похороны на кладбище возле Хорошего, где у меня, кстати сказать, давно куплен участок на чужую фамилию, похороны самого близкого человека в этом мире. Похороны Тополя, с которым мы снова помирились. Ну уж нет! И такое возмущение вдруг мое сердце сжало, такая ненависть наэлектролизовала мои мускулы, что я вскочил бодрый, словно берсерк, подхватывая с земли свой хай-пауэр, и засадил Бюреру между глаз всю обойму, одну пулю к одной. И никакая защитная аура бюрерская не подействовала, и никакая адская хитрость ему не помогла, потому что в тот миг я его реально ненавидел, и хотел жить со свету как можно скорее. Мое намерение было несокрушимым. Наблюдая агонию жирного монстра и щадия неприютных подземелий, я думал вот о чем. если бюреры и впрямь появились на белом свете как результаты генетических экспериментов спецслужб над преступниками, значит, встреченный нами в тот день Баранов, он же Берзоев, он же уголовник в бегах, родись он на двадцать лет раньше, вполне мог бы угодить в лапы к тем самым спецслужбистам и стать одним из таких вот бюреров. Вот это был бы номер, да. А когда бюреры сдох, я бросился к Константину. Первым делом стащил с его спины тяжелый ствол. Потом перевернул друга на спину, лицо его было мертвенно-бледным, губы сухими, бескровными. Тополь! Ау! Я похлопал его по щекам. В школу пора, Костя! Реакция ноль. Приложил ухо к его груди. Хвала черному сталкеру. Я услышал хорошо знакомое мне тук-тук, тук-тук. Я снова похлопал Костю по щекам, палил ему на лицо из фляги и, лишь удостоверившись, что он в глубокой отключке, полез за стимулятором. Длинная толстая игла прошила одежду тополя, пронзила кожу и вот уже кровь разнесла по организму моего товарища вещества, способные поставить на ноги и быка. Спасибо, некробиотику Трофиму снабжает меня новейшими лекарствами. Не бесплатно, конечно. Что здесь происходит, нах? Спросил тополь. Широко простирает химия руки свои в дела человеческие, ответил я, облегченно откидываясь назад. Что ты сказал? Это не я сказал, это химик Менделеев. К мертвому городу мы подошли уже в сумерках. Усталые, голодные и злые. Тополь прихрамывал, от усталости это с ним бывало. Я думал над тем, что с Бюрером-то в сущности нехорошо получилось. Шел себе Бюрер по своим делам, может его хозяева зоны куда-то послали, или темные сталкеры. Шел он, значит, а Тополь в него зачем-то выстрелил. В такой юридической оптике все дальнейшие действия мутанта представляются самообороны, а все наши действия с формулировками я затруднялся, но на душе было как-то нехорошо. Еще у меня голова болела, так что туши свет. Боль пульсировала в голове, мигала, как праздничная гирлянда. Глазам было больно глядеть. Во рту стояла такая сухость, словно я дня три не брал в рот ни капли воды. В общем, типичная радость под названием «Остаточная акклиматизация». «Где ночевать будем?» спросил Тополь, не отрывая взгляда со своего датчика аномалии. «А что, варианты есть?» удивился я. «Есть. Мне тут наследство привалило». «Что еще за наследство?» «Помнишь Нелиня?» «Какого Нелиня?» «А, друга этого ловчила Шустрого из чистого неба?» «Ну да, его. Он еще в Анапу к дяде уехать собирался. И денег у меня занимал». «А что с ним?» «Представь себе ничего, сказал, что со сталкерством завязывает. все продал. А что не смог продать?» «Раздарил». «Короче, уехал в свою Анапу две недели назад». «Можно уже делать ставки, когда назад вернется, через месяц или к Новому году». «Эй, какие ты пессимист». «Пессимист это хорошо информированный оптимист», отшутился я. «Так что не лень?» «Свой схрон мне в мертвом городе завещал. Он его в детской библиотеке устроил. Там аптечки у него и боеприпасы. И кровать устроена. Короче, все, что надо сталкеру с дороги». «Неплохо. Тебя послушать так не хуже моего в елкином лесу. Но только... Что только?» «Не верю я в неленья твоего». Он всегда производил на меня впечатление маменькиного сынка, которому только из-за его везения все еще не оторвало голову. А на самом деле он отмычка переросток. Если смотреть объективно, по его умениям, место ему под шконкой. А вот глядишь ты, с нами со сталкерами, на равных вроде бы, ко всем на ты. «Обще-то я с тобой согласен. В оценке не ленья. Но только какое-то имеет отношение к его схрону в библиотеке. На халяву ведь и уксус сладкий, так? Нет, не так. Уксус сладкий на халяву, только если он уксус. А если он яд, тут уже совсем другая поговорка к месту. Ты хочешь сказать, что у ненадежного, маменькиного сынка не линия, и места ночевок такие, ненадежные? Примерно. Ну, а ты что предлагаешь? Действовать по обычной схеме. Найти жилой дом, какой понравится, желательно в большом жилмассиве, и там на первом этаже окопаться. Тополь громко вздохнул. Как видно, ему не нравилась эта идея окапываться, организовывать оборону, когда можно прийти на все готово и просто лечь спать. Однако у меня была моя хваленая интуиция. Я не сдавался. Но ты хоть понимаешь, что бесплатный сыр только в мышеловке? А ты хоть понимаешь, что зона одна большая мышеловка с бесплатным сыром? Боишься мышеловок не ходи в зону? окрысился Тополь. Еще пять минут мы шли по дороге со взгорбленным асфальтом в напряженном молчании. Я размышлял, не слишком ли глупо с нашей стороны достать и включить фонарики? А Тополь, подозревая ни о чем таком, не размышлял. Я решил, что поссориться с Тополем еще раз, на сей раз из-за места для ночевки будет уже перебором, и елейным тоном спросил. А знаешь, как у пиндосов, Костя? Мне буржуй недавно рассказывал, мы еще его призовой мартини пили. Там у них в Штатах мужик, когда с бабой стакнулись, чтобы значит это самое, они всегда выясняют такой вопрос, твое место или мое место? В смысле, у мужика будут любиться или у бабы? Ну и вот мы этих самых пиндосов мне напоминаем. Полчаса о ерунде припираемся. В общем, я сдаюсь. Пошли уже в твою библиотеку. Большое, крупное лепки лицо Тополя озарилось улыбкой торжества. Мы вышли из леса и сразу же оказались на проспекте Вернацкого, центральной улице мертвого города. Это выглядело дико, из леса и сразу на центральную улицу. Но мы с Тополем понимали, что советские архитекторы планировали широкий проспект не просто так, не для того, чтобы по нему ходили в лес за подснежниками, но с расчетом комсомольской стройкой и в него съедется молодежь со всего Союза. Тогда город разрастется, станет вдвое больше, затем втрое и начнется в нем полный коммунизм. Мечты, мечты. В конце улицы показалась стая псевдособак, особей семь-восемь. Стая внимательно следила за нами, желая нам всего наихудшего. Ненавижу этих тварей, а вот Тополь похоже им сочувствовал. Да ты не напрягайся, комбат, это местные, я с ними успел подружиться, даже кормил их пару раз. В первую секунду мне страшно хотелось сказать что-нибудь глубокомысленное по поводу способности людей обманываться, но я все же промолчал. Лимит споров на этот день был явно исчерпан. Мы шли по гофрированному асфальту в направлении перекрестка с улицей двадцати шести бакинских комиссаров. Там, в доме номер двадцать шесть, и располагался схрон горе-сталкера Нелиня. Нехорошо, подумал я. Два раза двадцать шесть. И тут же одернул себя. А ну-ка отставить паранойю. Детская библиотека коминтерновского района кое-как прочитывалась на жестяной вывеске, густо заросшей ржавыми волосами. Это здесь? Это здесь. Библиотека располагалась в торце обычной хрущевки на первом этаже. Ко входу вело высокое крыльцо с перилами, за которое я бы браться не рекомендовал даже в защитной перчатке. Тополь шустро отыскал в тайном шхере неподалеку от входа ключ, бодро сбежал по ступенькам и отпер бронированную дверь. «Добро пожаловать в обитель знаний», провозгласил он, приветливо осклабившись. На улице уже стояли густые осенние сумерки и неудивительно, что помещение показалось кромешно темным. Я по привычке пустил туда луч фонарика, а Тополь сразу же зажег старомодную керосиновую лампу, которую взял с пола справа от входа. Она озарила схрон Нилиня неверным маслянисто-желтым светом. Библиотека представляла собой обычную трехкомнатную квартиру, переданную жрецам народного просвещения в 70-х годах прошлого столетия вечное пользование. Из двух комнат был сделан читальный зал, стройные ряды парт, покрытых ныне толстым слоем ядовитой пыли, портреты Тургенева и Пушкина на стене. Третье представляло собой небольшое книгохранилище по совместительству библиотекарскую. Именно там Марьеванны и Ольги Петровны гоняли чаи, обсуждали под рук разведенок и смотрели на модном кухонном телевизоре с экраном величиной из блюдца сериал про Глеба Жеглова и Володю Шарапова сыщиков московского угро. В библиотекарской было поуютнее, чем в читальном зале. Мы с Туполем решили обосноваться именно там, уселись на стулье вокруг видавшего виды стола, достали провиант и принялись ужинать. Гляди-ка, свифт у них тот, с набетым ртом сказал я, косясь на стеллаж с книгами по левую руку от себя. Путешествие Гулливера, любимая книга моего детства, между прочим. Мне тоже нравилось. Очень меня заводили эти интимные отношения между малышом Гулливером и похотливыми великаншами. А что, были и интимные, что-то я не припомню, произнес я скептически. Были, как-нибудь. Ты просто детское издание читал, а я издание для взрослых с комментариями всякими. Вундеркинд нашелся, хохотнул я. Там, во взрослом издании, было еще про академиков острова Лапута смешное. Эти академики, прикинь, изобрели способ превращать какашки в еду. По-моему, этот способ известен пищепрому с первого дня его существования, проворчал я, косясь на только что открытую баночку с йогуртом, который оказался плесневелым, а ведь, между прочим, он вовсе не был просроченным. А это что? Вдруг взвыл от восторга тополь, метнувшись в дальний угол. Что там? — Нунчаки! Оцени! — Реально Нунчаки! Тополь потряс передо мной парой граненых эбонитовых дубинок длиной в локоть, скрепленных качественной стальной цепочкой. Он снял их с гвоздя на стене. На цепочке не было и следа ржавых волос. Похоже, Нунчаки совсем недавно принес сюда кто-то из друзей Нелиня. Перед моим мысленным взором стали фильмы полувековой давности. В этих добрых наивных фильмах всякие шустрые китайцы совершали при помощи таких точно Нунчак эпические подвиги. Помню, Брюс Ли или кто-то из его многочисленных клонов зажигательно вынес огромную банду мерзавцев, а потом еще и полицейский участок. Стражи порядка тоже оказались мерзавцами. А как же? И все это одними Нунчаками. Судя по идиотской улыбке топали он тоже что-то такое вспомнил. Ловко перебросив Нунчаки из левой руки в правую, Костя энергично прокрутил несколько базовых фигур. Было видно, что когда-то он учился этим премудростям специально. — Круто, да? — спросил он, настойчиво ища моего одобрения. — Ну, замялся я, как по мне, стячки несколько круче. — Зануда! Умея чинунчаками можно даже спецназ вылить, не говоря уже об обычных лохах. — Это в фильме, Костя, а в жизни приземленный ты, чувак, комбат перебил тополь обиженно, как будто я в душу ему плюнул. Чай мы пили в гробовом молчании. Тополь, кажется, дулся на меня, а я просто чувствовал себя смертельно усталым и не мог пошевелить языком. Время от времени до нас с тополем долетали какие-то невнятные звуки из-под полья. Я не стал акцентировать на них внимание, думал крысы. — Ну, а спать-то мы здесь будем или в читальном зале? — спросил я наконец. — Я тут. — А ты где хочешь, сказал тополь холодно. — А над чем мы будем спать? — Да вот, на этих матрасах. Тополь взгромоздился на стул, потянулся к одной из верхних полок нижного стеллажа и, наконец, бросил на пол плотный рулон из нескольких полосатых матрасов самого сиротского плацкартного вида, скрученных капроновыми веревками. Я зажмурился и зажал нос, предвидя явление клубов ядовитой пыли, которые спустя секунду заволокут всю комнату. Но в тот же миг мне стало не до пыли, потому что пол вдруг убежал из-под подошв моих ботинок, а также из-под ножек стула, на котором я сидел и понесся вниз с ускорением ровно джи. Вслед за ним понеслись мы с тополем стеллажи с книгами, керосинка и матрасы. К счастью, летели мы совсем недолго и ударились не сильно. Со звоном разлетелась керосинка, и жидкое пламя расплескалось по грудам обрушившихся вместе с полками книг. Вот вспыхнула одна куча, занялась другая, «Костя, ты как?» спросил я. «Вроде жив. Надо бы выбираться отсюда, наверх». Я обернулся еще глазами лестницу или что-то вроде и сразу же понял, что есть темы и поактуальней. По черному подвальному коридору, уводящему не весь куда, на нас двигались четыре фигуры, хорошо различимые в свете занимающегося пожара. Зомби. Двое были как бы свеженькими. На них хорошо различалась оранжевая униформа с надписью «Наутилус». Один оранжевый был вооружен куском арматуры, его товарищ обрезком трубы. Двое других напротив выглядели матерыми ветеранами некротического фронта. Одежда на них истлела и распалась на отдельные ленты, а плоть полностью мумифицировалась. Первый старичок был вооружен багром и где только они нашли неразграбленный доселе пожарный стенд. Второй размахивал пожарным же топором. Зомби распределили цели следующим образом. Двое свеженьких бросились на Костю, который, подзер неисправимый, немедля встал в вычурную боевую стойку с нунчаками. Двое старичков «Те предпочли меня». Тут надо понимать, что оба наших автомата были погребены под завалами книг, обломков и мусора. Найти их быстро не представлялось возможным. К счастью, никогда не расстаюсь со Стечкиным. Он пришел мне на помощь и в этот раз. Я бегло выпустил пять патронов ближайшего зомби с топором. Тот завалился на спину, комично дергая конечностями. Я вновь нажал на спусковой крючок, но вместо ожидаемого шестого выстрела раздался лишь сухой щелчок. Мать моя женщина! Патроны йог! Воспользовавшись моим замешательством, второй зомби нанес мне сильнейший колющий удар пожарным багром. Приедись он между пластинами бронежилета, моей печени можно было бы сказать «Ауфитерзейн». А так я просто отлетел назад, больно ударившись затылком об угол стола, из глаз моих полетели искры. Краем глаза я видел, как Тополь ловко парировал нунчаками не очень уверенные удары оранжевых, но чисто Брюс Ли напополам с Джеки Чаном. Пока я извлекал из разгрузки запасной магазин к Стечкину, зомби с багром предпринял еще одну попытку прикончить меня. И прикончил бы, если б раньше не споткнулся мой рюкзак и не упал прямо в пылающие подшивки журналов «Техника молодежи» за 1980-1985 годы. У самых носков своих ботинок я увидел его голову, поросшую омерзительным серым пушком и покрытую буро-зелеными пятнами. Туда-то, в самую макушку, я и выпустил полобоймы из Стечкина, а затем, наступив на шею зомби, сломал ее. Для профилактики. Надо сказать, что его собрата с топором, ни скорбная участь его товарища, ни пять полученных пуль нисколько не смутили. Поднявшись на ноги и подобрав свое оружие, зомби двинулся на меня, предусмотрительно прикрыв голову от пуль лезвием топора. «Ишь ты какой!» разозлился я. «А некробиотики еще спорят, есть ли у зомби интеллект?» Пришлось и мне переменить тактику. Я подобрал с пола пожарный багор, которым прежде орудовал его дважды покойный коллега в оранжевой куртке и сильным ударом подсек зомби ноги. Удача! Враг потерял равновесие и рухнул, широко раскинув свои сухонькие руки. Голова зомби открылась, и я тут же расстрелял его четырьмя пулями почти в упор. Неужели финит или о комедии? Моя часть подвала была свободна от зомби. А вот Костина... Сущности, я застал своего друга в том же положении, в котором по-прежнему скакал между разорванной трубой и скрученной в баранье рок-арматуриной, время от времени нанося по зомбакам удары эбонитовыми дубинками. Эти удары действительно держали тварины расстояние, но покалечить их были не в силах. Пора кончать этот цирк, подумал я устало, и тут же выпустил в ближайшего зомби с арматурой скупую очередь. Зомби замер, упал на колени, а я, не тратя времени, даром расколол ему голову трофейным топором. Что ж, остался один. У меня мелькнула шальная мысль оставить его кости. Пусть уже уконтрапутит его своими любимыми нунчаками и тем спасет свою репутацию мастера рукопашного боя. Но потом взгляд мой упал на черный зев коридора, откуда в любую секунду вполне могла появиться еще какая-нибудь веселая компания полуистлевших людишек, и я понял, что Костя просто обречен на разочарование в нунчаках. Я тщательно прицелился зомби в висок и, кучно уложив три пули, снес супостату башку. По кирпичной стене подвала поползла зеленоватая жижа, которая заменяла мутанту мозг. Ну что ты наделал, досадливо воскликнул Костя, воздевая руки к небесам. Я только во вкус вошел, еще минуты я бы его сам. Прости, родной, сухо сказал я и принялся откапывать свой автомат. Мы переночевали в читальном зале, наглухо забаррикадировав ход в библиотекарскую партами и книжными этажерками. После пережитого мы оба долго не могли заснуть. А зомби в зоне ждет рассвета, а рассвета то и нету. Крутилась в моей голове старая песенка хит времен расцвета Барашти. Но и разговаривать не было сил. Лишь под утро мою дрему разорвали Костины слова. Слышь, комбат, а ведь прав ты был насчет Нелиня. Сам он труха и схрон у него трухлявый. Нашел время и место проворчал я, переворачиваясь на другой бок. Глава тринадцатая Рубиновый вторник Кентарному озеру, его восточному берегу, разумеется, мы вышли чисто. Это значит никаких серьезных проблем с аномалиями, никаких стрёмных встреч с коллегами, никакой возни с оголодавшими мутантами. Один только раз мы с Тополем прокатились на гравитационном лифте, но и то не по недосмотру, а по собственной инициативе. Может, честный сталкер на гравитационном лифте прокатиться? По-моему, да. Изумительной и мрачной красоты кроваво-рубиновый свет проливался на воды янтарного озера из плотных облаков, имевших совершенно необлачную фактуру. Были те облака, как куски необработанного гранита, тёмно-серые, шершавые и на вид совершенно твёрдые. Этот эффект был неизвестен, но лишь по рассказам. Назывался он, несложно догадаться, каменное небо, либо реже по типу светового излучения рубиновый вторник. Почему вторник, не знаю. Говорят, первый раз этот эффект во вторник наблюдался. А вот тополь, кстати, сталкивался с феноменом каменного неба дважды и мог считаться, в отличие от меня, настоящим экспертом. Редкий феномен, очень редкий, благодатный на экзотические артефакты, но, конечно, и на пакостные аномалии тоже. Каменное небо, в общем-то, объясняло и падение вертолёта с искомым контейнером Рыбина и появление звезды Полыни, ну или, если не объясняло, то, по крайней мере, давало рабочие гипотезы, как выражается высоконаучный сталкер Паганель. Так где ты, говоришь, звезда Полынь? спросил тополь, когда мы присели, чтобы устроить военный совет. По моим данным, рядом со скважиной номер 9. Это за озером? Да, подтвердил я. В ответ тополь многозначительно промолчал. Да, брат, за Янтарным озером, я знаю, туда, на западный берег, тебе очень не хочется. И мне тоже. Места, которые хорошо, если неделю в году просматриваются со спутников, да что там со спутников, они и с вертолётов-то толком не просматриваются, ну а сейчас, с этим каменным небом, лезь туда. Эх, страшно. Даже аларм-маячок, который наверняка есть у тополя, не поможет. Никто не прилетит на сигнал. Никто не придёт. А что там с этими скважинами? Напомню. Как же? Любимая история Паганеля. Только погоди, надо связаться с товарищем Трофимом. Без него мы никуда не двинемся. Я отправил Трофиму сообщение через ПДА и принялся рассказывать. Когда-то западный берег озера был не просто страшным местом, а очень-очень страшным местом. Неведомая аномалия поджаривала мозги всем, кто пытался туда добраться, мощнейшим пси-излучением. Рискнувшие бросить вызов этой аномалии отважные сталкеры и самоотверженные учёные превращались в зомби, пополняя списки жертв зоны. Впрочем, попадались и счастливчики, те, кому удалось побывать на том берегу Янтарного и вернуться с Хабаром. И что-то был за Хабар. В том Хабаре колокол не считался чем-то из ряда вон выходящим. На том берегу волчьи слёзы можно нагребать ведрами, так рассказывали любимцы хозяев зоны, а ведьмину косу не отыщет только слепой. Так что желающие ходить на западный берег не выводились, а уж учёные, стоявшие лагерем на безопасном берегу Янтарного, так и вовсе ежедневно закатывали истерики «хочу-хочу-хочу». Требуют своих правительств миллионов, миллиардов, гугельёнов, пупельёнов. И вот однажды учёные допросились и получили средства и построили трёх роботов. Фантазия у учёных оказалась весьма ограниченная. Роботов назвали Адам, Авель и Ковчег. Адам и Авель были кентаврообразными созданиями размером с быка. Ковчег вместительной летающей платформой на воздушной подушке, снабжённой длинными манипуляторами. Ковчег предназначался как для транспортировки Адама с Авелем, так и для самостоятельной поисковой работы. Конечно же, все три робота были под завязку напичканы датчиками, сенсорами и прочими дерьмометрами. Им не составляло труда в дождливую ночь обнаружить и обогнуть по безопасному маршруту трамплин или зыбь. Ну или углядеть хабар, какую-нибудь там пустышку на дне ямы, заполненной радиоактивной грязью. Больше всего споров вызвало спецоборудование, то есть вооружение. Одни предлагали вооружить Адама и Авеля до зубов, гаусс-винтовки, огнемёты, авиационные пулемёты, гатлинги. Другие говорили, не-не-не, не надо, вы что, научную фантастику в детстве не читали. Бунт машин, восстание роботов, все дела. Оппоненты возражали, что то была именно фантастика и при том совершенно ненаучная, зато от хорошего гатлинга с огневой производительностью 8000 выстрелов в минуту чистая радость жизни и никаких побочных эффектов. Сошлись на компромиссе. Возможность использования роботами оружия в проект заложить, но при этом боевое программное обеспечение на них по умолчанию не ставить и гаусс-винтовки вкупе с гатлингами не вешать. Что же касается главного мозгов, то по их поводу разногласия не возникло. Роботов оснастили архаическими электронными мозгами, а вовсе не новомодной бионейронной сеткой, чтобы на них ни в какой форме не могло воздействовать пси-излучение той самой заозерной выжигающей мозги аномалии. Каковая аномалия, между прочим, получила кодовое наименование отвертка. Долго ли, коротко ли, вышли роботы работать. Адам с Савелем погрузились на ковчег, отправились на западный берег озера и начали искать отвертку. Искали, искали, но с первого раза вроде не нашли. Зато привыла к лиц с собой полтора центнера хабара. Адам правда ограбанулся, когда полез за райским яблоком. Ковчег доставил обратно только базовое шасси, на четырех ходильных конечностях ручки Адаму оторвало вместе с головой и торсом. Но и все-таки полтора центнера хабара. Жить можно. И почему мы раньше так не делали? Изумлялись ученые, заваливая свое высокое начальство все новыми тысячестраничными прожектами и сметами. Тогда у нашего брата вольного сталкера кстати локальный финансовый кризис приключился. Спрос со стороны ученых не артефакта упал в разы. Перекупщики, военные спецслужбы оценили изменения конъюнктуры и переписали всю тарифную сетку, караул. Помню микрозавр, сталкер еще первого призыва, будучи кристально трезвым, орал в штях, что больше не зарабатывает себе даже на нормальное пиво и с такими делами проще вернуться к преподаванию биологии земноводных, что он кстати по слухам и сделал. Микрозавру не хватило терпения совсем на чуть. Только на янтаре успели получить кадаму запасной торс, только-только прикрутили его наживо к шасси, как на дикой территории взорвался бак. Лично для меня, комбата, это событие имело самые приятные последствия. Опора ЛЭП прилетела в Ёлкин лес и положила начало моему ненаглядному схрону. Но вот для янтаря после взрыва на дикой территории от Лиманска до Агропрома стеной прошли студень вихри, редкие и убийственно опасные аномалии. У мутантов сорвало крышу, начался гон, одних крысиных королей на запад пошло за сотню. Лагерь на озере оказался чуть в стороне от главной оси гона. Это спасло рыцарей науки от быстрой и страшной смерти. Лагерь хорошо держался. Военные сталкеры организовывали оборону. Да и ученые тоже стрелять умеют. В общем, поначалу они даже от эвакуации отказались. А когда стало ясно, что эвакуация не помешает, было уже поздно. Псевдоплоти, согласно показаниям сейсмодатчиков, обещали подкопаться под периметр быстрее, чем до лагеря долетят вертолеты. А что, разве псевдоплоти умеют подкапываться? Спросил Тополь. Те умели, пожал плечами я. И вот тогда профессор Ливанов, или кто у них тогда был главным, взломал печати и открыл сейф. Достал маленький дисочек. И пока четверо бледных как мел техников трясущимися руками прикручивали к Адаму и Авелю пятиствольные гатлинги, извлеченные из огромных ящиков со скромной маркировкой ДОП-инструменты, Ливанов инсталлировал роботом боевое программное обеспечение. У нас за спиной раздалось деликатное покашливание. Мы с Тополем скачали, сбрасывая автомат из предохранителей. Дело в том, что даже здесь, недалеко от лагеря ученых, которым, я согласен, свойственна некоторая деликатность, подобные звуки ожидаешь услышать разве что от псевдоплоти, которые, как известно, каждому, кто регулярно смотрит передачу в мире аномальных животных, на зависть умело подражает любым звукам, порождаемым человеческой глоткой. В нескольких шагах от нас с Тополем стоял человек, одетый как сталкер, похожий на сталкера. В общем-то, его можно было назвать сталкером, потому что он, как и мы, ходил по зоне, только он никогда не носил с собой оружие, не принадлежал ни к одному из кланов и не интересовался хабаром. Сложная личность, не правда ли? В зону ходит, но хабар его не волнует. И встреча с псами тоже не пугает, по крайней мере, не пугает настолько, чтобы взять с собой хотя бы двустволку, вертикалку или пистолет. Вместо двустволки и пистолета он носит с собой большую белую сумку кофр, именно белую, и еще ни один сталкер-салага не смог с первого раза верно угадать, что там у него в белом кофре. Зовется он Ньютоном. Говорят, это не кличка, а его паспортная фамилия. Что ж, все возможно. Ньютон, кажется, единственный человек в зоне индустрии, который со всеми на «вы». С ним все тоже на «вы». А как иначе? Поговаривает он с самими хозяевами зоны на короткой ноге, и все заветные тайны зоны ему известны. В последнее правда не слишком верил. до некоторых пор. — Добрый день, сказал Ньютон. «Добрый», отозвался я. «Здравствуйте», сказал Тополь. «Ничего, если я с вами посижу?» спросил Ньютон. Я молча кивнул. «Садитесь», предложил Тополь. «Очень история интересная», Ньютон застенчиво улыбнулся. «Про роботов. Вы уж меня простите, я вообще-то мимо шел, но заслушался». «Хм, а у него еще и гиперакузия, вдобавок ко всем странностям», отметил я. «Человек с нормальным слухом с такого расстояния никак не смог бы заслушаться моим рассказом, потому что, когда я говорю в полголоса, получается тише, чем у иных людей шепотом. Или нет? Зачем так сложно? Гиперакузия? Тут, наверное, просто атмосферный звуковод сейчас открылся. Такое в зоне бывает, когда за километр можно услышать, как сердце у человека стучит». Ньютон, последовав приглашению Тополя, охотно сел на травку и вперил в меня задумчивый взгляд своих голубых глаз. «Ну, давай», обратился ко мне Тополь, «трави дальше. Что там стало с роботами после того, как профессор Ливанов поставил им боевое ПО? А вот что. Роботы получили со склада свое табельное оружие и пошли крошить мутантов. Ковчег был оснащен в числе прочего оборудования мощным лазерным буром, а потому с подкопом псевдоплоти разобрались очень просто. По данным сейсмодатчиков, ковчег при помощи лазерного бура проделывал в земле дыру. Адам несколько раз стрелял в эту дыру из автоматического гранатомета, а Авель вливал огнеметами горящий напалм. Когда псевдоплоти закончились, Адам с Авелем сели на ковчег и облетели лагерь по периметру и уничтожили все, что имело неосторожность не успеть спрятаться. Потом они спешились с ковчега и добили всех, кто спрятаться успел. Ученые ликовали. А потом они ушли, тихонько сказал Ньютон. Я наградил его долгим недовольным взглядом. Хотелось ему сказать, кто рассказывает, я или ты, но я промолчал. Ньютона я, как и все, побаивался, а значит, уважал. Да, потом Адама и ковчег ушли, продолжил я, а точнее сказать, отправились на западный берег озера. Хотя Ливанов их царь и бог после боя не приказал им остановиться и разоружиться, но они не послушались его. Бунт машин, понял? Я подмигнул тополю. В ответ тополь, отопырив нижнюю губу, сделал многозначительно понимающее лицо. Бунт машин, да, повторил я, смакуя этот идиотский оборот речи. Они улетели на ковчеге туда, я ткнул пальцем в дымку, которая ширмой закрывала западный берег Янтарного озера. и там они пришли к отвертке. А ты вроде сказал, что они отвертку не нашли, напомнил тополь. Я рассказываю так, как рассказывает эту историю Паганель. Сам понимаешь, это всего лишь легенда, а в легендах всегда полно противоречий. Это не легенда, тихо сказал Ньютон. Демонстрируя чудеса сдержанности, я повторно ограничился безмолвным выражением неудовольствия. Продолжай, попросил меня тополь. Они пришли к отвертке, к этому проклятию зоны, и изрешетили ее из гатлингов. Принялись сжечь ее огнеметами и расстреливать из гаусс пушек. Можете себе представить? Словно бы для вязчиво драматического эффекта я обратился к Ньютону. Нападение двух железных кентавров и одной летающей калоши на такую аномалию как отвертка. Честно говоря, я Ньютона провоцировал. Если он такой осведомленный, а иначе как понять его многозначительные намеки вроде «это не легенда», так может он сейчас как расколется, да как выболтает какую-нибудь ценную информацию? Нет, не могу, кротко ответил тот. Сие совершенно непредставимо. Провокация не удалась. Пришлось просто да рассказать начатое. Что там произошло, никто не знает, а если знает, то не говорит. Известен главный результат, аномалия сломалась, ну и пси-излучение у нее закончилось. Больше она уже никому мозгов не жгла, однако сломались и роботы, ну или сломались в кавычках, назад они не вернулись. Короче говоря, остались там на западном берегу и принялись бурить скважины, глубокие скважины. Эти-то скважины и есть по сей день самый неизменный, самый приметный элемент ландшафта на западном берегу Янтарного озера. Еще я хотел прибавить и возле девятой скважины нас ждет не дождется звезда полынь, но, покосившись на Ньютона, промолчал. Это не легенда, вдруг сказал тот. Это умело сфабрикованное полуправду, оливье из маленьких кусочков правды и большого стакана лжи, оливье с черным майонезом. Вот как? спросил я у Ньютона. Именно так. А теперь позвольте мне откланяться. Я отдыхаю душой в вашем приятном обществе, но не могу себе позволить упустить такой великолепный свет. С этими словами Ньютон поднялся и уверенными шагами направился к берегу Янтарного озера. Озеро это, если кто не знает, по сути, та же свалка, только подводная. Здесь пустырь был, на которой сгоняли зараженную радиацией технику еще после первой катастрофы. Сотня автобусов, газиков, БТРов, Бердемок. Попадались и гусичные тягачи МТЛБ, знаменитые Мотолабы. Потом после выбросов земля просела, образовался котлован, которое подтопило грунтовыми водами и дождями. Вода в Янтарном еле-еле покрывает крыши самых высоких автобусов и грузовиков, так что все кладбище техники просматривается в недрах озера как некий постапокалиптический Китежград. Учитывая, что в тот день над озером стояло каменное небо, рубиновый свет проникал в толщу воды, придавая этому монументу мирской щиты какие-то и вовсе потусторонние черты. Красиво? Значит, это вкус это не красиво, а жутко. Но мне понравилось. Я лично такого еще не видел. Вот и Ньютон, похоже, не видел. На ходу Ньютон раскрыл свой белый кофр, запустил руки в его загадочные недра, и как раз, когда он подошел к воде вплотную, оказалось, что он вооружен профессиональным фотоаппаратом. Ньютон чуть присел, выцеливая объективом одному ему ведомые ракурсы и вымеряя выстроенным фотометром уровни освещенности. Мы с Тополем переглянулись и оба не сдержали улыбок. Пока по зоне шляется Ньютон со своим ультра-навороченным ЛАМО 2021, можно быть уверенным. Земля круглая и вертится. Глава 14 Доктор Добровольцев и его летающие болты На ПДА упало сообщение от Трофима. Светила молодой науке некробиотики, извинялась и сообщала, что вырваться из лагеря для того, чтобы встретиться со мной, не сможет. Подходите, дескать, к воротам лагеря, дорогие. Приносите апельсины, я их выброшу в окно, как поется в детской песенке. Я не сдержался, крепко выругался. Что такое, спросил Тополь? Придется топать в лагерь. Ну и по Тополю подумаешь. Теряем время, Костя, теряем время. В зоне не торопятся, строго напомнил Тополь. Что ж, и то верно. Какое у меня отношение к ученым, в целом хорошее. Во-первых, народ это все больше культурный, без предупреждения не стреляет, мины растяжки где попало не ставит. Во-вторых, преферансисты сильные, особенно наши, конечно. Европа, Америка, те все больше по покеру. В-третьих, бизнес. С учеными можно торговать за деньги, а можно выменивать шило на мыло. Кто не знает, шило и мыло это артефакты такие. В отличие от многих барыг и нечистоплотных сталкеров, ученые ведут дела почти безупречно. Прижимистые это да, но зато если уж договорились, то договорились. Итак, лагерь. После каждого нехорошего инцидента, об одном я рассказал, когда ученых вооруженные роботы спасли, лагерь дополнительно укреплялся. Так он укреплялся, укреплялся, да и превратился в настоящую крепость. Собственно, тут в зоне то же самое, что со счастливыми семьями, которые, как нас учит один толстый писатель, счастливы одинаково. Все нормальные укрепленные лагеря человечества внутри зоны укреплены по одной схеме. Спираль бруна, заборы, мины, проволока под током, вышки с пулеметами, уродливые доты, сложенные из бетонных блоков длиной два метра каждый. Исключение составляют только опорные пункты сталкерских кланов. Они все разные. Ну, так я же сказал, нормальные, а какое отношение кланы, всякие там свободы да монолиты имеют к нормальным? Никакого уж, поверьте. За полсотни метров от КПП лагеря ученых тополь вдруг резко остановился, присел на корточке и опасно вильнул с тропы в бок. Э, брат, ты чего? Встревожился я. Так приличные сталкеры без надобности не делают, значит, есть надобность. А какая может быть внезапная надобность? Уклонение от опасности, я так считаю. Больше у сталкеров в зоне внезапных надобностей и возникать-то не должно. Совсем забыл. Там же на КПП сейчас звено пятнистого дежурит, отозвал Ситополь, усаживаясь на бревнышко среди лопухов. Лопух, он вовсе не лопух, между прочим. Это самое умное и самое позитивное растение зоны. Где лопух растет, там можно смело садиться. Нет, значит, поблизости опасных аномалий и студень никогда из-под земли в таком месте не выскочит. Тьфу, пропасть! Предупреждать же надо! Кто так делает? Я уже черт знает, что подумал! Вспылил я. Было бы черт знает, что, я бы тебя с тропы столкнул и за автомат схватился. Все равно не делай так больше. Я смотрю, нервный ты стал комбат. Зря в зону один ходил. Нельзя так. Учи ученого. Один по зоне гуляешь, крыша съезжает. Факт. А как не один, так трясись за задницу каждого, кого с собой взял. Легко сказать, отмычки, салаги. А каково из-за дурости грех на душу брать? Я покачал головой. Это кто из нас еще нервный, тополь? Ты бы себя со стороны видел. шуганул с тропы, как тушкан от припять пса. Короче, я так понял. Ты не пойдешь со мной к ученым из-за какого-то пятнистого на КПП? Да я бы с радостью, но прикинь, каково мне будет с военными сталкерами общаться. Если они еще не знают, что речной кордон разгромлен, то возникнет вопрос, что я здесь делаю. Если знают, тогда вопрос, почему выжил. И снова же, что здесь делаю? Очень тонкая у тебя душевная организация, тополь. Уныло вздохнул я и пошел в лагерь ученых один. Возле лагеря тропа была верная и на отслеживание аномалий много времени тратить не приходилось. На КПП меня уже ждал некробиотик Трофим. После недолгих препирательств с охраной лагеря Трофим махал в воздухе своими корочками, говорил грозные слова и вообще вел себя как настоящий друг. Меня все-таки пустили на территорию. Кстати, не заметил я на воротах ни одного военсталкера, встречи с которыми так опасался тополь. На вахте стояли вооруженные ученые, молодые, я бы сказал, вообще студентики, но студентов там быть не могло. Выходило, что передо мной чьи-то аспиранты, хилая, но мозговитая гвардия, а то и вовсе кандидаты наук. Ученые, я заметил, могут до самой смерти выглядеть как мальчики. Их путевками в зону примируют или штрафуют, не кстати, подумалось мне. И еще подумалось, эге, а если они на КПП этих сопляков выставили, значит, все приписанные к лагерю военсталкеры где-то на поисковом выходе. Трофим внешне был не очень-то похож на записного ученого, коренастый, бритоголовый, с приплюснутым боксерским носом. Однако стоило ему открыть рот, и всякий понимал, что перед ним личность высшей степени интеллигентная. Говорил Трофим мягким, красивым голосом, с плавными интонациями, причем говорил вещи обтекаемые и банально верные. Матом же Трофим и вовсе не ругался. — Мне нужно на тот берег, — сказал я Трофиму. — А для этого я хочу попросить у тебя макроступы. Две пары. — Это я уже понял. Он вздохнул. — Ты бы раньше приходил. Этих макроступов было. И куда, интересно, сплыло? — Вчера, — он понизил голос, — пришли семеро. Все запыхавшиеся, оборванные, ты бы видел, как после марш-броска. Не знаю, кто это был и с кем из начальства они говорили, но только выдали им в итоге семь пар макроступов и массу ценного оборудования. — Ну, хотя бы приблизительно, ты понял? Это сталкеры или, может, кто-то издалека? — Трое были сталкерами, похоже. Но я их не знаю. Остальные, ну, я бы сказал, военные. Широкие такие мужики, стриженные. В зоне же, как... Все в камуфляже, все с автоматами. — Может, бандосы? — Может, и бандиты. Трофим надавил на последнее слово, будто бы укоряя меня за столь нелюбимый им же организм. — Ладно, вернемся к теме. Так мне бы макроступы, а? — Ничем не могу помочь, комбат. На тот берег и так пройти можно. Обычно озеро нормально обходится и с юга, и с севера. Время, Трофим, спешим мы. Кроме того, ты сам сказал — обычно. Обычно — это когда нет каменного неба, верно? А с ним-то как? Или, скажешь, оно не влияет? — Влияет, похоже. — Спросить его про упавший вертолет? — Не спрашивать. А что он скажет в самом лучшем случае? — Да, вертолет видел, да, он летел, а потом упал. Больше ничего не знаю. И все это именно в лучшем случае. А в худшем только отмахнется, дескать, первый раз слышу. Решил другое спросить. — Слушай, Трофим, а кто тут у вас сейчас лучший специалист по А-генерации? — Доктор Менглер, но он сейчас в Гонолулу на симпозиуме. А что тебя интересует, может, я знаю? — Меня интересует, что думает современная наука по поводу генерации артефактов феноменом вертикальной бич. Какие артефакты генерируются, сколько, в общем, конкретика. — Вертикальный бич — редкий феномен. Я сомневаюсь, накоплены ли мировой наукой отвечающие стандартам статистика? — степенно ответил Трофим. — Хорошо им, ученым. Говори гладко, слов побольше всяких лепи, а тебе за это денежки каждый месяц заносят. Спецампозоне, кстати, немалые. — Вот именно поэтому я бы хотел говорить с лучшим специалистом по А-генерации, — сказал я, сделав ударение на лучшем. — Не в обиду, Трофим. — Отчего мне обижаться? Я некробиотик, занимаюсь местными формами квазижизни. Аномалии артефакта меня интересуют лишь в той мере, в какой возможно установление связей между их активностью и поведением форм квазижиз. Видимо, взгляд мой в ту секунду стал достаточно красноречив, потому что Трофим осекся и кротко сказал. — Хочешь, сейчас сходим в лабораторию Менглера, спросим у кого-то из его сотрудников, может, знают? — Хочу. — А пока мы идем, ты думай, пожалуйста, как меня на тот берег переправить. — Очень надо. — Я так запросто с Трофимом обращался, будто был он моим подчиненным, потому что чувствовал за собой моральное право. А когда я чувствую за собой моральное право, извините, подвиньтесь. В конце прошлого года я спас Трофиму жизнь. Ничего особенного. Обычная история про обычных парней в зоне. Он шел по зоне один, ошибся, попал в жадинку. Собственно, главная ошибка Трофима была в том, что он шел по зоне один. То, что он жадинку не заметил и позволил себя крепко прихватить — это уже мелочи. Ну, а я тоже шел по зоне один. Мне можно. И вдруг оказался в нужном месте в нужное время. И был у меня при себе, к счастью, артефакт Иллюзион. Редкий, но дешевый, потому что за пределами зоны он теряет все свои свойства. Да и в пределах-то зоны свойства у него лишь одно — вместе с изменениями температуры Иллюзион меняет вес. В частности, при нагреве тяжелеет. Ну и вот при помощи Иллюзиона вкупе с горелкой, на которой я кофе себе по утрам варю. Я без проблем перегрузил жадинку. Она лопнула и Трофима отпустила. Так что Трофим мой должник, но я пока ни разу не злоупотребил этим. А теперь вот намеревался. Пока мы шли, Трофим сопел, пыхтел, и было видно, что в душе у него идет настоящая борьба — сообщать некоему комбату нечто важное или перебьется. В то же время это нечто тянуло его за язык. Наконец, припомнил, видать, по чьей милости он все еще землю топчет. Трофим остановил меня, придержав за локоть перед ангаром, на дверях которого желтела трафаретная надпись «Лаборатория А-3». — Я вообще-то не рекомендую тебе сейчас идти на тот берег, комбат. — Сейчас не надо. — А что такое? — Не могу тебе сказать. Мне и знать-то это не положено. — Ну, там что-то аховое. Все наши военные сталкеры сорвались туда, за озеро, два часа назад. — Ах, какая неожиданность! — удовлетворенно подумал я. — Зачем сорвались? — Ну, а зачем военсталкеры срываются? Спасают кого-то, сам понимаешь. — А не кажется тебе, товарищ ученый, что есть какая-то связь между той семеркой, которая вчера выгребла все макроступы, и вашими военсталкерами? — Какая связь? — Трофим нахмурился. — Кажется, он действительно не просекал. — Вот дает. — Хорош, интеллектуал. — Ну, например, ваши военсталкеры получили сигнал тревоги от аларм-мычка, принадлежащего одному из тех типов, в ваших макроступах, а? — А ведь похожи. — Ну так тем более комбат. Куда ты собрался сейчас? — Если те громилы всемиром не справились, если были вынуждены позвать на помощь наших военсталкеров, значит, там кошмары, полный пэ. — Полный пэ? Такое я из уст Трофима слышал впервые в жизни. — Без истерик. Полный или не полный, надо идти смотреть. Зазеря, в конце концов, большое. Если те вчерашние ходоки были идиоты и сунулись, скажем, ко второй скважине, или если у кого-то из них хватило ума выстрелить в каменное небо, для самоуспокоения-то, что ты говоришь, вполне годится, но лично я тебя на тот берег идти всячески отговариваю. Это я вижу. И вообще, спасибо за заботу о моей бесценной шкурке. А теперь позволь же мне поговорить с кем-нибудь из сотрудников этого вашего Менглера. Трофим рывком открыл дверь в лабораторию А3, предварительно скользнув своей пластиковой карточкой по панели электронного замка. Мы вошли. Внутри оказалось на удивление светло и просторно. Я готовился обнаружить, что весь объем лаборатории заставлен железными шкафами и оборудованием. Но ничего подобного. Никаких шкафов. Только два стальных стола. На одном стоял некий затейливый агрегат, похожий на портативный электронный микроскоп. На другом — прозрачная банка с желеобразной багровой жидкостью. Не могу назвать оттенок жидкости кровавым. Скорее, она походила цветом на малиновое варенье. Над банкой на высоте порядка метра висел болт. Железный болт. Таких устрашающих размеров, будто передо мной была заклепка от Титаника. Рядом с банкой стоял грошовый пластмассовый будильник в виде красной божьей коровки. Чуть в стороне можно было видеть канистру с надписью «Гипохлорид натрия». Что такое гипохлорид натрия, я случайно знал, потому что у одного моего приятеля в Витебске есть дом с бассейном. Так вот, этим гипохлоридом дезинфицируют воду в бассейнах. Действующее вещество там — обычный хлор. Возложив локти на стол и сцепив руки под подбородком, банку безмолвно созерцал человек чуть старше средних лет, полный, краснолицый, в очках с толстыми линзами. — Профессор, можно к вам? — Нельзя. — Профессор, мы нуждаемся в вашей эрудиции, исследователе и таланте крупного ученого. Краснолицый чуть повернул голову в нашу сторону, но взгляд его по-прежнему был сфокусирован на малиновом варенье в банке. Картина «Чем занимался Карлсон до того, как начал интересоваться малышами?» пронеслась в голове. — Убирайтесь к дьяволу! Я поглядел на Трофима. Трофим поглядел на меня. Удивительно, но в глазах Трофима не читалось обиды. Напротив. Казалось, мой друг-некробиотик нашел для себя в словах Добровольцева нечто обнадеживающее. — Вопрос про вертикальный бич, — сообщил Трофим. Добровольцев вдруг резко развернулся на нас всем корпусом вместе со стулом, вмиг потеряв всякий интерес к малиновому варенью, будильнику, болту. — И какой вопрос? — спросил он с живейшим интересом. Я повторил то, что уже говорил Трофиму по поводу генерации артефактов. — Ага-ага, ученый оживленно закивал. Насколько мы можем судить, генерируются вертички, волчьи слезы и мамины бусы, ну еще полумифическая звезда полынь, но это... Вы понимаете? — Я понимаю. — А скажите, уважаемый профессор, вертикальный бич, он же, по идее, сопровождается правозакрученной турбулентностью. — О, молодой человек, вы, я вижу, неплохо подкованы. У кого в аспирантуре? — Я сталкер. — А, из этих... — Удивительно. — Из этих? — Что вас удивляет? — Я не хочу вас обидеть, но вы же понимаете. Должны понимать, что сталкеры частенько производят не самое благоприятное впечатление. Главное, мало кто из них может выговорить слова «правозакрученная турбулентность». — Ну вот такой я особенный сталкер. Продукт, надо полагать, положительных мутаций. Я улыбнулся. Добровольцев тоже улыбнулся, один только Трофим. Не улыбнулся. Он подошел к банке с малиновым вареньем и, казалось, полностью утратил интерес к нашему разговору. — Так скажите, будьте любезны, что все-таки с турбулентностью? — Ее бич дает. Дает, как удалось установить, три месяца назад. Ток воздуха идет по часовой стрелке, так что она действительно правозакрученная.